Андре Мороа. Карьера Дезраэли. Перевод Лопашова. Кооперативное издательство «Север». Москва. 1934 год. Читает Игорь Мушкатин. Часть первая. Эпиграф. Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной. Дезраэли. Глава первая. Два поколения. Они уехали с миром, не терпя никаких насилий. Почти так и было. Только один судовладелец, высадив своих пассажиров среди моря на отмеле, заявил им «Зовите Моисея!» и поднял якорь. Несколько дюжин евреев утонуло, но судовладелец был повешен. Изгнанники, которым посчастливилось спастись от моря и моряков, нашли приют во Франции. Впрочем, ненадолго. В 1306 году король Филипп Красивый, испытывая нужду в деньгах, решил конфисковать их имущество, а самих их вытеснить в Испанию. Два века прожили они здесь, в мире. Потом запылали костры инквизиции, и казалось, что несчастное племя, которому некуда дальше эмигрировать, наконец исчезнет с лица земли. Но гонения были плохо организованы, в то время как Испания замкнулась для евреев, Фенецианская республика, Амстердамская, а также Франция дали им приют. В самой Англии реформа, повлекшая за собой знакомство с Библией, вызвала к ним почти сочувственное любопытство. В Пуритании охотно принимали еврейские имена и разыскивали исчезнувшие колена израильские. В 1649 году петиция о возвращении народа Израилева была представлена лордом Ферфаксом. Кромвель отнесся к ней благосклонно, Карл II скрепил решение. Таким образом, к концу XVII века восстановилась в Лондоне немногочисленная колония португальских и испанских евреев. Многие из этих семей, именно Виллариаль, Медина, Вара, получили во времена сарацинского владычества дворянство. Они с презрением относились к польским и литовским евреям, которых казацкие погромы заставляли тогда массами двигаться на запад и отказывались даже допускать в свои синагоги этих неотесанных людей. В 1748 году в лондонском еврейском обществе появился молодой итальянец Бенджамен Израили, или Дезраили. Будучи уроженцем Чента в Феррари, он искал сначала счастья в Венеции, а затем решил, что дело пойдет лучше в более молодой и более богатой стране. Первые шаги оказались для него очень трудными. Он спекулировал, терял, казалось, совсем разорился. Потом, женившись вторым браком на женщине из рода Виллариаль, принявшей ему приличное приданное, он вступил в фондовую биржу и быстро нажил довольно крупное состояние. Это был веселый и добродушный человек. В одном из лондонских кварталов он разбил сад на итальянский манер, гостям за его столом подавали макароны, а после обеда он брался за мандолину и пел канцунетту. Легкий венецианский акцент, врывающийся в английское бормотание, придавал его речи живописное очарование. Когда он говорил, за желтыми туманами сити вырисовывалось золото святого Марка, розовые дворцы и разукрашенные столбы перед ними, к которым привязываются гондолы. Вне дела мистер Дезраили никогда не встречался с другими евреями. Это делалось не по расчету. Он был прост, добр и больше всего боялся оскорбить кого-нибудь. Но его жена сторонилась их. Будь она христианка, ее красота и крупное состояние создали бы ей в Лондоне самое лучшее положение в свете. Ее бессила мысль, что она родилась еврейкой, и что фамилия ее мужа была почти символической. Тщетно муж старался задобрить ее подарками, она оставалась уязвленной, презирающей. Чтобы угодить ей, впрочем, так же и по собственному индиферентизму, он никогда не ходил в синагогу, но числился членом португальской общины и неизменно щедрый и осторожный, время от времени жертвовал в пользу Бога Израилева несколько гений. Единственный сын Бенджамена и Сары Дезраили, Исаак, очень поражал их. Они мечтали о крупном дельце, а между тем их сын был бледен, робок, прогуливался вечно с книгой в руке и не скрывал поражающего отвращения ко всякого рода деятельности. Эта беспечность раздражала саркастическую мистерис Дезраили. Отец умиротворял ссоры, делая подарки матери и сыну. В его глазах несчастный ребенок был ребенком, которому хотелось игрушки. Когда его сын как-то убежал из дома и найден был лежащим на какой-то могиле, он поцеловал его и подарил ему пони. В 13 лет молодой человек написал поэму. Несмотря на свое добродушие и оптимизм, мистер Дезраили пришел в ужас. У него была гравюра Гогарта, изображающая поэта, умирающего с голоду на своем чердаке. Исаак с первым же пароходом был послан за границу, где провел 4 года в Голландии и во Франции под наблюдением наставника, оказавшегося свободомыслящим последователем французских философов. Юный Исаак вернулся начиненным идеями Вольтера и страстным поклонником Руссо. 18-летним юношей он, странно одетый и с длинными волосами, вошел в отчий дом и, следуя примеру Эмиля, бросился матери на грудь, обливая ее слезами. Она же насмешливо засмеялась и с явным отвращением протянула ему щеку. В течение некоторого времени Бенджамин Дезраили еще сохранял небольшую надежду, но когда он узнал сюжет большой поэмы, над которой работал его сын, о вреде коммерции, являющейся причиной порти человека, он отказался от мысли втянуть юношу в свои дела и решил дать ему жить сообразно с его склонностями. Исаак Дезраили установил тогда тот образ жизни, который не изменялся уже до самой его смерти. Он целые дни проводил в библиотеке Британского музея, чудесного места, где никогда в те времена не бывало больше пяти-шести посетителей. Там он заполнял выписками листы бумаги, которыми всегда были полны его карманы. Вначале задачей этой работы было написать историю английской литературы, но очень скоро Дезраили стал тонуть во все растущем море выписок и примирился со скромной, но интересной ролью компилятора. Он напечатал под названием «Курьё за литературу» сборник анекдотов, который имел большой успех и определил его карьеру. В 35 лет он женился на наивной и нежной женщине, принадлежавшей, как и он, к итальяно-еврейской семье. Он согласен был верно любить ее, лишь бы она избавила его от всяких домашних хлопот и позволила ему посвятить жизнь чтению и заметкам. Вышло так, что такой порядок жизни подошел в его избраннице, и с тех пор жизнь Исаака Дезраили сложилась по непреклонно соблюдаемой программе. После утреннего завтрака он уходил в свою библиотеку и запирался там до ленча, читая и делая выписки. После ленча он шел в британский музей, читал и делал выписки. На обратном пути он останавливался около всех букинистов, попадавшихся ему по дороге, и возвращался, нагруженный книгами. Он пил чай и запирался своими покупками в кабинете, где до самого обеда читал и делал выписки. Если он шел в свой клуб, то опять-таки с тем, чтобы не выходить из библиотеки. Он любил книги так, как другие любят женщин, опиум, табак. Они были для него сладким дурманом, несущим забвение жизни. Его очень уважали в литературных кругах, и у него были там друзья среди знаменитостей. Он нравился своей необычайной кротостью и полным отсутствием тщеславия. Байрон читал с удовольствием небольшие статейки Дезраэли. Некоторые эпизоды жизни великих людей, их несчастья, черты эгоизма в их характере успокаивали его сомнения. В доме Дезраэли имя Байрона было окружено необычайным поклонением. В религиозном отношении Исаак Дезраэли был вольтерианцем. В политическом консерватором, но всякий режим казался ему хорош, лишь бы он позволял человеку с средним достатком без помехи собирать литературные анекдоты. Глава вторая. Школы. Старший сын Исаака Дезраэли был назван в честь деда Бенджаменом. До него родилась дочь Сара. Самая большая близость с детства возникла между братом и сестрой. Роль отца для мистера Дезраэли свелась к тому, чтобы время от времени с неловкостью книжного человека потрепать сына за ухо. Мистерис Дезраэли, особо от природы застенчивая и всему удивляющаяся, с почтительным трепетом выслушивала рассуждения, для нее непонятные своих не по годам развитых детей. Кроме того, она не без успеха завевала им кудри. Дети обожали ее, но никогда не говорили с ней о том, что их действительно задевало. Они очень восхищались отцом, которого считали великим писателем, часто любовались его прелестным лицом, но рано поняли, что бесполезно ожидать, чтобы он занялся их воспитанием. В часы обеда и завтрака они видели его с бархатной шапочкой на сидеющих волосах, всегда молчаливого и рассеянного. Они знали, что его единственное желание — скорее вернуться к книгам. Когда его задерживали или мешали ему, он делался чрезвычайно вежлив, и заметно было, что он в отчаянии. Если он разговаривал с детьми, то это были не разговоры об ежедневных делах, а рассуждения о его работах и изысканиях. Он работал над жизнью Карла Стюарта и охотно объяснял детям, что галантный красавец-король был скорее мучеником, чем тираном. Преклонение перед Стюартами и ненависть к капуританам были единственной религией семьи. По воскресеньям вся семья пешком отправлялась к дедушке и бабушке Дизраэли. Это была бесконечная и скучная прогулка. Желчная бабушка щипала щечки детей, кисло осуждала их манеры и никогда их ничем не угощала. Зато дедушка давал им денег, играл на мандолине и рассказывал об Италии. Маленький Бен обожал эти рассказы, особенно те, которые относились к Венеции. Он любил воображать этот город, где дома похожи на кружево из камня, а крыши убраны золотом. Дедушка говорил, что их предки долго жили в Италии, а еще раньше, во времена Фердинанда и Изабеллы, они обитали в Испании. С воспоминанием об Италии примешивались воспоминания о турках. Испания напоминала о маврах. Когда Бен думал о мандолине и макаронах дедушки, в его воображении мелькали тюрбаны, ярко расшитые куртки, роскошные и залитые солнцем страны. Иногда он в итальянском саду ложился под дерево и мечтал. Он создавал блестящие и странные декорации. Он встречал идеально прекрасных людей, юного английского рыцаря, которого спасал от смерти, и принцессу, который служил. Они все трое были затеряны в лесу, наступала ночь, и спутниками его обладевал страх. Тогда Бен брал на себя командование, а во всех его мечтах он всегда руководил и побеждал. Очень юным его отправили в школу, сначала к некой мисс Роппер, затем к преподобному Потикани, в высокочтимую школу, где дочь духовного лица заботилась о нравственности и о белье учеников. Там Бен узнал нечто его очень поразившее. Он был другого вероисповедания и другой расы, чем его товарищи. Это как-то трудно было понять, ведь дом Бена, этот дом из красного кирпича, греческий портик, три ступеньки, маленькая решетка вдоль тротуара, был бесспорно английский дом. Его отец со своей бархатной черной шапочкой, со своим розовым и тщательно выбритым лицом, с изысканной и шутливой речью, был английский писатель. Бен научился читать по английским книгам. Песенки, баюкавшие его в младенчестве, были английские песенки, но здесь, в школе, ему дали почувствовать, что он не ровня другим. Он был еврей, а его товарищи, за исключением одного, не были евреями. Как-то было непонятно. Еврей — это народ, о котором рассказывает Библия, народ, который переходил через Черное море, жил в неволе в Вавилоне, строил Иерусалимский храм. Что общего было у него с этим народом? По утрам, когда весь класс преклонял колено для общей молитвы, Бен и другой маленький еврей, которого звали Сергий, должны были стоять в отдалении. Раз в неделю Раввин приходил учить их древнееврейскому языку, этому непонятному языку, буквы которого, похожие на шляпки гвоздей, пишутся справа налево. Юный дезраэли знал, что эти уроки отстраняют его от какого-то таинственного причащения и придают ему в глазах учителя и других учеников отпечаток чего-то смешного. Он страдал от этого, он был очень горд. Он желал бы быть во всем предметом восхищения. Когда играли в лошадки, он никогда не хотел, чтобы его запрягали. Но особенно он страдал от того, что не любил Сергия. Было ужасно чувствовать себя связанным с существом, которое он считал несравненно ниже себя. Мальчики, к которым влекло Бена, были белокурые с голубыми глазами. Они были менее сообразительны, чем он сам, но он любил их всем сердцем. С ними он был изумительно терпелив. Был в школе маленький Джонс, сын врача, которому Бен во время перемен рассказывал истории о разбойниках, о пещерах, иллюстрируя их быстрыми карандашными набросками. Когда у Бена была новая книга, маленький Джонс садился рядом с ним, и они читали вместе. Но Джонс едва доходил до середины страницы, когда Бен, пробежавший ее сразу, готов был перевернуть ее. Он столько читал, столько слышал о книгах от отца, что запас слов у него был необъятен, и трудные тексты его не останавливали. Маленький Джонс вздыхал, торопился. Тогда Бенджамен Дизраэли, понимая смущение приятеля, слегка улыбался и очень мило говорил «Я подожду». Вечерами в своей классной комнате Сара и Бен часто разговаривали о странной проблеме, о христианстве и иудействе. Почему им ставили точный упрек происхождения, которого они не выбирали, и отказаться от которого было не в их власти. Когда они спрашивали объяснение у отца, Исаак Дизраэли, философ-вольтерианец, пожимал плечами. Все это ничего не значило, предрассудки. Он лично нисколько не стыдился своего еврейства, наоборот, он всегда с гордостью говорил о древности своей расы. Но он считал совершенно бессмысленным в век рационализма придерживаться обычаев и верований, которые соответствовали несколько тысяч лет тому назад потребностям и умственному уровню арабского кочевого племени. Как его отец, так и он, в угоду ему, был приписан к местной синагоге и уплачивал налоги. Он даже разрешил во избежание споров, которые могли бы отнять у него несколько часов, чтобы Равин приходил обучать его сына древнееврейскому языку. Но он не верил ни в какие догматы и не соблюдал никаких обрядов. Несмотря на такую позицию, а может быть благодаря ей, он узнал однажды в 1813 году, что лондонские евреи, гордясь его литературной репутацией, избрали его председателем своей общины. Он был возмущен и тотчас же написал резкое письмо. Человек, который жил всегда вдали от вашей среды, который ведет уединенную жизнь и не может участвовать в ваших суждениях, так как в современных своих формах они убивают, они вызывают религиозные эмоции. Такой человек, склонный к большим уступкам в вопросах для него безразличных, ограничивается тем, что допускает некоторые из ваших обрядов. Но если он не лишен чести и разума, то ни в коем случае не может брать на себя каких-либо официальных обязанностей среди вас. Консистория приговорила председателя по неволе к 40 фунтам штрафа. Исаак Дезраиле отказался платить. Его оставили в покое в течение трех лет, по истечении которых еврейская община потребовала уплаты. За это время умер дедушка Дезраиле, сумевший, несмотря на отвратительную жену и не оправдавшего его ожиданий сына, сохранить до 90 лет свою солнечную жизнерадостность. С ним исчезала единственная нить, правда очень тонкая, связывающая семью с современным иудаизмом. Мистер Дезраиле ответил консистории просьбой об исключении его из списка верующих. Этот очень покладистый человек мог сделаться свирепым, когда посягали на его спокойствие. Переставший быть евреем, он тем не менее не стал и христианином, и прекрасно примирялся с этим промежуточным состоянием. Один из его друзей, историк Шарон Тарнер, обратил, однако, его внимание на то, что детям было бы выгодно принять господствующее в Англии вероисповедание. Для сыновей, особенно если они не будут крещены, многие карьеры будут закрыты, так как евреи, как, впрочем, и католики, были лишены гражданских прав. Мистер Дезраиле очень уважал этого Тернера, который первым занялся исследованием англосаксонских рукописей Британского музея. К тому же прекрасная и черствая бабушка, верная антипатиям своей юности, убеждала его освободить ее внуков от общества, которое заставило ее столько страдать. Исаак Дезраиле дал себя убедить. Катехизис и молитвенник появились в доме, и один за другим дети были крещены в церкви святого Андрея. Бенджамену было тогда тринадцать лет. Было желательно вместе с переменной религией переменить и школу. Куда же его послать? Отец подумывал о знаменитом Итоне. Мать же боялась, что он там будет несчастен. Было очевидно, что прием, который будет оказан юному, только что крещеному еврею, не сулит ничего хорошего. Бен готов был попытать счастье, но осторожность заставила его последовать советам матери. Случилось, что мистер Дезраиле часто встречал у бакенистов некоего преподобного Когана, на который покупал редкие издания и слыл единственным пастором-некоформистом, знающим греческий язык. Человек, который столько читал, не мог не быть совершенством. Было решено, что Бен будет поручен ему. Школа доктора Когана помещалась в старом, покрытом клющом доме. По стенам пустых классных комнат, окруженных дубовыми скамьями, большие плакаты возвещали «Аз есть путь, истина и жизнь». Семьдесят учеников, критикующая и любопытная толпа, окружили новичка. Он был как-то вызывающе хорошо одет. Прекрасный костюм, матовый оливковый цвет красивого, но чуждого лица поразили их. Новые товарищи смотрели на него с несколько насмешливым интересом. Он смотрел дерзко и отвечал взглядом на взгляд. Он решил бороться на всех фронтах и на презрении отвечать дерзостью. «Это пустяк», — говорил он себе, когда волнение слишком усиливалось. «Это такие же мальчишки, как и я, которых я должен покорить». С первых же уроков стали ясны недостатки и достоинства его воспитания. Ученики школы были очень сильны в латинском и греческом, гораздо сильнее, чем Бен. Но как только дело дошло до сочинений, многие ученики убедились, что он открывает им целый мир новых мыслей и чувств. Повторяли его словечки, его фразы. Товарищи переписывали его стихи, чтобы показать их сестрам, кузинам. Около него образовалось нечто вроде модернистского общества. Хотя он ненавидел резкие движения, самолюбие взяло верх над темпераментом, и он методически заставлял себя делать успехи в физических играх. Его популярность была велика, и он быстро занял опьянявшее его положение вожака. Когда он прогуливался один, он воображал себя в будущем премьер-министром или командующим армией. Как это должно быть чудесно! Чтобы утвердить свою власть, он, вопреки регламенту школы, организовал театральные представления. Он обожал театр. Когда родители в первый раз повели его на спектакль, когда он услышал эти законченные фразы, мастерски произносимые диалоги, увидел разыгрывающиеся перед ним захватывающие авантюры, он пришел в восторг. Наконец-то он обрел мир, населенный существами, созданными по его вкусу, существами, совершающими подвиги и говорящими точь-в-точь как герои его сновидений. Образовалась целая труппа. Дизраэли был директором, режиссером, первым актером. Проходили недели, он наслаждался этой новой жизнью, своим могуществом и был вполне счастлив. Он был так упоен своим счастьем, что не видел, как надвигается гроза. Успех давал ему радости, которые, думал он, наивно разделяют все. Он слишком давал чувствовать свое презрение к отсутствию сообразительности. Самыми яростными врагами его были школьные надзиратели из старших учеников, которые до появления этого чернокудрового мальчика царили безраздельно. Его нечестивая власть, основанная на развлечениях и нараставшая рядом с их властью, раздражала их. Они донесли преподобному Когану о тайных репетициях и разоблачили директора театральной труппы. Его преподобие Коган, возмущенный, явился в класс и произнес речь по поводу этих скандальных новшеств. «Никогда, — говорил он, — в семье, которую мы здесь составляем, я не видел ничего подобного. Бесспорно, эти новшества исходят от какого-то чуждого нам существа, бунтаря неспособного усвоить дух нашей школы». Враги дизраэли с радостью ухватились за эту фразу. В следующую перемену в группе учеников, проходивших мимо дизраэли, раздалось хихиканье. Кто-то свистнул, набернулся и спросил спокойно, кто свистел. Самый взрослый из надзирателей выступил вперед и сказал, «Довольно нам плестись в хвосте за чужестранцем». Дизраэли ударил его прямо в лицо. Около боксеров образовался круг. Дизраэли был меньше, менее силен, но очень быстр и подвижен. Он дрался с большим умением и свирепым мужеством. Скоро противник был весь в крови. А торопелые ученики молча смотрели на то, как их законный руководитель терял сознание. Наконец он свалился. Испуганное молчание встретило это падение режима. Может быть, ученики его преподобия Когана были бы менее поражены, если бы они знали, что победитель в течение трех лет в тихомолку брал уроки бокса. Глава третья. Бруммель и святой Игнатий. Доктор Коган попросил мистера Исака Дизраэли как можно скорее взять своего сына из школы. Бен вернулся домой, в свою комнату, к привычной снисходительности своих семейных. Никогда ребенок не чувствовал себя таким одиноким и в такой степени хозяином собственной жизни. Отец был еще благожевательнее, но еще отвлеченнее, чем прежде. Мать, чувствуя превосходство сына, любовалась на него издали почти с благоговением. Только с одной Сарой он мог говорить о будущем. Ему было 15 лет. Опыт показал, что посещение школы для него опасно. В университете, если он поступит туда, он встретит те же предрассудки и ту же ненависть. Что делать? И прежде всего, чего он хотел. По мере того, как волнение маленького школьного мерка, воспоминания об интригах, успехах и войнах в миниатюре рассеивались подобно тучкам и позволяли рассмотреть ярко окрашенные и четкие горизонты, он прозревал вдали, в своем далеком будущем, прежде всего, необъятное честолюбие. Ему казалось, что жизнь будет невыносима, если он не сумеет стать самым великим из людей. Не одним из самых великих, но именно самым великим. Однажды уязвленная душа находит утешение только в полном торжестве. Он должен был взять реванш, и он чувствовал себя способным его взять. Но кто объяснит ему жизнь? На какой путь надо было вступить? Писать? Он видел страстное поклонение окружавшее Байрона. Насколько великих поэтов и самых великих стали знамениты только после смерти. Бен мало заботился о посмертных успехах. Он хотел сам ощущать свою славу. Быть Гомером или Александром, можно ли тут колебаться? У него было два младших брата, для которых мать часто собирала их ровесников. Будущий Александр прогуливался среди них, заложив руки в карманы очень узких брюк, бледный, грустный, с мрачным видом, похожий на гульвера среди лилипутов. Несколько недель, последовавших за его возвращением из школы, были посвящены им беспощадному анализу самого себя. Первый сделанный им вывод был таков. Он был абсолютно невежественен. Он понял, что если он хочет развить свои умственные способности, то ему надо заложить сначала прочный фундамент. Он намечил огромный план работы, решил жить год уединенно, посвятив его весь чтению. С нежностью, но слегка скептически, смотрел отец на то, как он каждое утро заходил в библиотеку и уходил нагруженный книгами. По вечерам он заполнял заметками свою рабочую тетрадь. Пятница, 2 июня. Лукьян, Теренци и Адельфы, которые обещают быть интересными. Генриада, Вергилий, 2 книга Георгиков, начинающаяся великолепным воззванием к Бахусу, потом его исходят на усыпляющие рассуждения о прививке деревьев, приготовить греческий, грамматику. И в другой раз. Я не люблю Демосфена, хотя его речи пестрят всегда словами добродетель, патриотизм, мужество. История говорит, что он был негодяй, человек узкопартийный, трус. По всему дому слонялся этот высокий юноша в туфлях, перетаскивавший из комнаты в комнату кипы словарей. Методичный мистер Дезраэлит тщетно упрашивал его избрать себе определенное место для работы. Умоляю тебя, мой дорогой мальчик, приведи твои бумаги в какой-нибудь порядок. Что очень не нравилось автору курьезов литературы, так это то, что сын его с такой страстью изучал истории заговоров в Венеции и истории крупных религиозных орденов. Он выискивал все новые подробности о тайных обществах, о святых тайных судилищах, о Совете Десяти, об иезуитах. Он читал и перечитывал в жизнь Игнатия Лайолы, мужество которого приводило его в восхищение. Вопрос, который ставил себе Игнатий, как поступишь ты, если будешь святым, чтобы превзойти в святости и Доминика, и Франциска, это ведь был тот же самый вопрос, который себя ставил Бен в отношении Демосфена, Цицерона, Питта. Он любил изречение, работая над собой не для наслаждения, а для действия. Он особенно тщательно изучал, как святой Игнатий вербовал своих учеников и как он привязывал их к себе. Организация католической церкви приводила его в восхищение. Ах, одновременно быть духовной властью и властью мирской, быть Альберони или Ришелье, чудесная участь. Такие рассуждения огорчали мистера Исаака Дезраили. Как? Вот к чему приходил ученик, которого он вскармливал своим любимым Вольтером. Рудит-скептик породил эрудита мистика. Странного, впрочем, мистика. У него не было непосредственного наивного влечения к мистическим доктринам. Казалось, что он рассудочно избегает всего рассудочного. Это раздражало мистера Дезраили. Несмотря на свое отвращение ко всякому действию, он счел необходимым вмешаться. Он хотел направить сына к более простым и практическим целям. Один из его друзей, мистер Мэппельс, присяжный поверенный, предлагал взять к себе Бенджамена в качестве секретаря. У мистера Мэппельса была дочь, родители уже строили брачные проекты. При мысли быть похороненным в конторе адвоката, Бенджамен встал на дыбы. Адвокатура. Пфу. Тексты закона и безвкусные шутки до сорока лет, а там, если все пойдет благополучно, подагра и титул баронета. К тому же, чтобы выдвинуться в этой области, надо быть большим законником. А чтобы быть большим законником, надо отказаться от мечты стать великим человеком. — Надо остерегаться, мой милый сын, — сказал мистер Дизраэли, — хотеть стать сразу великим человеком. Нынешних молодых людей уже не удовлетворяют степенные и почтенные профессии. Я очень боюсь за них, за тебя. Он прибавил еще, что его очень огорчает то, что сын его так безмерно честолюбив, так как его происхождение и национальность закроют ему видные пути. Впрочем, допуская даже, что он прав в своих мечтах о своем высоком назначении, почему не начать с изучения людей в той прекрасной обсерватории, какой является кабинет крупного адвоката, что помешает ему потом избрать другой род деятельности. Этот последний аргумент убедил Бенджамена. Было верно, что он не знал людей, но что он хотел их знать. Из книг он знал, что многие великие люди терпели неудачу исключительно потому, что мыслили уединенно и пренебрегали изучением массы. Надо было, наоборот, смешаться с людским стадом, узнать его способ чувствования, его слабости. Миф о Юпитере, который для своих земных похождений принимал облик животных, показался ему хорошим символом. Он уступил. Контора, адвокат. В кабинете на Фредерик Плэст смелькали государственные деятели, банкиры и коммерсанты. Вечера Бенджамен по-прежнему проводил за книгами в отцовской библиотеке. Иногда патрон приглашал Бена к себе. Там он встречал молодых женщин и девушек. Он пользовался большим успехом. У него были бархатные глаза, красивый, хорошо очерченный нос, нервный рот, необыкновенно бледный цвет лица. С женщинами и в разговорах о них он старался быть циничным. Сложным был этот цинизм, вызванный боязнью быть обманутым, неосознанной робостью, отсутствием воображения, а в конце концов, бывшей просто системой. Бенджамен читал Дон Жуана, обожал Байрона и видел в поэте только то лицо, которое поэт хотел показать. Бруммель был в моде со своей судорожной аффектацией, с парадоксальной дерзостью. Он являлся примером человека, который надменным фотофством превзошел всех лондонских снобов. До сих пор знали дерзость вельмож, власть имущих, педантов. Дэнди — это дерзость в чистом виде, так сказать, беспричинная и черпающая свою силу в себе самой. Выдающиеся примеры показали, что этот способ действия может увенчиваться успехом. Юный дезраэли решил испробовать его в среде буржуазных юристов. Он начал одеваться с экстравагантной изысканностью, носил фрак из черного бархата, кружевные манжеты, черные шелковые чулки с красными бантами, стал нахально в упор смотреть на женщин, мужчинам отвечал через плечо. Ему показалось вскоре, что он уже может констатировать благоприятное впечатление, производимое таким поведением. Замужние и часто хорошенькие женщины смотрели на него с улыбками, которым по праву завидовали зрелые мужчины. Часто обедал он с отцом у издателя Джона Муррея. Там он встречал известных писателей и слышал восхищавшие его разговоры. Он видел там Самуэля Роджерса, друга Байрона, Томаса Мура, приехавшего из Италии, где он встретился с поэтом. «Скажите мне», — спрашивал мистер Дезраэли, «Байрон очень изменился. Да, лицо у него опухло, он ожирел, волосы посидели, и он утратил то выражение духовной мощи, которым отличался раньше. У него портятся зубы, и он думает, что ему придется посоветоваться с английскими врачами». Юный Бенджамин слушал обоими ушами, а вечером, возвратившись домой, записывал все слышанное. Наблюдая за другими, он критически приглядывался и к себе самому. Он видел, что некоторые друзья его отца забавляются его ранней развитостью и живостью его ответов, другие же шокированы его дерзостью. Некоторые находили его неестественным и несносным позером. Из боязни стать смешным, он не решался быть искренним и оживлял разговор непрестанной шутливостью. Если он иногда пытался воздерживаться от сарказмов, воспоминания об оскорблениях, нанесенных ему в школе, подобно злому демону, овладевали его душой. Нет лучше цинизм, чем услужливость. Когда его необыкновенная способность подмечать все смешное наживала ему опасного врага, он упрекал себя и принуждал себя, подобно Лайоле, к духовным упражнениям. Он отмечал в дневнике решено быть всегда искренним и откровенным с госпожой Е. Никогда не говорить того, чего я на самом деле не думаю. Не надо насмешливости, в которой я, по ее мнению, превосхожу всех. Скоро контора на Фредерик Сплесс начала ему надоедать. Девушка, которую ему прочили, сама сказала, «Ну нет, вы чересчур блестяще для этой профессии, это все невозможно». Ему не терпелось освободиться. Добиться успеха в конце карьеры — это все равно, что совсем не добиться его, или что достичь одновременно бессмертия и смерти. Подумайте о юном Цезаре, который видит, как бесполезно уходит молодость и плачет, читая о подвигах Александра Македонского. Даже фарсала не была бы достаточной компенсации из-за его мучения. Подумайте о безвестном Бонапарте, умирающем с голода на улицах Парижа, что остров Святой Елены сравнительно с горечью подобного существования. Воспоминания о былой славе могут озарить самую мрачную темницу, но жить ожиданием того, что сверхъестественная энергия угаснет медленно, не совершив всех чудес, на какие она способна, какое колесование, какой застенок, какая пытка может сравниться с этим мучением. Летнее путешествие в Германию ускорило решение. Он с отцом объездил ряд маленьких германских дворов, наблюдал блестящее и веселое общество, хорошенькие театры, где сам великий герцог дирижирует из своей ложи оркестром. Их везде хорошо принимали. Во время обедов играла военная музыка. Старого мистера Дезраэли с его свежим цветом лица и седыми волосами принимали за английского генерала. Сыну это втайне льстило. Мир был слишком хорош, слишком разнообразен, чтобы можно было молодость посвятить возне со скучными делами. Спускаясь вниз по роскошным водам Рейна, любуясь таинственными холмами, над которыми возбушались поросшие плющом башни, он решил, что сейчас же по возвращении бросит юридическую тарабарщину. Глава четвертая. Делец. В последние месяцы своего пребывания в конторе на Фредериксплесс Дезраэли мог наблюдать, как некоторые клиенты его патрона быстро обогащались, спекулируя на рудниках в Южной Америке. Испанские и португальские колонии, Мексика, Боливия, Перу, Бразилия, были тогда почти целиком охвачены восстанием. Во имя либеральных принципов министр Каннинг поддерживал их. Английские финансисты получали там концессии на рудники. Английская публика, счастливая тем, что могла одновременно обслуживать свои доктрины и свою выгоду, набрасывалась на ценности, которые бешено повышались. С другим конторщиком, несколько старше его самого, Дезраэли, считавший повышение рискованным, решил спекулировать на понижение. Молодые люди сначала рискнули на небольшую сумму, затем, когда проиграли на большую. Так как повышение продолжалось, то они потерпели убыток в тысячу фунтов. Тогда они порывисто решили, чтобы вернуть свои потери, впредь играть только на повышение. Эти операции свели Дезраэли с Джоном Дейстон Поуэльсом, одним из финансистов, руководивших биржей южноамериканских ценностей. Поуэльс был поражен интеллигентностью этого двадцатилетнего юноши. Он заинтересовался им. Дезраэли же был счастлив, проникнув в мир финансовых королей, тайна могущества которых его давно интересовала. Для начала Поуэльс поручил ему составить и издать маленькую брошюру об американских рудниках, рассчитанную на широкую публику. Дезраэли отличался полным невежеством в вопросе о рудниках, но большой уверенностью в себе самом. Он ознакомился в несколько дней с вопросом, составил вполне удобочитаемую маленькую книжку и добился от издателя Муррея, друга своего отца, издания ее за счет Поуэльса. Муррей, не обращавший до сих пор внимания на этого бывавшего на его обедах красивого юношу, был теперь поражен его опломбом и необыкновенным даром убеждать других. Скоро он начал вести с ним интимные беседы о будущем своего издательства. Он издавал уже очень значительное обозрение The Quarterly Review, но Муррей думал, что, может быть, было бы выгодно основать ежедневную газету по образцу Таймса. Дезраэли загорелся. Муррей, человек по природе нерешительный и боязливый, сейчас же стал пытаться пойти на попятные, но он столкнулся с более решительным, чем он сам характером. Иметь газету — это именно было то, о чем мог только мечтать молодой Дезраэли. Руководить газетой — это значило держать в своих руках, правда, в замаскированном виде, власть. Конечно, надо было основать большую консервативную газету. Средства дадут трое — Муррей, Поуэльс и сам Дезраэли. Как же он уплатит свою часть? Об этом он не думал. Деньги найдутся. Что еще нужно? Редактора? У Дезраэли был план. Надо было пригласить Локкарта, зятя сэра Вальтера Скотта. Он живет в Шотландии, его выпишут в Лондон, Дезраэли поедет к нему, убедит его, надо было корреспондентов из-за границы, типографию, помещения. Дезраэли брался за все. Муррей, осажденный этими планами, не мог долго сопротивляться. Он подписал договор, которым обуславливалось создание большой ежедневной газеты. Капитал принадлежал троим. Половина Муррею, четверть Поуэльсу и четверть Дезраэли. Этот последний сейчас же отправился с поручениями в Шотландию. В дилежансе он читал Фруассара, чувствовал себя вполне счастливым и самодовольно говорил себе авантюры для авантюристов. Он подготовил все с бесконечным старанием. Он пустил в ход все воспоминания о милых его сердцу тайных обществах. Он оставил Муррею ключ, который давал возможность переписываться, не называя имен. Сэр Вальтер Скотт был рыцарь, Локкарт М., министр Каннинг Икс, саммурэй император. Сейчас же, по приезде в Эдинбург, он доставил свои рекомендательные письма к Локкарту, жившему в небольшом коттедже в прекрасном поместье своего тестя, Абботсфорд. На следующий день Бен получил приглашение. Писатель был ошеломлен, увидев входящего к нему юнца. Прочитав имя Дезраэли, он, естественно, подумал об отце, с которым когда-то встречался в Лондоне. Холодный и насмешливый человек, к тому же педант, очень кичившийся известностью тестя, он почувствовал себя оскорбленным появлением этого мальчишки и принял его с убийственной холодностью. Мужество Дезраэли поколебалось, но природа его была такова, что чем сильнее он был смущен, тем он делался развязнее. Он уселся с величайшей медлительностью, состарившей его сразу лет на десять, и начал с редким хладнокровием излагать то, что он называл проектом Джона Муррея. В действительности, это был проект Бенджамена Дезраэли, но он уже знал, что едва ли кто-нибудь будет серьезно обслушивать мнение 20-летнего юноши. Таким образом, он часто импровизировал цитаты и приписывал известным авторам идеи, которые не решался высказывать от своего имени. В его устах все принимало необъятные размеры. В лице Поуэльса проект газеты поддерживался всем Сити, всеми владельцами рудных акций, всей Америкой. Муррей привлек наиболее влиятельных политических деятелей, министерство стояло за ними. Наконец, новая газета, которую он предлагал назвать «Представитель», являлась крупнейшим предприятием эпохи. Он так хотел, чтобы жизнь была великолепным авантюрным романом, что невольно изображал все в несколько чересчур ярких красках. Несмотря на свое недоверие, Локарт был поражен этой кипучей деятельностью и на следующий день представил юного посланника своему тестью. Сэр Вальтер Скотт был в те времена одним из знаменитейших в мире людей. Караваны американцев совершали паломничество в Абботсфорд. Он обращался с ними с внушительной добротой, гулял с ними по своему прекрасному парку или уводил их у дичемгу. Собаки его бежали с ним рядом. Дом, который первоначально строился как коттедж, от романа к роману разрастался, пока не стал точной копией замка шотландского барона. Такой склад жизни обходился очень дорого, и издатели Сэра Вальтера, несмотря на его огромную популярность, начинали сгибаться под тяжестью счетов поставщиков. Потому-то юный еврей, суливший зячу прекрасное положение, был восхитительно принят рыцарем. Он принял его в своей прекрасной библиотеке, сидя в креслах, с дюжиной фокстерьеров на коленях и на плечах. Он с симпатией выслушал объяснение молодого человека, романтическая пылкость, которого ему понравилось. Он сам любил аферы. Он одобрил проект, но потребовал для зяти мест в парламенте. Было необходимо, чтобы руководитель большой газеты был членом парламента. Бенджамин обещал. Он три недели прожил у Локкартов, почти каждый вечер обедая у Скотта. Жизнь здесь ему очень нравилась. Вечерами Анна Скотта, компанируя себе на арфе, пела шотландские баллады, или сам Бальтер Скотт рассказывал чудесные истории. Все были в восторге от Бенджамена. Его отец писал Муррею, можно возражать только против его молодости, но это недостаток, который исправится несколькими годами опыта. Его проекты обширны, но полны здравого смысла, и он умеет совершенно серьезно браться за работу. Муррей писал Локкарту, «Я направил к вам своего юного друга Дизраэли и убежден, что вы быстро сумеете оценить его. Но я могу сказать, что никогда еще не встречал дебютанта, который так много обещал бы». И далее в письме Муррей продолжал расхваливать Дизраэли. «Глубокое знание человеческой природы», писал он Локкарту, «практическая сторона всех его планов не раз поражали меня в юноше, который едва достиг 20 лет. Уверяю вас, что он достоин полного доверия, так как сдержанность также является одним из его качеств. Если наш большой план осуществится, я уверен, что вы найдете в нем бесценного друга». Дизраэли вернулся и привез в согласие Локкарта взять на себя руководство The Quarterly Review и газетой за 2500 фунтов в год. Сейчас же по возвращении он нанял помещение под контору, нашел типографию, пригласил в качестве корреспондента знакомого ему по Кобленцу немца, уверив его, что эта газета будет очагом информации всего мира, отыскал других корреспондентов в некоторых столицах Европы, в Южной Америке, в Соединенных Штатах. Наконец, думал он, все идет как нельзя лучше. Газета должна была выйти в свет, как вдруг над головой торжествующего Бенджамена разразилась ужаснейшая гроза. Он не знал закулисной жизни издательства Муррея, не потрудился расспросить о ней или ознакомиться с ней лично, и совершенно не предполагал, что вступление в дело такого заметного человека, как Локарт, не может не наделать шума. Между тем, Джон Вильсон Крокер, талантливый писатель и политический деятель, младший статус секретарь военного ведомства и видный сотрудник обозрения, но человек неблагожелательный и сварливого характера, Макколей говорил о Крокере, что он ненавидит его, как холодную вареную телятину. Впал в ярость, когда узнал, что без его ведома издательство строит какие-то проекты с 20-летним мальчишкой. Он устроил Муррею жестокую сцену, а тот напустился на Дизраиль и обвиняя его в том, что он по своей болтливости разгласил планы, которые должны были быть сохранены в тайне. Почти в тот же день произошел на лондонской фондовой бирже крах с американскими ценностями. Первоначальные расчеты обоих молодых клерков были правильны, хотя и преждевременны. Теперь, когда они играли на повышение, с молниеносной быстротой произошло понижение южноамериканских ценностей. Пресловутый Полуэльс разорился окончательно, Дизраиль и его друг Эванс потеряли огромную сумму в 7 тысяч фунтов стерлингов. Несчастный Дизраиль лишался таким образом возможности принимать участие в газете, по крайней мере, как финансист. Он в 20 лет оказался обремененным такими долгами, что имел право спрашивать себя, как он их когда-либо уплатит. Он сразу терял друзей, кредит и положение. Он, конечно, мог бы остаться при газете, и это было бы вполне естественно, так как он был инициатором всего предприятия, но он очень не нравился Крокеру. А также, что его очень удивило, и Локкарту, который только терпел его, считая полезным, но считал авантюристом, и поэтому он через несколько дней был отстранен от созданной им комбинации. Он был ошеломлен. В течение двух месяцев он жил в атмосфере успеха и похвал. Муррей, Скотт, Локкарт, его отец обращались с ним, как с чудо-ребенком. Он полагал, что все его обожают. Он вообще легко этому верил, что было результатом юности, проведенной среди нежной и восхищавшейся им семьи. Как-то грубо, внезапно, все было забыто. На него смотрели с гневным презрением, без всякого перехода за победой наступил полный разгром. Управлять миром было труднее, чем он думал. Он вернулся домой мрачный, совершенно обескураженный. Ему казалось, что в мозгу его лопнули какие-то пружины. Отец его, не знавший, впрочем, с самой тяжелой стороны всей авантюры семи тысяч долга, уверял его, что в его возрасте бессмысленно, как он это делал, утверждать, что жизнь проигранная ставка. В продолжении нескольких дней Бенджамин мог только переживать свое поражение. Но после недели отдыха, размышлений и усилий понять, в чем была его ошибка, он вдруг почувствовал сильное желание писать. И писать именно роман, первое знакомство с миром, битву и поражение, пережитую им драму. Ему внезапно захотелось изобразить и создать героя, под маской которого он мог бы уяснить себе самого себя. Этот юноша все быстро приводил в исполнение, и для него также тягостно было ждать конца книги, как и достижения политической славы. Маска, надетая им на себя, была очень призрачной. Как он сам, его герой Вивиан Грей, был сыном всегда рассеянного, погруженного в свои книги писателя. Как он сам, он был исключен из школы, как его самого, героя его романа, сжигало пылкое политическое честолюбие, и он также в волнении шагал по комнате, мечтая стать великим оратором. Первое политическое рассуждение Вивиана Грея было следующее. В эти минуты, несомненно, где-то существует человек высокого происхождения, которому только отсутствие интеллигентности мешает стать у власти. В то же время, Вивиан Грей обладает интеллигентностью, но ему мешает незнатное происхождение. Когда два человека могут так хорошо дополнить один другого, почему бы им не объединиться? Синергией он принимается за поиски могущественного и тупого вельможи, которого рассчитывает покорить лестью. Такой важный и тупой барин находится в лице маркиза Карабаса. Вивиану удалось убедить его в необходимости создать партию Карабаса и стать премьер-министром. Вивиан не сомневался в успехе, ибо одним из принципов мистера Вивиана Грея было то, что все возможно. Конечно, бывало в жизни, что люди терпели неудачи, но все эти неудачи объясняются недостатком мужества физического или духовного. Вивиан же Грей знал, что по крайней мере одно существо в мире не знает страха и давно пришел к приятному выводу, что его карьера не может не быть необычайно блестящей. Так, создав своего героя по образу и подобию своему, Дизраэли с мрачной суровостью заставляет его потерпеть поражение, пасть жертвой собственной неловкости и чужих интриг. В заключении он заставляет оскорбленного и измученного героя предпринять путешествие за границу с целью несколько забыться. Книга была закончена в 4 месяца. Причем автор достиг 21 года и без ведома семейных. Произведение это было не лишено достоинств. То, что Дизраэли мог наблюдать сам, молодость Вивиана, его отец, школа, было жизненно и правдиво. Тон был саркастический, проницательный критик обнаружил бы влияние Вольтера и Свифта, диалоги были сделаны из того, что он слышал у Муррея и у сэра Вальтера Скотта. То, что он придумал сам, было довольно незрело. У семьи Дизраэли был сосед, адвокат мистер Остин, жена которого очень культурная, остроумная и весьма красивая женщина, была артисткой, хорошей музыкантшей и отличалась изысканным литературным вкусом. Она давно интересовалась Бенджамином. Ей нравилось, бывая у мистери Дизраэли, встречать этого молодого красавца, который сегодня лежал в гостиной на ковре среди грудок книг, а завтра спускался из своей комнаты с еще завязанными поверх кружевных манжет перчатками для бокса. Она как-то сразу поняла, что все его легкомыслие и напускное. Она относилась к нему доверчиво и внушила ему доверие к себе. С ней он складывал оружие, снимал маску и нагрудник и откладывал в сторону свою блестящую дерзость. Он был прост и искренен. Он признавался в своих опасениях, неудачах и желаниях. Он знал, что она честная женщина и ему это нравилось. Он боялся любви. Александр или Цезарь не могли бы плакать у ног женщины. Но странно, что вместе с тем он продолжал быть сентиментальным и продолжал искать, как в своих ребяческих грезах, таинственную принцессу, которой будет преданно служить. Мистери Состин вызвало в нем рыцарское волнение от дружбы с женщиной без тягости и любовной связи. Это было очень приятно. Он посвятил ее в свою тайну. Как только он закончил роман, она попросила дать ей прочесть рукопись и предложила, если найдет ее удачный, передать своему приятелю Кольбурну, который в то время был наиболее предприимчивым из лондонских издателей. Дизраэли передал рукопись своей прекрасной соседке и на следующий же день получил восторженное письмо. Было решено, чтобы разжечь любопытство Кольбурна, передать ему рукопись без подписи автора. Секрет будут знать только она и Дизраэли. Для большей верности она всю рукопись переписала собственной рукой. Кольбурн, большой мастер в публицистике, сейчас же учел возможности сблечь выгоду из этой анонимной сатиры. Во всех газетах и журналах появились маленькие заметки, обещавшие в ближайшем будущем выход современного светского романа, автор которого по важным причинам не может быть пока открыт. Очень острая книга, собрание портретов, которые составят как бы национальную галерею, нечто вроде Дон Жуана в прозе. Такая компания подготовила публику. Успех Вивиана Грея был велик. Продавали ключи, открывавшие имена живших лиц, послуживших, как говорили, моделью героев романа. Несколько известных людей считались возможными авторами книги. О книге заговорили во всех гостинах, Израили и его хорошенькая сообщница были в восторге. Внезапно по нескромности одного служащего издательства тайна была открыта. Велико было негодование светских людей, когда они узнали, что неизвестный автор, чей талант и знание английского общества они расхваливали в течение месяца, оказался двадцатилетним молодым человеком, даже не принадлежащим к высшему обществу. Сейчас же было признано всеми, что нелепо хоть сколько-нибудь сомневаться в низком происхождении автора, так как это происхождение выдает весь тон романа. Те, кто думал, что узнает себя в карикатурном портрете, теперь с наслаждением удестеряли эту карикатурность. Действительные оригиналы романов впали в ярость. Муррей решил, что Маркиз Карабас играл при Вивиане Грее роль, очень похожую на его собственную, и грубо поругался со всей семьей Дезраилей. Те, кого роман раньше забавлял, испытывали теперь угрызение совести. Один из критиков заметил, что происхождение автора выдается его манерой настаивать на фактах, которых настоящий светский человек и не заметил бы. Другой вскрывал бесстыдную шумиху, которая подготовила к ней успех, третий обвинял автора в том, что он завоевал читателя самыми низменными и возмутительными приемами и долго высмеивал комичные претензии автора на изысканность, которой у него отнюдь нет. Когда Дезраилей прочел эти жестокие нападки, он выронил из рук газету и впал в печальную задумчивость. Он чувствовал себя смешным. Это то, чего он боялся больше всего на свете, смешной. Ему оставалось только умереть. Он пытался засмеяться, но смог только с горечью улыбнуться. Наглость этих людей он закрыл глаза и сделал усилие над собой, чтобы под тяжестью теперешних переживаний найти поле для беспристрастного спокойного рассуждения. Был ли он в самом деле, как полагали, те неспособен и недостоин быть писателем? И вполне искренне он ответил себе «нет». Его книга была посредственной, это верно, но литературное творчество было ему необходимо. Его детские видения, короли, государственные люди, прекрасные и трогательные женщины в обстановке света и роскоши по-прежнему жили в нем и искали воплощения. В сравнении с красотой этих мечтаний только презрение заслуживали насмешки глупцов. Он поклялся, что вопреки всем препятствиям он будет писателем, самым великим из писателей. Но этот год принес ему слишком сильные волнения. Его нервный организм не выдерживал, Остины, видя его подавленность, предложили ему провести в жизнь последние главы Виана Грея и проехаться с ними в Италию. Он с радостью согласился. Месяц спустя он при свете луны плыл в Венеции по водам Большого канала. Волны серебристого света затопляли дома мавританского стиля. В теплом воздухе звучали легкие обрывки серенат. Австрийская военная музыка играла на площади Святого Марка. Три громадных флага развивались на вершине пестрых пилястров. Дизраэли понравилось, что в его комнате был мраморный пол, шторы из малинового атласа, позолоченные стулья, потолок, расписанный Тинторетто, и что самая гостиница была когда-то дворцом Барберини, из рода которых происходило несколько дожий. Глава пятая. Уединение. Путешествие успокоило душу, но тело оставалось слабым. Постоянные головные боли почти не давали работать. Врачи поговаривали о воспалении верхней оболочки мозга. Старик дизраэли к этому времени решил расстаться с Лондоном и купил в Бэдмхэме большой деревенский дом, расположенный среди лесов графства Бэкс. Юный инвалид нашел там приют. В этом чужом еще доме, сидя перед высоким он вместе с сестрой Сарой уяснял себе создавшее соположение. Он дважды потерпел поражение. Мир, который он хотел схватить обеими руками, проскользнул у него между пальцами. Он еще одну тень прибавил к царству теней, порожденному преждевременной развитостью. Но почему так? Он сознавал поражение, но хотел извлечь из него урок для будущего. Прежде всего он был напыщен, высокомерен, эгоистичен, тщеславен в жизни, так же, как и в романах. Да, но было ли это действительно недостатком? Всякий человек имеет право быть тщеславным до тех пор, пока он не добился своего. Байрон был еще тщеславнее и одержал победу. Да, но Байрон был Байрон. Великому поэту и человеку знатного происхождения скорее простят высокомерие. Рассуждение неправильное. Высокомерие тем необходимее, чем низменнее происхождение. Несмотря на поражение, он продолжал думать, что его дерзкая фантазия стоит большего, чем примерная корректность плоских болтунов и писателей, джентльменов в корсетах, вытянутых как тросточки. Дендизм единственная достойная манера поведения, и теперь при неудаче еще больше, чем когда-либо. Только можно было его сделать тоньше. Выученная небрежность может быть окажется более подходящей, чем грубая напыщенность. Вопрос оттенков, не более. Более важной ошибкой было то, что он хотел опередить ход жизни, взять успех с боя. Отец был прав, когда предостерегал его, что нельзя в один день стать великим человеком. Как бы блестящей не были его способности, он сознавал, что оказывался ребенком в те минуты, когда думал, что действует как вождь. Неспособный еще сам руководить, он должен был выбрать себе подходящих союзников, и вот в выборе их он и ошибся. Надо изучить людей, а особенно надо научиться обходиться без них, но для этого надо было ждать. Терпение первое добродетель, которое надо было приобрести. Терпение присуще ему в мелочах, но надо превратить минуты в годы. Это трудно, но это необходимо. Что еще? Он слишком много говорил, слишком рано привлек к себе внимание соперников. Надо научиться молчаливому умению хранить тайны, бесстрастию. Надо приобрести изысканное вежливое высокомерие. Трудная комбинация, но она удерживает любопытных на почтительном расстоянии. Пока легкомыслие должно, может быть, остаться временной маской. Читать Ретт, Соляр, Фуко, которые являются хорошими учителями в этой области. Читать и перечитывать все, что касается Наполеона. И никаких излияний даже самым близким людям. Если после того он переходил к ревизии своих финансовых дел, то положение тут было еще менее блестящим. Виллиан Грей доставил 200 фунтов на Дирейли, употребил их на то, чтобы оплатить Муррею брошюры о рудниках, которые разорившийся Полуэльс не мог оплатить. Он не должен был этой суммы, но было особое кокетство в том, чтобы, будучи без денег, быть великолепно щедрым. Долги на бирже были улажены частью сбережениями его сотоварища Клерка Эванса, частью и при том значительно большей займами, произведенными у ростовщиков. Эти последние гнались за ним по пятам, как только он появлялся в Лондоне. Он их не боялся, напротив, ему даже нравилось заходить к ним. С маской деланной невинности на юном лице он начинал разговор с невероятных неловкостей, затем внезапно вывертывался от них ловким юридическим выпадом. Откровенно говоря, он даже благодарен был своим кредиторам за то, что они уносили некоторое разнообразие в его довольно монотонную жизнь. Впрочем, он решил выплатить все до последнего пенни. Как? Он еще ничего не знал, но не сомневался в том, что ему это удастся. Сара помогала ему сохранять веру в себя. Перед ней он не стеснялся фраз, полных такой наивной гордости, что их не перенес бы спокойно ни один собеседник. Но Сара, не теряя бесстрастия, принимала их как символ веры. Ему нравилось бродить вместе с ней по прекрасным окрестностям, окружавшим их новый дом. Его восхищал Бэденхэмский парк. Из окна своей комнаты он видел широкие лужайки, окремленные буками. Этот большой дом с барским въездом удовлетворял в нем какую-то несознанную потребность. Приезжая в Лондон, он встречался с кой с кем из друзей. По переписке он свел знакомство с молодым писателем своим ровесником Эдуардом Лейтом Бульвером, который вскоре после выхода Вивиана Грея еще с большим успехом дебютировал романом Пельгем. Бульвер, как и Дизраэли, жил и писал как Дэнди. Он был женат на прихорошенькой женщине, не имея никаких средств, вел роскошный образ жизни и принимал друзей в своем прекрасном доме на Гэтфорд-стрит. Приглашенный Бульвером Дизраэли явился в зеленых бархатных панталонах канареечного цвета жилете с кружевными манжетами и в туфлях с пряжками. Его внешность многих обеспокоила вначале, но, когда вставали из-за стола, все приглашенные уже были согласны с тем, что самым остроумным собеседником за завтраком был человек в желтом жилете. Бенджамин со времени обеда Фумурре сделал большие успехи в области светских разговоров. Верный своему методу он отмечал этапы. Не говорить слишком много для начала, но если вы начали говорить, то вполне владейте собой. Говорите сдержанным голосом и всегда смотрите на лицо, с которым разговариваете. Прежде чем быть в состоянии принять с некоторым успехом участие в общем разговоре, надо овладеть некоторыми незначительными, но занимательными сюжетами. Это нетрудно, если наблюдать и прислушиваться. Никогда не спорьте. Если кто-либо из собеседников не согласен с вами, сделайте поклон в его сторону и заговорите о чем-либо другом. Никогда не думайте о чем-нибудь в свете. Будьте всегда насторожены, начекуя, иначе вы пропустите удобный случай или наделаете неловкости. Разговаривайте с женщинами столько, сколько хватит сил. Это лучший способ научиться говорить легко, потому что вам не надо обращать внимание на то, что вы говорите. Ничего нет полезнее для молодого человека, вступающего в жизнь, как если его слегка критикуют женщины. В семействе Бульвера он научился также тому, что представляет собой семейная жизнь литератора. Бульвер был влюбленным женихом. Он стал пренеприятным мужем, который сердился, как только жена появлялась в его заваленной бумагой берлоги. Прелестная мистерис Бульвера была небогатая и чета жила на заработок романиста, потому-то ему и приходилось много писать и работать сверх сил. Благодаря этому он был нервен и раздражителен, особенно с женой. По вечерам, чтобы отдохнуть и освежить голову, ему надо было видеть собратьев по профессии, и друзей. Он приглашал их к себе или уходил из дома. Удивительно, говорил мистерис Бульвер, просто удивительно, как меня наскучили писатели. Ее интересовали только собаки. Она звала мужа Пупс, а он ее Пудль. Все это, однако, не заполняло жизни. Бензамен Дизраили, человек романтический, но методичный, отметил в своем дневнике, что браки по любви могут быть гибельны для любви. Сам он работал в деревне. Деля день между лесом и своей комнатой, он написал два сатирических романа в духе Свихта или Лукиана и романа с светской жизнью юный герцог. Это заглавие несколько шокировало мистера Дизраили, который заметил Саре, юный герцог. Но что Бен знает о герцогах? Сара резко отчитала отца. В действительности, Бен ровно ничего не знал о герцогах, но им доставляло удовольствие описывать царственно роскошные приемы толпы лакеев пурпуровых с серебром ливреях, столы, уставленные золотой посудой, бриллиантовое ожерелье на шеях женщин, играющие темными огнями наследственные сапфиры и рубины, изысканные меню, полоски, наполненные апельсинами и лимонами из оранжерей молодого герцога, овсянок, особенно овсянок, так как это миниатюрная птичка, вдохновила Беннона целую поэму в прозе, что за вкус такой странный, божественный, еще одну, ах, последуйте моему примеру, прошу вас, открывается рай, ах, если б я мог умереть под звуки нежной музыки, кушая овсянку. Было принято, чтобы Дэнди был лакомкой. Это было еще одно надуманное проявление легкомыслия. Кольбурн купил рукопись юного герцога за пятьсот фунтов. Этой суммой удалось на время утихомирить ростовщиков. Успех книги был невелик, но Сара писала, чтение твоей книги вознаградило меня за долгие месяцы ожидания. Это скажет тебе все, и ты знаешь, что сердце мое бьет столько для твоей славы. Всюду, где мы бываем, у всех твоя книга в руках, и ее осыпают похвалами. Но я знаю, что ты не слишком ценишь успех среди родственников. Это было на самом деле одно из последних открытий Бенджамена. Он понял, какую абсолютно малую ценность представляет признание в кругу своей семьи. Но за отсутствием чего-либо другого он принимал и это. Иногда он заходил в парламент и слушал там ораторов. Он судил их без всякого снисхождения. Мистер Пиль делает успехи, но у него нет стиля. Я слышал Каннинга, это был великий оратор, но во всем том, что он говорил, было всегда слишком много общих мест. В палате лордов я восхищаюсь герцогом. В нем есть какая-то угрюмая наивность в духе Монтейня. Это ново, странно и производит впечатление. Одно мне ясно, но это два совершенно различных стиля для палаты общин и для палаты лордов. Если у меня хватит времени, то я в течение своей карьеры дам образцы обоих. В нижней палате образцом должен быть для меня Дон Жуан в верхний потерянный рай. Сходя с трибун, он, взволнованный и мечтательный, старался вообразить себе, каково будет в один прекрасный день его собственное красноречие. Он мысленно слышал свои неотразимые аргументы, блестящее освещение деталей, тон особенно саркастической и полной горечи, который будет сжечь как саму блестки остроумия, которые засверкают внезапно, как удары сабель, волны юмора, которые потопят и растворят тягучие и вялые речи деревенских джентльменов. Наконец наступит неотразимое заключение, которое вызовет долгие аплодисменты всех партий. Он приходил в себя на оживленной шумной улице, по мостовой весело бежали лошади, равнодушные прохожие задевали его, для каждого из этих англичан Дизраэли было только странное имя неведомого человека. Глава шестая Паломничество В 25 лет трудно обречь себя на полное одиночество. Надо было подумать о блестящем возвращении в лондонское общество. Как это сделать? После долгих размышлений Дизраэли пришел к убеждению, что по многим причинам ему следует прежде всего предпринять большое путешествие. Люди больших городов очень забывчивы. После нескольких месяцев отсутствия кто вспомнит о неудаче с журналом или о скандале с романом? Муррей и тот успокоится. Лорд Байрон ввел в моду поэмы, посвященные путешествиям, эпизоды которых связаны с этапами жизни самого автора, пример которому вполне можно последовать. В таких поэмах человек пользуется престижем виденных им стран. Наконец Дезраэли чувствовал потребность погрузиться в страну, откуда вышли его предки. Еврейское происхождение было тяжелым препятствием в его карьере, но может быть в нем же была его сила. Во всяком случае было необходимо разобраться во всем этом. Поэтому Тонн решил не следовать обычному маршруту Франция, Швейцария и Италия, но отправиться непосредственно в Испанию, где долго жили его предки, потом через Средиземное море, Грецию и Турцию совершить паломничество в Иерусалим. Самым трудным оказалось получить разрешение от отца, которого шокировала мысль о двухлетнем путешествии сына. Но старика осаждали со всех сторон. Сара обручилась с молодым англичанином, другом Бенжамена, юным Вильямом Мередитом, который тоже хотел до свадьбы совершить большое путешествие и собирался сопровождать Бена. Мистер Дезраэли, предпочитавший мир победы, уступил, и в конце июня 1830 года молодые люди отправились. Дезраэли был взволнован. Он любил Брэденхэм, старого джентльмена в бархатной шапочке, немного нелепую болтовню матери, долгие издушевные разговоры с Сарой, почтительное восхищение обоих младших братьев Ральфа и Джима. Зачем покидать этот прелестный приют? Что ждет его в обширном мире, как встретят его англичане Гибралтар, Мальты, более англичане, чем англичане Лондона? Он сознавал свою чувствительность и легко уязвимое самолюбие. Он овладел собой авантюры для авантюристов. Начиная от Гибралтара, первого этапа его путешествия, он начал удивлять молодых офицеров разнообразием своих запонок и рассчитанной экстравагантностью своих словечек. Он был первым путешественником, который кичился тем, что у него была утренняя и вечерняя тросточка. Он менял их с необыкновенной точностью, как только наступал полдень. Впрочем, все это делалось по системе и с усмешкой над самим собой. Испания понравилась ему. Белые дома, зеленые шторы, фигарона каждой улицы, разина на каждом балконе. При посещении Альгамбры он уселся на трон об Энсераже и с таким видом, что старая сторожиха спросила его не потомок ли он Мавров. «Это был мой дворец», ответил он. Она поверила. В Мальте следующая остановка появился соперник. То был англичанин Джемс Клей, который побеждал весь гарнизон в игре в ракетку, принца Пинятелли на бильярде и русское посольство Векарте. Человек бесспорно замечательный, но можно было бороться с ним и другим оружием. «Чтобы управлять людьми», писал Бен отцу, «надо или побеждать их на их же поприще или презирать их. Клей делает первое, я второе, и мы оба одинаково популярны. Напыщенность, пожалуй, производит даже большее впечатление, чем ум. Вчера, когда я наблюдал за игрой в ракетку, к моим ногам упал мячик. Я поднял его и, заметив необыкновенно чопорного молодого офицера, смиренно попросил его перекинуть мяч игрокам, так как я никогда в жизни не бросал мяча. Этот инцидент был сегодня повсюду предметом разговора. Мистер Дезраили покачал головой, почему его сын такой простой и естественный дома делался в обществе таким фатом. В действительности, Бенджамен стал настолько всем в Мальте противен, что общество офицеров перестало приглашать этого проклятого еврея-хвостунишку. Его это нисколько не огорчило, и он отправился по городу делать визиты, нарядившись в андалузскую расшитую куртку и в белые шаровары с поясом всех цветов радуги. Половина города шла за ним следом, и почти на целый день затихла деловая жизнь. В таком виде он рискал явиться к губернатору, важному и холодному человеку, который при виде его расхохотался и принял очень богосклонно. Англичане, даже самые серьезные, любят экстравагантность и запасение скуки, такой могущественный среди них. Дезраильи уехал из Мальты, одетый греческим пиратом, в кроваво-красной рубашке с большими, как шиллинги, серебряными пуговицами, с пистолетами и кинжалами за поясом, в красной феске, красных туфлях и широких, ярко-синих шароварах, обшитых лентами и вышивками. Новая победа! Знаменитый Джемс Клей сопровождал его. С собой они увозили в качестве слуги Тито, прежнего гондольера лорда Байрона, восхитительного венецианца, который вербовал для поэта красивых девушек и зарезал для него двух или трех мужчин. После смерти Байрона он во главе полка албанцев сражался за греков, потом, сам не зная как, очутился в Мальте в большой нищете. Дезраильи буквально влюбился в турок, начал носить турбан, стал курить длинную шесть футов трубку и целые дни проводил, развалившись на диване. Такая лень и любовь к роскоши гармонировали с беспечной и меланхоличной стороной его характера, которым западная активность помешала развиться, но не могла их совершенно убить. Махмед Паша сказал ему, что он не настоящий англичанин, если способен так медлительно двигаться. Он полюбил толкотню восточных улиц, пестроту типов и костюмов, яркость красок, зов Муйдина, дикие звуки барабана, возвещавшие приближение каравана, декоративную торжественность верблюдов, вслед за которыми разбиваются бурнусы арабов. Он чувствовал, что в этой обстановке утихает его чистолюбие. Мир внезапно предстал ему в более глубоком и призрачном облике. Было такое ощущение, точно человек окунулся в феерию или в сказочный мир тысячи и одной ночи. Впечатления стали более суровыми и значительными, когда, пересекши Сирию, он приближался к Иерусалиму. Без всяких усилий его настроение слилось с этими пустынными выезженными солнцем местами. Он встретился с некоторыми племенами кочевников, шейхи приветствовали его и приняли его в свои палатки. Их благородная простота, совершеннейшая изысканность их манер, природная вежливость восхищали его. Он с живой радостью представлял себе, что его предки три тысячи, шесть тысяч лет тому назад были такими же вельможами пустыни. Могла ли какая-нибудь английская фамилия похвалиться такой вековой культурой? Он пересек унывое плоскогорье, ни ручейка, ни травинки, ни птиц, только то там, то здесь вырисовывались на жгучем синем небе скрюченные силуэты оливковых деревьев. Почти неожиданно он казался на краю мрачного обрыва. Наверху противоположного гребня вырисовывались суровые каменные груды города, окруженного зубчатыми стенами, над которыми местами возвышались башни. Окружающий пейзаж был до ужаса скуден. Этот город был Иерусалим, возвышенность, на которой находился юный пилигрим, была Елеонская гора. В Иерусалиме он прожил самые волнующие дни своей жизни. Его экзальтация не знала меры. Он ходил на поклонение гробу Господню, он любил представлять себя Христа как молодого израильского князя, он не понимал, как еврей может не быть христианином. Это значило остановиться на полпути и отказаться от славы нации, из недок которой произошел спаситель мира. Он долго размышлял, стоя перед гробницами царей израильских. Еще ребенком он был захвачен историей одного юного еврея, Давида Аль-Руи, который в 13 веке захотел освободить свой народ от власти турок. В те времена евреи, хотя и подпали под иноземное владычество, избирали еще сами своего правителя, носившего полный бланхолии титул князя пленения. Аль-Руи был одним из таких князей. А сам он Бенджамен Дизраили, сын того же народа, изгнанник в нежно любимой стране, не мог ли он стать тоже князем пленения? Здесь, в этом узком дворе, высеченном скале перед полуоткрытыми гробницами, он дал себе слово написать историю Аль-Руи и на следующий же день начал ее. Он покинул Палестину, чтобы в Египте догнать опередившего его будущего зятя. Только что Дизраили приехал, как Мередит, заразившись оспой, через несколько дней умер. Обратное путешествие было оморчено мыслью о горе Сарры. На пароходе он заперся один в каюте и работал. Он вез с собой наброски двух книг. Одна была Аль-Руи, его роман, посвященный истории еврейства, другая Конторини Флеминг, так же, как и Вивиан Грей, была историей жизни молодого человека. Вивиан Грей отразил политическое честолюбие своего автора. Конторини Флеминг изображал молодого поэта, каким иногда мечтал стать Дизраили. Он был доволен последней книгой. «Я всегда буду считать эту книгу», писал он, одним из лучших достижений английской прозы и ее шедевром. Роман этот не был шедевром. Как и Вивиан Грей, он начинался блестяще, потом запутывался в дебрях. Весь во власти своей собственной жизненной авантюры Дизраили в своих романах срывался так же, как и в своей деятельности. Но, как и он сам, Конторини не терял веры в будущее. Я верю в судьбу, которой поклонялись древние. Современное благосостояние породило в душе человека дух скептицизма. Но я думаю, что в недалеком будущем наука вновь станет интуитивной, и что по мере того, как мы будем делаться глубже, мы будем возвращаться к вере. Судьба — это наша воля, а наша воля — природа. Все тайно, но только раб может отказаться от стремления проникнуть в тайну. Таково было восприятие мира, вынесенное Дизраили из его поездки на восток. Он увидел несметное разнообразие народов, множественность интересов, он понял, как трудно узнать их, предвидеть, разобраться в них. Все тайно, но он понял также, что, несмотря на бешеные удары волн, твердая рука может управлять ладьей. Еще он понял, что Бенджамин Дизраили после тяжелого переезда приведет свою ладью к желанным берегам, лишь бы только достало у него смелости и твердости. В Брэденхэм он вернулся в октябре. Уже осыпались листья буков, мистер Дизраили постарел, его утомленное беспрестанным чтением зрение слабело. Прекрасные и мечтательные глаза казались померкшими. Сара, угрюмая и печальная, сказала брату, что никогда не выйдет замуж и ему одному посвятит свою жизнь. Только присутствие удивительного Тито несколько развлекало всех. Привезя его с собой, Дизраили очень им тяготился теперь. Но его отец был не из тех, кто мог оставить в нужде гондольера лорда Байрона. Он придумал для него какую-то не слишком определенную должность. Гигант-венецианец с длинными усами, принявший последний вздох умиравшего поэта и слышавший его последние слова Августа Ада, без особого удивления, не утратив нисколько своего южного добродушия, поселился под сенью английского парка. Глава седьмая Доктрины Эпиграф Труба паровоза, а не изображение королевы Виктории, должна была бы быть выгравирована на монетах ее царствования. Осборд Ситуэлл Во время всего своего путешествия Дезраэли он решил теперь уничтожить частичку Д, придававшую его фамилии иностранный оттенок, много думал о жизни, об опыте прошлых лет, о своем будущем. Чем больше он размышлял, тем больше убеждался в том, что только блестящая карьера государственного деятеля даст ему настоящее счастье. Когда-то, когда он спрашивал себя, какую избрать дорогу, он прибавлял писать, действовать. Теперь он знал, что литературная слава не утолит его честолюбие. Поэзия предохранительный клапан моего честолюбия, но я хочу воплощать в жизнь то, о чем пишу. И так никаких колебаний, путь намечен, он хочет стать членом парламента. Это было, однако, очень трудно. Избирательная система, созданная когда-то в интересах аристократии, давала возможность молодому человеку знатного происхождения в день своего совершеннолетия стать членом парламента. Для таких же, как Бенджамин Дизраэли, было почти немыслимо попасть в парламент. Проблема, которую ставил себя в октябре 1831 года нетерпеливый молодой человек, была для него почти неразрешима. И вот почему. Надо было прежде всего различать депутатов графств от депутатов городов. Первые избирались мелкими арендаторами землевладельцами, имевшими не менее 40 шиллингов дохода и собиравшимися для голосования в одном определенном для всего грабства месте. Кандидат должен был не только, как и везде, купить голоса избирателей, он должен был перевезти их, устроить им помещение, кормить их. Не мешало также воздействовать на враждебно настроенных избирателей присутствием вооруженных отрядов, которые не давали бы им подходить к эстраде, где голосовали открыто. Все это стоило больших денег. В 1827 году на приобретение двух депутатских мест от Йоркшира было израсходовано свыше 500 тысяч фунтов. Какой-нибудь дезрэйли, богатый только долгами, не мог оплатить честь и стать депутатом от графства. Депутатами от графств были почти исключительно богатые вельможи, пользовавшиеся привилегией носить шпоры в зале заседаний. Особая воинственная элегантность, в высшей степени желанная, но, увы, недосягаемая. Об этом нечего было и думать. Едва ли легче было депутанту незнатного происхождения стать депутатом от какого-либо города. Не все города имели своих представителей в парламенте. Те же, которые пользовались этим правом, были выбраны совершенно произвольно. При чудорах королевская власть наградила этим правом верные ей города, при стюартах эта привилегия была сильно урезана и список внезапно закрылся. Таким образом, большие и богатые города были лишены представителей, в то время как еле влачившие жалкое существование так называемые гнилые местечки избирали своего депутата. Были города, где избирательным правом пользовались только некоторые домовладельцы. Подкупив эти несколько семей, местный вельможа обеспечивал себе все голоса. В других избирателями были все те, кто мог варить себе горячее. В-третьих, избирали мэры корпорации, то есть 15-20 человек, не более. В Эдинбурге, огромном уже в те времена городе был только 31 избиратель. Шеридан, кандидат от города Стаффорда, писал в своей приходорасходной книге 248 горожан по 5,5 фунтов 1302 фунта. Богатый на боб, наживший в Индии громадное состояние, при помощи геней боролся против местного богача-землевладельца. Можно ли, говорил лорд Лэндстоун, порицать какого-нибудь медника, имеющего шестерых детей, которому предлагают за его голос 600 фунтов. Многие стряпчие занимались тем, что объединяли избирателей в синдикаты, отправлялись в Лондон, чтобы продать вместо в парламенте той партии, которая окажется наиболее щедрой. Эти так называемые открытые города были открыты только для денег. Что же касается закрытых местечек, то они являлись как бы уделом местного помещика, и всякая борьба за депутатское место здесь была невозможна. Владелец распоряжался им в пользу сына или племянника. Родовитые семьи консерваторов или либералов также имели в запасе по несколько карманных местечек для распределения между молодыми членами партии, которым надо было облегчить их политические дебюты. Наконец, министерство имело в своем распоряжении несколько округов, где только принадлежащее государству недвижимая собственность пользовалась правом голоса. В других же она скупала голоса избирателей путем каких-либо льгот или раздачей дружностей. Присоединив эти так называемые казначейские округа к тем, которыми распоряжались влиятельные консерваторы, можно было с уверенностью сказать, что две трети палаты общин без всякой борьбы назначались министерством. Поэтому ничего удивительного не было в том, что в продолжении сорока лет Тори стояли у власти и трудно было представить себе, кто и как мог их лишить ее. Впрочем, начиная с 1815 года, в стране нарастало недовольство. Мир, открывший иноземным купцам доступ в Англию, повлек за собой промышленный кризис, разорение ремесленников и понижение заработной платы. Население городов обвиняло во все растущей дороговизне жизненных припасов консервативное министерство, являвшееся представителем мелких землевладельцев и поддерживавшее поэтому протекционистские хлебные законы. Особенную же вину в народных бедствиях возлагали на существовавшую избирательную систему. Виги сумели основать на этом недовольстве свою предвыборную платформу и стали во главе движения, требовавшего расширения избирательных прав. Правда, им можно было бы возразить, что в те времена, когда они были у власти, они систему карманных и гнилых местечек считали прекраснейшей избирательной системой. Но избирательная реформа была сейчас в моде, в ней видели спасение от всех бед. Все молодые девицы, говорил Сидней Смит, думают, что как только пройдет новый закон, они немедленно выйдут замуж, школьники ждут, что отменятся латинские глаголы и подешевеют сладкие пирожки, капралы и сержанты уверены в увеличении окладов, плохие поэты рассчитывают, что начнут читать их поэмы, а дураки будут разочарованы, как, впрочем, всегда и везде. Ко времени возвращения Дезраэля из путешествия движения в пользу реформ дошло до открытых волнений. Легко было предвидеть, что правительство будет вынуждено произвести перевыборы. Был как раз подходящий момент, чтобы добиться избрания. Но как и где? Правда, было местечко Вайкомп, расположенное по соседству с Брэденхэмом, где у семьи Дезраэля были друзья, апостовщики, но Вайкомп был карманным местечком их соседа лорда Карингтона, который едва ли благосклонно отнесется к новому кандидату. И к тому же, под какой политической фирмой следовало явиться этому кандидату? Дезраэли в юношестве много читал и изучал историю происхождения обеих крупных партий, оспаривавших друг у друга власть. Это происходило во времена революции 1688 года, свергшей владычество Стюартов, когда враги династии, знатные вельможи, завидовавшие королевской власти или шотландские пуритане, враждебно настроенные господствующей церкви, получили ироническое прозвище Бигов, сокращение от слова Вигаморы, группа крестьян, восставших на западе Шотландии. Прозвище обозначало, следовательно, мятежников, врагов короля. Сторонники короля, в свою очередь, получили от своих противников пуритан кличку Тори, так назывались в Ирландии разбойники. Примененная к сторонникам короля, эта кличка обозначала, что они являются никем иным, как папистами, столь же презренными, как ирландцы. Как случается часто, оба, принятые с гордостью прозвища, постепенно стали боевыми кличками. С династии Стюартов исчезло то, что реально разделяло обе партии. На партии переживают то, чему они первоначально служили. В некоторых знатных семьях, происходящих от предков-мятежников, сохранились традиции вигов, то есть традиции независимости, оппозиции, королевской власти, союза с диссидентскими религиозными сектами, часто также традиции искреннего либерализма. В то же время подавляющая масса мелкопоместного земельного дворянства оставалась верна партии тори-консерваторов, преданных королю и господствующей церкви. Французская революция, затем наполеоновские войны, тесно связавшие в представлении английского народа идеи либерализма и гильотины, на долгий срок передали власть в руки консервативной партии. До 1815 года виги не пользовались никаким влиянием. Потом мир вновь разбудил способность критически мыслить, а вместе с тем породил промышленный кризис и недовольство, и партия, требовавшая реформы, начала крепнуть. До 1830 года популярность вигов постепенно возрастала. Со временем июльской революции во Франции она стала неотразимой. Герцог Веллингтон, лидер консерваторов и после Ватерлоу любимый герой английского народа видел, как лондонские толпы бросали камни в его окна. Популярная легенда обвиняла старого воина в сообщничестве с Полиньяком и подозревала его в желании произвести государственный переворот. В Лондоне, в Бирмингеме были подняты трехцветные знамена. В деревнях крестьяне сжигали скирды вельмож, 10 тысяч рабочих осаждали Сент-Джемский дворец. Английские епископы в палате лордов, голосовавшие против реформы, были освистаны и не решались больше показываться на улицах. Маленький лорд Джон Рессл, лидер фигов реформистов, был кумиром народа. С восхищением повторяли его фразу, когда меня спрашивают, дорос ли тот или другой народ до свободы, я отвечаю, а есть ли в мире человек, доросший до того, чтобы быть тираном. Когда он проезжал где-нибудь, целые селения выстраивались шеренгами, чтобы приветствовать его. Словом, если разобраться во всем, то казалось, что каждому кандидату в парламент в 1832 году было выгодно стать вигом. Но семейство Дизраили было издавна приверженцами консерваторов. В прошлом Тори были сторонниками стюартов, столь любезных сердцу мистера Исаака Дизраили. Он всегда внушал сыну, что виги были только олигархами, взбунтовавшимися против мученика-короля. К тому же молодой Дизраили не склонен был умиляться либерализмом вигов. Ему казалось, что в новом законе об избирательном праве все очень искусно подстроено, чтобы дать право голоса классу торгашей, промышленников, холодных, расчетливых людей, естественных сторонников вигов в их борьбе против консервативных землетлодельцев. Меньше всего, думал он, заботились о том, чтобы услышать голос подлинного народа. Ему не нравился этот союз циничных вельмож и алчных промышленников. Модной среди вигов и их союзников доктриной был утилитаризм, порожденный своего рода антиромантической реакцией в средних классах. Эти классы слишком хорошо видели, к чему приводят поэзия и чувства, какие беспорядки мог произвести во Франции Руссо, какой скандал мог вызвать Байрон. Изобретение паровой машины, механических станков, чудесное развитие железных дорог и английских рудников внушили им страстную веру в материальный прогресс. Новая наука, политическая экономия научила их тому, что отношения между людьми не являются моральными отношениями, долгом, но управляются столь же точными и неизбежными законами, как закон падения тел или движения небесных светил. Закон спроса и предложения стал их Евангелием, локомотив их божеством, а Манчестер их священным городом. Дизраэли, певец громадных парков, цветущих садов и сверкающих домов, ненавидел этот запах угля. Политическая экономия для него была скучна. Он не хотел верить тому, что люди, живые люди с выразительными лицами, его герои, Рец, Наполеон, Лайола, были осуждены на то, чтобы соединяться подобно атомам с целью производить возможно более дешевые хлопчатобумажные ткани в возможно более о богатой стране. К тому же, приняли ли бы его к себе виги? Их либерализм не простирался до выбора их друзей, и любовь к свободе была для них монополией рода. Можно было в случае необходимости и сделать цитори, но надо было родиться вигом. Государство, управляемое вигами, это думал Дизраэли весь полный еще венецианскими историями, король, преображенный в дожи и сопутствуемый Советом Десяти. Может быть, надо было примкнуть к консерваторам, но не значило ли это в 20 лет усвоить устарелые воззрения, подчиниться лидерам, которым толпа шикала на всех перекрестках, принять на себя тяжесть обвинения за ошибки, совершенные в течение 50 лет, осудить себя на отказ от всяких реформ, даже самых благоразумных. Не лучше ли было бы, следуя примеру Бульвара, присоединиться к радикалам и опередив вигов быть готовым к тому, чтобы бороться с ними и их же оружием. Вик, Тори, радикал, ах, как труден выбор. Самое простое было бы добиться депутатского места через какой-нибудь доброжелательного вельможу. Это не было невозможно, но для этого необходимо было, чтобы его узнали те, кто распоряжался этими местами, и прежде всего проникнуть в политические круги. Политические же круги в Англии 1831 года смешивались в одно с высшим светом. Дорога в парламент шла через салоны. Там надо было понравиться. Там надо было встречаться на обедах с герцогом Веллингтоном, с сэром Робертом Пилем, лидерами Тори, с лордом Мельбурном и лордом Джоном Ресселем, вождями вигов, с лордом Дергамом, вождем радикалов. Вокруг обеденного стола, среди хрусталя, отражающего нежные отблески света, среди прелестных женщин, оживляющих улыбками деловые разговоры. Вот где надо было встречаться с теми, кто держит в своих руках власть. И так еще немного легкомыслие для того, чтобы завоевать право быть серьезным. Глава восьмая. Лондон покорен. Эпиграф. Оказалось, что я очень ловок, о чем я не подозревал до сих пор. Из письма Дезраэли. Отсутствие сделало свое дело. Теперь в Лондоне ничего не знали о молодом Дезраэли, кроме того, что он талантлив, красив, одет с забавной причудливостью, что он недавно вернулся с Востока и может рассказать о нем немало любопытного. Не доставало только первого приглашения, чтобы посыпались другие, нужные и лестные. Оно было получено, как следовало ожидать, от Эдуарда Бульвера. Бульвер, такой же честолюбец, как и Дезраэли, но имевший большое преимущество, знатное происхождение, шагнул за эти два года дальше своего друга. В прежнее время, когда они издавали один Бивиана Грея, другой Пельгем, они, казалось, начинали карьеру с равными шансами на успех. Но Бульвер лучше распорядился своей юной славой. В апреле 1831 года он прошел в парламент, где стал заседать на стороне крайних радикалов. Книги его завоевали популярность, он сделался редактором крупного журнала. Но за внушительным положением скрывались большие домашние неурядицы. Успех был достигнут невероятным трудом, и в жертву было принесено все главным образом мистерис Бульвер. Бедная Пудрель чувствовала, что навсегда теряет своего пупса. Когда они оставались вдвоем, а это случалось нечасто, она начинала жаловаться. Впрочем, на вид брак казался дружным. Через несколько недель после приезда Дезраэли получил от Бульвера письмо. Мой дорогой Дезраэли, писал он, если мне не удалось первым приветствовать ваше счастливое возвращение, то позвольте мне сделать это не совсем последним. Я узнал о вашем приезде от нашего общего друга и издателя Кольборна. Знаете, молодой Дезраэли опять здесь, сказал он мне. Не даст ли он нам легкую и интересную статью о своем путешествии? Мы с вами еще поговорим об этом. Сегодня утром мистерис Бульвер, выражаясь языком благовоспитанных людей, подарила мне сына. Следовательно, у меня есть предлог извиниться за мое короткое письмо, но прошу вас написать мне и сообщить, как вы живете. Несколько недель спустя Дезраэли нанял себе холостую квартиру на Дьюк-стрит. Сара, зная, что брат не может жить без цветов, послала ему из Брэденхэма несколько горшков герани с любовью выращенных. Вскоре он обедал у Бульверов. Дом и стол блистали величественной и нелепой роскошью. На коленях у мистерис Бульвер, красивой и нарядной, как никогда, сидела собачка, не больше райской птицы и почти такая же ослепительная. Шампанское пили из бокалов в форме чаш. Дезраэли никогда не видал ничего подобного и все это показалось ему необыкновенно утонченным. Общество было достойно убранства. Блестящие имена, блестящие красавицы, блестящие таланты. Больше всего любовался Дезраэли очаровательный мистерис Нортон, одной из внучек Шеридана и графом Альфредом Дорсей, только что приехавшим в Лондон и уже завоевавшим славу законодателя лондонских дэнди. Совершенно исключительный случай для француза. Многие дамы потребовали, чтобы им был представлен автор молодого герцога и Вивиана Грея. Особенно настойчива была одна, мистерис Вайнхем-Льюис. Эта маленькая хорошенькая женщина, рассказывает Дезраэли, любящая пофлиртовать и страшно болтливая, причем ее болтливость нечто непревзойденное и совершенно не поддается описанию. Она заявила мне, что любит меланхоличных и молчаливых мужчин. Я ответил, что нисколько в этом не сомневаюсь. Он добился приглашения к мистерис Нортон. Дезраэли ей понравился. Он говорил немного, но блестяще, а она как раз искала интересных собеседников. У англичан того времени была привычка в каждой фразе заменять сказуемое жестом. Изысканная и совершенная речь молодого человека выделялась среди этого модного лепетания. Он явился к Каролине Нортон в черном бархатном фраке, в темно-красных расшитых золотом панталонах, валом жилете, сверкая кольцами поверх лайковых перчаток. Нортон занимали в сторой гетт такую маленькую квартирку, что в гостиной почти ничего не помещалось, кроме большого дивана. Белые муслиновые занавески цветами балкон. С этого балкона Каролина Нортон каждое утро приветствовала своего знаменитого друга лорда Мельбурна, проходившего мимо в парламент. Рассказывали, что сам Нортон смотрел сквозь пальцы на их сентиментальную дружбу, так как считал ее выгодной. Крохотная гостиная была битком набита политическими деятелями, знаменитыми писателями и в полном смысле слова озарялась необычайной красотой внучек Шеридана. В одном из кресел сидела их мать, о которой говорили, что она все еще красивее всех женщин в мире, если не считать ее дочерей. Их было три. Хозяйка дома Мистерис Нортон, Мистерис Блэквуд и самая прекрасная из них леди Джорджина Сеймур, затмевавшая красотой даже сестер. У Мистерис Нортон были черные волосы, уложенные косами вокруг головы, прекрасный греческий профиль, если в разговоре ее затрагивала какая-нибудь фраза, внезапно розовое пламя смешивалось с чуть оливковым тоном лица, олело одно мгновение и потом исчезало. Глаза и губы были ослепительны, словно драгоценные камни, алмазы, рубины, сапфиры. Леди Сеймур была совсем в другом роде. Лицо у нее было бледное, перламутровое, глаза сияли мягким блеском, как водоем и при лунном свете. Когда кто-нибудь говорил мистерис Нортон о том, какое впечатление производят все эти красавицы, она оглядывала снежной и ясной улыбкой миниатюрную гостиную и свою блестящую родню, а потом отвечала «Да, пожалуй, мы недурно выглядим». Беседа с мистерис Нортон совсем очаровала Дизраэлей. У нее была восхитительная манера говорить о каком-нибудь вздоре, скромно опуская длинные и густые ресницы. «Вчера обедал мистерис Нортон», пишет он Саре. «Были именины старшего брата, который, сказала она, один только солидный человек из всей нашей семьи, да и то потому, что у него болезнь печени». Сестра мистерис Блэквуд тоже очень хороша и вся в Шериданов. Она сказала мне, что ничего собой не представляет, потому что, видите ли, Джорджина красавица, Кэрри умница, а я должна была бы быть воплощенная доброта, но у меня к этому нет никаких способностей». Должен сознаться, что она мне бесконечно понравилась. Кроме того, она знает наизусть все мои книги и может повторять целые страницы из Бевиана Грея и молодого герцога. Три грации из семьи Шеридана внесли многое очарования в жизнь молодого писателя. Все три они были вполне свободны. Мистерис Нортон в восторге, что избавилась от невыносимого мужа, с удовольствием позволяла Дезраэли сопровождать ее в театры на балы. Ему тоже нравилось появляться с ней. Лондон того времени был похож на картины «Ватто». Обеды, балы, пикники на реке, Дезраэли поспевал всюду. Он успел позабавить, привлекал красивых женщин, только что вернулся из путешествия, его стали приглашать. Я легко пробиваю себе дорогу в самые изысканные гостиные, где не завидуют и не хитрят, но любят восхищаться и повеселиться. Стол Диззи, так прозвал его Майфер, был завален завидными приглашениями. Было приятно принимать их. В обществе этих блестящих, остроумных, приветливых людей он чувствовал себя гораздо больше на своем месте, чем среди мещанской обстановки своего детства. Он восхищался непринужденной и смелой грацией женщины молодых лордов. Все они были воплощением его грез. Белокурые юноши, ослепительные и великолепные англичане и прекрасные породистые англичанки. Ему нравилась роскошь особняков, красота цветов, блеск женщин. Его черствая гордость таяла, таяла хотя бы с виду. Он становился доверчив, вжил в лихорадке радости. «Хотелось бы мне», писал ему отец, «чтобы ты смог написать письмо поспокойней». Но Бен был не способен писать спокойные письма, его опьяняла красота жизни. Интерес к истории толкал его в общество стариков. Одним из его лучших друзей была старая леди Корк, устраившая у себя приемы каждый вечер, несмотря на свои восемьдесят семь лет. Это была самая миловидная и самая веселая из всех старушек. Герои и героини ее юности, зрелости, старости, фавориты, военные поэты все уже исчезли. Она успела повидать революции во всех странах света, помнила то время, когда город Брайтон был рыбацкой гаванью, а Манчестер деревней, но она оставалась все той же любопытной, веселой, жадной до развлечений и до всего нового. Найдя, что молодой Дезраэли умен и любознателен, она помогла ему своей всемогущей протекцией. Послушай хорошенькую историю, пишет он Саре. В понедельник лорд Коррингтон явился к леди Корк с визитом. Леди Корк, вы знаете молодого Дезраэли? Лорд Коррингтон, хм, а что? А? Леди Корк, как а что? Он ваш сосед, правда? Лорд Коррингтон, вернее, его отец. Леди Корк, знаю его, отец один из моих лучших друзей. Я без ума от семьи Дезраэли. Лорд Коррингтон, молодой человек, очень странная личность. Мне нравится отец, он спокойный, приличен. Леди Корк, почему вы считаете молодого человека странным? Просто я думаю, вы не способны его понять. Лорд Коррингтон, он какой-то беспокойный, впрочем, он сейчас никому особенно не надоедает. Он всегда в отъезде, кажется, опять за границей. Леди Корк, буквально, ах вы старый чудак. Он только сегодня прислал мне вот эту книгу. Не смотрите ее, пожалуйста, вы все равно не поймете. Это лучшая, которая когда-либо была написана. За границей. Он здесь, во всем Лондоне, и найдете человека такого хорошего тона. Ни один удачный вечер не обходится без него. Герцогиня Гамильтон называет его несравненным, леди Лоунсдель готова ручаться за него своей головой. Он и обедать бы у вас не стал, если бы вы его пригласили. Он ценит человека не за то, что он лорд. Он ищет или изящество, или красоту, или ум. А вы, конечно, очень милый человек, но и только. Старый лорд отнесся к этому добродушно и только посмеялся. Леди Корк прочла мою последнюю книгу от первой до последней страницы, и я не сомневаюсь в искренности ее похвал, так как она купила на целых семнадцать шиллингов Алого Бархата, и ее горничная сейчас переплетает книгу. Рассказано все это специально для Сары. Было бы неосторожно поверить всему полностью. Семья мирилась с тем, что, описывая свои успехи, Бенджамин немного сгущал краски. Он и сам понимал, что Сара, читая письма, принимает во внимание фантазию своего Бена. Но он чувствовал себя увереннее, приукрашивая удачу. По вечерам вся английская аристократия собиралась в Волмак, подобие закрытого клуба, где можно было потанцевать. Этот клуб был под покровительством самых светских дам и отличался самым суровым уставом. Посетителей впускали туда только в шелковых чулках и в штанах до колен. Когда герцог Веллингтон захотел проникнуть в клуб в другом костюме, швейцар, подойдя к нему, сказал, «Ваша светлость не может быть допущена в панталонах». Непередаваемая игра слов. По-французски короткие старомодные штаны называются кюлот, а длинные — панталон. Герцог, привыкший к военной дисциплине, ушел без возражений. Дезраэлист стал завсегдатаем в Олмаксе. Там часто устраивались браки, ему предлагали блестящих невест. «Не хотели бы вы, спрашивает он сестру, назвать своей невесткой леди Зе? Очень умную, с приданым 25 тысяч ливров и очень кроткую. Что касается любви, то все мои друзья, женившиеся по склонности, или бьют своих жен, или уже развелись с ними. Это истинная правда. Я, может быть, наделаю много глупостей в жизни, но никогда не женюсь по любви, так как уверен, что это принесет мне одно несчастье». За благосклонностью женщин последовало, хотя и не так скоро, дружба мужчин. Некоторые из них стали его приглашать на обеды, устраиваемые в честь политических деятелей. Этого-то он и добивался больше всего. Однажды вечером, обедая у лорда Элиота, он очутился за столом рядом с сэром Робертом Пилем, знаменитым вождем партии Тори. Все присутствовавшие, казалось, испытывали радость. Дезраэли смотрел с жадным любопытством на сурового и могучего человека, которому судьба расточала с самой юности все то, о чем страстно мечтал Дезраэли. Сын крупного фабриканта, обладатель одного из семи огромнейших капиталов Англии, Пил с детства был воспитан так, чтобы стать первым министром. В пять лет его ставили на стол и заставляли говорить речи. Он вышел из Оксфорда с двойной наградой, редкий случай, по классической литературе и по естественным наукам. Когда ему исполнилось 20 лет, отец купил ему место в парламенте. В 23 года он был государственным секретарем. Одно время его упрекали в неблагодарности по отношению к Каннингу, которого, несмотря на прежнюю дружбу, он жестоко преследовал до самой его смерти. Но потом в политических кругах об этом забыли, и теперь, в 43 года, он пользовался исключительным уважением даже со стороны противников. Он был символом английской честности и солидности. Все восхищались его высоким ростом, чисто римской четкостью профиля, мирились с тем, что он высокомерен и холоден. Дизраэли, подметив в нем несколько нервных жестов, указывавших на болезненную чуткость, естественную, впрочем, в человеке, привыкшем властвовать, понял, что с министром, вероятно, нелегко ужиться. Но в этот вечер Пиль решил, по-видимому, произвести приятное впечатление, обращался с молодым человеком с несколько снисходительной фамильярностью и шутил, не роняя своего достоинства. Он был далек от мысли, что его незначительный собеседник примеривался, как он будет вести себя, когда тоже станет великим человеком. Иногда Дизраэли думал, действительно ли стоит стремиться в парламент. Моя жизнь, полное удовольствия, беззаботности и литературные работы, изумительно приятна. В сущности, я склонен к бездействию, как все те, у кого большое воображение. Мне хочется отдыхать, веселиться, мечтать о бурном прошлом, улыбаться безмятежному сегодня. Увы, я веду борьбу только из гордости. Да, гордость, а нечестолюбие, толкает меня вперед. Обо мне не посмеют сказать. Ему не повезло. Однажды, когда он поделился этими мыслями с Бульваром, последний повернулся к нему, взял его за руку и сердечно сказал, «Правда, мой дорогой, мы жертвуем молодостью, временем удовольствия, сверкающими годами радости, но мы должны продолжать, должны. Вот бы обрадовались наши враги, если бы мы ушли со сцены». Да, конечно, необходимо было продолжать. Но когда вечер был восхитителен, когда после бала молодой человек возвращался ночью по Лондону, сверкавшему огнями сквозь туман, когда прелестная женщина дольше, чем надо, пожимала на прощание руку, он говорил себе, что чистолюбие — это счета и безумие, что это пустая жизнь, не маска, надетая на время, а сама истина и сама мудрость, и что он хотел бы вечно лежать у ног трех внучек Шеридана, как дерзкий и нежный паш. Глава девятая. Независимый. Эпиграф. «Прощайте, дорогой лорд, вы показали мне самое прекрасное зрелище, какое можно увидеть на островах, вельможу у себя дома, в лоне семьи». Дизраэли. В июне 1832 года в Палате Лордов был поставлен на голосование новый избирательный закон. Лорды до последней минуты надеялись, что им удастся ему воспрепятствовать. Они даже геройски свергли кабинет вигов, но как только Веллингтон попробовал сформировать свое министерство, страна возмутилась. Церкви забили в набат. Работа везде стала. Лорд Стэнли, самый блестящий из молодых вигов, вскочил на стол и заявил, «Если лорды вздумают сопротивляться, его величество найдет, кому раздать короны пэров из толпы своих придворных». Стены покрылись афишами с призывами к англичанам взять свои вклады из банков. Английский банк был единственной национальной организацией, которые относились с большим уважением, чем к герцогу. Бунт вкладчиков оказался сильнее бунта лордов. Герцогу Веллингтону осталось только скомандовать милорды, полуоборот направо, марш. Сторонники реформы победили. Выборы, которые должны были происходить по новому способу баллотировки, могли только подтвердить победу. Разгром Тори был очевиден. Можно себе представить, с каким интересом такой человек, как Дезраэли, должен был следить за важными событиями. В период смятения, казалось, было легко обеспечить себе место в парламенте. Как только реформа была принята, он уехал в Вайкомб, городок по соседству с имением его отца, и начал знакомиться с избирателями. Избирательный округ был в руках вигов, и Дезраэли именно ждал случая выдвинуться, как радикал. В глубине сердца он все больше и больше сочувствовал Тори. Ему казалось, что старая партия помещиков, дворян, фермеров, полна живописного величия, которого другие не могли достичь. Он подружился с некоторыми из них. В своем графстве Букс он был хорош с герцогом Бекингемом, и особенно с его сыном, лордом Чандосом, людьми благородного сердца и безудержного великодушия. Старый герцог разорился, устроив слишком пышный прием французской королевской семье, и уже два года ради экономии жил на своей яхте. Это все было как раз то, что обычно нравилось Дезраэли. Кроме того, он бывал в восторге каждый раз, когда попадал в общество дворян-помещиков. «Изумительные ослы», говорил он. Он называл их так без всякого презрения, наоборот, с завистью. Он восхищался их силой, твердостью, но боялся на них опереться. Они устарели, нация не хотела, их тут ничего нельзя было сделать. Напротив, он шел к цели, запасшись рекомендательными письмами, добытыми Бульвером от таких знаменитостей, как Юм и страшный ирландец О'Коннель. Больше того, Бульвер приложил все усилия, чтобы против Дезраэли не было выставлено никаких других кандидатур. Но это не удалось. Видные члены партии Вигов недолюбливали эксцентричного и крикливого молодого человека, более известного своими жилетами, чем преданностью реформе. Он был довольно хорошо принят в графстве партии Тори, во-первых, потому что Тори, сами не имея шансов пройти в парламент, предпочитали видеть там хотя бы независимого, во-вторых, потому что им была известна преданность старого Исаака Дезраэли партии Тори. Противники Бенджамина объявили, что он переодетый Тори. На это он отвечал, если есть кто-нибудь, напоминающий переодетого Тори, то это Виг, стоящий у власти. Местные выборы были назначены благодаря чьей-то неожиданной отставке на несколько недель раньше срока, так что они происходили по правилам старого избирательного закона. При этих условиях город не располагал более чем 30 избирателями. Министерство официально предложило кандидатуру полковнику Грею, сыну первого министра. Казначейство, писал Дезраэль и мистер Исостин, прислало полковника Грея с его избирателями и с оркестром. Никогда не приходилось мне видеть более плачевного провала. После того, как они все продефилировали по городу под оплаченные крики приветствий, Грей с высоты своего фаэтона пролепетал десятиминутную речь. Весь уайткомп высыпал наружу. Чувствуя, что наступил критический момент, я вскочил на крыльцо гостиницы Красный Лев и закатил им речь в течение часа с четвертью. Не могу вам описать ее эффекта. Я свел их всех с ума. Многие буквально плакали. Все женщины за меня и носят мои цвета белый и розовый. Носите и вы их. Увидев на балконе Красного Льва бледного молодого человека в черных локонах, в кружевных манжетах, который держал в руке трость с золотым набалдашником, а прежде чем начать речь, заботливо поправил себе локоны, обитатели вайткомпа подумали, что услышат от него детский лепет. Но когда изумительно мощный голос загремел на всю улицу, произнося красноречивую саркастическую речь, громко и страстно обличающую вигов, вайткомп был охвачен волнением и энтузиазмом. Дезраэли же опьянел от впервые испытанной радости почувствовать свою власть над толпой, прислушиваться к собственным словам, восхищаться стройными и мощными фразами, в нужную минуту внушаемыми оратору божественным вдохновением. Когда баллотировка пройдет, заключил он свою речь, указывая на хвост льва, украшавшего крыльцо дома, мой противник будет там, а я, он указал на голову льва, здесь. Обитатели Вайкомба никогда не видели своего старого льва в рамке такой пышной фразы. В день выборов Дезраэли сказал еще одну речь. Он заявил, что не принадлежит ни к одной партии, тори поддерживают его, но еще раньше его поддерживал народ. Он стремится улучшить жизнь бедняков, фраза редкая для предвыборных речей в Англии того времени, так как неимущие не имели права голоса. Он сам из народа, и в жилах у него нет ни капли крови Тюдоров или Плантагенетов. Вслед за этим 32 избирателя Валькомба вошли один за другим на трибуну и заявили о том, кого они выбирают депутатам. Вскоре сообщили результат. Робкий и косноязычный полковник получил 20 голосов, а блестящий оратор Красного Льва только 12. Ему не пришлось уподобиться львиной голове. Он опять поднялся на трибуну и сказал, «Хорошо, Виги победили меня, они в этом раскаются». Но он был печален и разочарован. В октябре были объявлены расширенные выборы, и Дезраэли вернулся в Вайкомб. Опять он рекомендовал себя как независимого. «У меня нет партии, мне нет дела до партии, англичане, избавьтесь от политического жаргона. Виги, Тори, у этих наименований только один смысл, желание вас обмануть. Соединитесь, чтобы создать одну большую национальную партию, только она спасет страну от неминуемой гибели». Консерваторы по совету лорда Чандоса, как и в первый раз, сохранили по отношению к Дезраэли благожелательный нейтралитет. Дезраэли, кандидата со стороны радикалов, упрекнули за эту поддержку. «Я ответил он, консерватор, поскольку хочу спасти все, что есть хорошего в нашей Конституции. И вместе с тем я радикал, поскольку хочу уничтожить в ней все плохое». Он счастлив, заявил он, что хотя бы в одном избирательном округе Тори возвращаются к великой традиции своей партии, которая некогда с такими людьми, как Болингбрук, была партией всего народа. Старались вырвать у него какие-нибудь демагогические заявления о хлебном законе, но он разумно отвечал, если уничтожить право протекционизма, придется распрощаться, с нашим богатым графством. Вы можете меня спросить, хорошо ли держать все время хлеб в такой высокой цене. Нет, но лучше иметь дорогой хлеб, чем не иметь его вовсе. Эта практичность не была вознаграждена. Грей получил 140 голосов, Дизраэли — 119. Виги праздновали головокружительную победу по всей Англии. Они получили такое большинство голосов, что казалось, эта партия надолго останется у власти. Пропустив и этот случай, Дизраэли видел, что ему долго еще придется ждать второго. Некоторое время спустя, когда собрался новый парламент, он пошел послушать своего друга Бульвера, выбранного вторично. Вечером он писал Саре. Бульвер говорил речь. Физически он совсем не годится для роли оратора и, несмотря на все свои усилия, не будет иметь успеха. Макулей изумителен. Но между нами я бы их всех заткнул за пояс. Говорю это, конечно, только вам. Если я в чем-нибудь уверен, так это в том, что смог бы повернуть все по-своему в палате. Мое время придет. У себя в дневнике он отмечает, в обществе считают, что я слишком самоуверен. Они ошибаются. Все промахи моей жизни проистекали из того, что я жертвовал своими убеждениями в пользу чужих. В те минуты, когда со стороны казалось, что я особенно доволен собой, я нервничал и только иногда чувствовал приступы веры в самого себя. В будущем я буду всегда руководиться только своим инстинктом. Он никогда меня не обманывал. Я велик только когда действую. Если я когда-нибудь действительно займу высокое положение, я докажу это. Я смог бы руководить палатой общин, но на первых порах против меня стали бы бороться, используя предрассудки. Когда-то после неудачи с журналом его потянуло написать роман. Теперь, после двух политических неудач, ему захотелось создать поэму. Он отправился в Брэденхэм, заперся там в своей комнате, иногда бродил один по парку в тени буков и обдумывал сюжет поэмы. Это был тот самый сюжет, который пришел ему однажды в голову во время путешествия по Востоку, когда он любовался долиной Трои. «Гомер», сказал он себе, «а почему бы не написать такой же великой поэмы, как поэмы Гомера?» На языке Дезраэля это означало, «а почему бы мне не написать?» Все дело было только в сюжете, подходящем для современной эпопеи. Было совершенно очевидно, что надо остановиться на Наполеоне. В начале поэмы к Богу являются гении феодализма и гении демократии. Каждый красноречиво защищает свое право на власть, потому что Дезраэли восхищался феодализмом в прошлом и верил в неизбежность демократии в будущем. В первой песне должен был быть диалог между Дезраэли номер один и Дезраэли номер два. Труднее всего было заставить Бога сделать выбор, но Бог осторожно сообщал, что родился сверхъестественный человек и что именно политика этого титана восторжествует. Человеком чудом должен был быть Наполеон, а итальянский поход становился темой второй песни. Что вы думаете об этом писал автор мистер Состин? По-моему, божественно задумано. Когда первая песня была готова, он отправился однажды вечером прочесть ее мистер Состин. Собрался еще кое-кто и все нашли, что сцена чтения была более чем забавна. Высокий молодой человек стоял, прислонившись к камину, играл своими локонами, самодовольно любовался розетками из алых лент у себя на бальных туфлях и заявлял присутствующим, что он современный Данте и Гомер. Все это вызывало едва сдерживаемый смех. Вскоре были изданы две первые песни, публика встретила их холодно. Дезраэли, собственно, никогда особенно не дорожил званием Гомера. Поэма начинала ему надоедать, он забросил ее и перестал о ней думать. Глава десятая Женщины Светская Жизнь дает чистолюбцу потерпевшему поражение в политике возможность приятного и верного реванша. Общество обращается иногда с неудачником, особенно если он привлекателен, лучше, чем с победителем или министром. Женщинам нравится, когда у мужчины много свободного времени из-за того, что он неудел. Это влечет его к ним. Дезраэли с радостью обрек себя на сладкое рабство. Он был счастлив опять увидеть несравненных сестер трех граций из семьи Шеридана. Число окружавших его красавиц росло. Соседки по Брэдденхэму, леди Честерфильд и мистер Сансон, тоже сестры, как-то пригласили его на прекраснейший костюмированный вечер. Леди Честерфильд была в костюме султанши, а мистер Сансон оделась гречанкой с распущенными, падавшими до колен волосами. Маркиза Лондон-Дерри в алмазах и изумрудах, изображавшая Клеопатру, потребовала, чтобы ей представили Дезрэльи. В этом роскошном доме, ярко освещенном, взволнованном целым морем драгоценных камней и красивых лиц, он был одно мгновение счастлив. У него появилась возлюбленная, он привязался к ней и написал в честь ее роман Генриетта «Тремпл». За ним последовал второй из жизни Байрона и Шелли «Венеция». Подлинная Генриетта была замужем, но тем не менее свободна. Она принадлежала к той изысканной компании, которую любил Дезраэли. Ему удалось собрать вокруг себя лучшее общество Лондона. Каждый день их куда-нибудь приглашали, то был пикник на реке, то гулянье по саду достойному кисти Веронезе с цветами, фонтанами, попугаями, то восхитительный ужин после оперы. Иногда он участвовал в охоте верхом на чудесной арабской кобыле, принадлежавшей его возлюбленной, перескакивал через все барьеры, завоевывая уважение самых искусных наездников. Он, в сущности, совсем не любил подобного спорта, но решил не останавливаться перед препятствиями. Это было одним из его жизненных правил. Бульвер ввел его в новый дом к леди Блессингтон. Дезраэли уже много слышал о ней. Маргарет, леди Блессингтон, ирландского чиновника, силой выдавшего пятнадцатилетнюю дочь за какого-то полоумного ради его денег. Лорд Блессингтон, вельможа и богач, человек со странностями, вдовец, имевший двух дочерей и годовой доход в тридцать тысяч ливров, обрел где-то эту неизвестную красавицу, предложил ей уехать в Англию, развести ее с мужем и жениться на ней. Лорд и леди Блессингтон поехали в Италию, куда их сопровождал образец красоты, обаяния и культуры. Никто не сомневался в том, что он любовник леди Блессингтон, и вероятно, это так и было. Лорд Блессингтон, воспылавший к Альфреду Дорсей невероятной дружбой, написал завещание, по которому оставлял графу большую часть своих имений с условием жениться по выбору на одной из дочерей наследодателя. Девушкам, переданным в наследство по всем добрым старым правилам закона, было в это время одной одиннадцать, другой двенадцать лет. Через четыре года в 1827 году граф Дорсей, верный данному слову, женился на младшей леди Гарриет, бледной пятнадцатилетней девушке, бросившей ради замужества школу. В обществе говорили, что Альфред Дорсей пообещал леди Блессингтон никогда не делать леди Гарриет своей фактической женой, и что он сдержал обещание. Потом лорд Блессингтон внезапно умер, Дорсей и его девушка жена вернулись в Англию вместе с леди Блессингтон, чтобы вступить в права наследства. Школьница выросла, чрезвычайно похорошела, и вскоре, страдая от вежливого пренебрежения мужа, покинула дом на площади Симор, чтобы больше туда никогда не возвращаться. Таковы были слухи, ходившие по Лондону, и Бульвер, сопровождая дизраэлик леди Блессингтон, добавил еще несколько штрихов к ее портрету. Вы увидите, как она симпатична. У нее чистая ирландская сердечность и особая ей одной присущая грация. Она снисходительна и великодушна, она отдает себе отчет в ложности своего положения и не ищет дружбы женщин. А кроме того, как бы ни были велики ее ошибки, о ней говорят много вздора. Ее обвиняют в том, что она устроила женить Будорсей на своей патчерице. Это неправда. Она была против этого брака, и лорд Блессингтон сам на нем настоял. Если судить по виду, то чувство, связывающее ее с Дорсей, нечто вроде нежности матери к избалованному ребенку. Я убежден, что со времени его женитьбы между ними ничего нет. К тому же, она лишена темперамента. Она скорее верный и преданный друг. Красота ее наполовину потеряна, у нее осталось только нежное лицо да красивые глаза. Видно, что когда-то она была хорошо сважена, но она страдает, к сожалению, опасной склонностью к полноте. Дезраэли пришел в восторг от ее дома. Ему пришлось пройти через гостиную рубинового цвета с золотом, уставленную янтарными вазами, принадлежавшими когда-то императрице Жозефине. Потом он попал в длинную узкую библиотеку с белыми тронутыми золотом стенами с чередованием зеркал и книжных полок. В глубине из высокого окна были видны деревья гайдпарка. Вдоль стен стояли диваны, атаманки, столики с амалью, уставленные безделушками. В одном из желтых атласных кресел сидела леди Блессингтон в голубом шелковом платье с огромным вырезом. Дезраэли был пленен великолепными плечами, полные твердые линии груди. Ему понравились гладкозачесанные волосы с пробором посередине бирюзовая ферраньера на лбу. Как только она заговорила, он понял, что покорен. Когда он поближе узнал эту прелестную пару леди Блессингтон и графа Дорсей, их взаимное внимание, их почти детскую веселость в милых шутках по традиции повторявшихся в доме, он навсегда забыл леди Гарри от старого лорда и все связанные с этим мрачные истории и стал наслаждаться без всякой задней мысли дружбой с двумя обаятельными людьми. Леди Блессингтон нашла, что он гениален, красноречив, наивен и, наконец, во всем напоминает Вивиана Грея, так как ни одна женщина ее не принимала, она сама каждый день устраивала приемы. Дезраиль иногда молчал, просто наслаждаясь радостью быть в этой милой для него гостиной, стоял у окна и разглядывал посыпанные песком дорожки гайд-парка. Последние лучи солнца зажигали искорки на золотистых цветах его жилета. В руках он держал белую трость, из его карманов на груди свешивались золотые цепи. Когда разговор заинтересовывал его, он подходил к гостям и воодушевлялся. В такие минуты он поражал легкостью речи и силой сарказма. Когда он начинал говорить, он напоминал беговую лошадь у финиша. Все мускулы приходили в движение, он вкладывал в каждую фразу бездну энергии и экспрессии. Он умел соединять совершенно разные понятия, и такое неожиданное сочетание придавало словам дикую и беспокойную прелесть. Слушать его было удовольствием, но удовольствием чуть-чуть напряженным. В полночь после заседания парламента являлся Бульвар, и между двумя друзьями завязывался блестящий диалог. Но еще больше любил Дизраэли заставать леди Блессингтон на дну. Она стала его другом и советницей в любовных похождениях. Он поверял ей все, как он любил Генриетту, как он заставил своих родителей пригласить ее в Брэденхэм, в чем добродушные старики не увидели ничего плохого, как он почувствовал потом угрызение совести, как любимая заставила его наделать новых долгов, так как очень увлеклась празднествами и ужинами, как эта связь грозила испортить ему карьеру и говорил, наконец-то, что честолюбие в нем всегда сильнее любви. Леди Блессингтон понимала все. Он рассказывал о Брэденхэме, о старом Дизраэли, о своей матери. Он не скрывал беспокойной грусти, замаскированной в нем островыми и легкомыслием. В этой откровенности он был необычайно обаятелен. Насколько другие, мало его зная, считали его циничным и искусственным, настолько его друг Леди Блессингтон находила его естественным и сердечным. Он просил ее совета, иногда совсем по-детски, обращался с просьбой помочь ему разобраться в чем-нибудь характере, справлялся о новых французских книгах, спрашивал, что бы ему почитать, как следует оценивать Бальзака, лучше ли он, чем Сю и Жорж Зант Дюдеван. А эти двое хуже Лигуго. Он признавался ей даже в своей робости и в слабости нервов. Не знаю, отчего это происходит, но я чувствую себя хорошо только, когда я в действии. Тогда я неуязвим. Мне стыдно быть нервным, припадки диспепсии всегда заставляют меня мечтать о гражданской войне. Я умираю от бездействия и ржавею, как дамасская сабля в ножнах труса. Иногда в салонах приятельниц он встречал политических деятелей, стоявших у власти. На мгновение он приподнимал маску дендизма и со страстью говорил о политике. Как он завидовал им. Они занимали такие посты, где слово могли превращать в действие. Однажды вечером у Каролины Нортона был представлен лорду Мельбурну, известному министру Вигов, который регулярно продолжал посещать Каролину, располагался на диване, мало говорил, но слушал с удовольствием. Оригинальные идеи и дерзкое красноречие молодого человека понравились Мельбурну. Внезапно со свойственным и мууглюным добродушием он предложил ему свою помощь. Ну, скажите мне, чего бы вы хотели? Быть первым министром, последовал ответ. Мельбурн вздохнул и пожал плечами. Нет, нет, сказал он очень серьезно, вряд ли это станет возможным в течение вашей жизни. Все заранее распределено. Следующим первым министром будет Стэнли, он как молодой орел среди соперников. Нет, занимайтесь политикой, вы добьетесь чего-нибудь. Вы умны и вооружаясь терпением, вы, наверное, выдвинетесь. Вы только бросите эти абсурдные мечты. Легко лорду Мельбурну, все узнавшему и всего отведавшему, сказать бросите. Но Дезраеви хотелось жить, а он не представлял себе жизни без славы. Однажды три прекрасных внучки Шеридана остроумно спорили при нем о высшем счастье, какая жизнь лучше всего. И став внезапно серьезным, молодой Дезраэли пылко ответил из глубины дивана, когда она сверкающее непрерывное достижение от юности до могилы. Глава одиннадцатая в партийном наряде. Эпиграф. Лучше свобода, которой мы сейчас пользуемся, чем все посулы либералов. И я прежде всего думаю о правах англичанина, а не о правах всего человечества. Дезраэли. На выборах 1833 года победа партии вигов была так очевидна, что власть попала, казалось, к ним в руки по крайней мере на целых полвека. Но чрезмерная уверенность в себе разрушает все, даже организации, которые кажутся непобедимыми. Среди либералов-победителей были умы действительно реформистского склада, как, например, у Джона Ресселя, и даже как у Дархэма, но наряду с ними попадались по существу консерваторы, не сознававшие этого, как тот Стэнли, в котором лорд Мельбурн видел будущего первого министра. Вскоре раскол стал неизбежен, Стэнли и его друзья ушли из партии, и шансы Тори поднялись в один миг. Самым забавным в этом было то, что Тори сражались под руководством вождя, который с сочувствием поглядывал на противников и, казалось, больше считался с их одобрением, чем с похвалой сторонников. Сэр Роберт Пиль пытался столюбивое стремление увидеть все партии у своих ног. Это единственное, о чем еще может мечтать человек, подчинивший себе собственную партию. Под его руководством партия Тори приняла новое название «Консервативной партии», и он понимал этот термин как противоположный названию «Реакционная». И вот такой либерал-консерватор, как Стэнли, настолько приближался по убеждениям к такому консерватору-либералу, как Пиль, что их трудно было отличить друг от друга. И без сомнения из них двоих наиболее либеральным был консерватор. Все эти перемены должны были необычайно облегчить Дезраилеева собственную политическую эволюцию. Возврат к смелым народным традициям прежних Тори вот о чем он мечтал с начала своей карьеры. Он ясно видел, что надо примкнуть к одной из существующих группировок. Он попробовал было сражаться самостоятельно, но стал терпеть поражение за поражением. В стране, где сохранились старые парламентские традиции, особенно в такой стране, как Англия, где уважают лояльность и презирают политический гнет, почти невозможно проскользнуть к власти, стоя вне партий. Можно очень медленно внутри партии подготовить свою обособленность, можно проповедовать новые идеи только под флагом старых. Для Дезраилина стал момент решиться на что-нибудь и примкнуть к организации. Если выбирая партию консерваторов у него еще было колебание, то только из-за людей, руководивших этой партией. Он любил выдающийся характер и блестящую внешность, а холодный сэр Роберт Пиль совсем не казался ему привлекательным. Герцог Веллингтон, конечно, был куда внушительнее с присущими ему резкостью и простотой, но герцог уже сошел со сцены. Его слишком оскорбили во время проведения реформы, он не любил компрометировать себя в обществе черни. Он выбрал более приятную роль старого национального героя. В клубах молодые люди заставляли его рассказывать о выигранных им боях. При Саламанке я встал на колени за низкой стеной и вдруг увидел, что левое крыло французов заколебалось. С Богом сказал я, вот удача, тут-то я на них и нападу. Толпа приветствовала его, когда он верхом проезжал по улице. Он был удовлетворен и решил не вмешиваться больше в борьбу, не сулившую славы. Приблизительно в это время Дезраэли пришлось обедать как-то рядом с лордом Линдхорстом, лордом-канцлером партии Тори. Рассказывали, что отец Линдхорста однажды сказал сыну Джек, ты всю жизнь останешься мальчишкой. Верное предсказание. В 60 лет канцлер любил пофантазировать насчет человечества, скорее забавлялся, чем негодовал в виде слабости ближних и для укрепления своей памяти учил наизусть поэмы. Его доброта оскорбляла серьезных людей, она восхитила Дезраэли. Наконец-то заговорили с ним о политике, о партиях, так же, как он сам об этом думал, видя в этом не религию, но искусство. Он не уставал слушать рассказы старика о великих событиях и особенно любил пустяковые, но ценные детали, оживлявшие рассказ. Например, что небо было синим, а ветер свежим накануне смерти Каннинга, что Каннинг захотел обедать в саду, и Линдхерст видел, как он дрожал от холода. Канцлер, в свою очередь, почувствовал дружбу к Дезраэли и стал давать ему советы. Однажды он пригласил его к себе обедать и вместе с ним юного помощника государственного секретаря по имени Вильям Гладстон, причем дал им много мудрых наставлений. Никогда не защищайтесь перед народом, иначе как нападением. Слушателям доставляет такое удовольствие новая атака, что они забывают о той, которую сами направили против вас. Гладстон был очень серьезен и несколько напоминал Пиля. Он не мог особенно понравиться ни Дезраэли, ни Линдхерсту, и обед прошел невесело, но зато был подан лебедь, очень белый, очень нежный, начиненный трюфелями, и он-то составил им неплохую компанию. Благодаря Линдхерсту Дезраэли начал проникать за кулисы политической жизни. Он пококетничал на некоторое время с лордом Дархэмом и радикалами, две крайних партии одновременно подыскивали для него избирательный круг. Избирательный округ. Он не мешал им. Но неуместное кокетство с радикалами было известно в Лондоне и никем не одобрялось. От Дархэма к Веллингтону, говорили люди, черт возьми, по-видимому, этот Дезраэли действительно гибок. Что ж, как раз подходящий друг для такого человека, как Линдхерст, прибавлял ворчливый Гринль. Новое поражение на выборах окончательно отрезвило Дезраэли. С него довольно было трех суровых уроков. Звание независимого было бесповоротно осуждено. Дезраэли добился, чтобы его приняли в члены клуба консерваторов Карлтон и решил выставлять отныне свою кандидатуру как Тори. На нем был, наконец, ярлык какой-то партии. Все противоречия в человеке очень легко оправдываются им самим. И Дезраэли, превратившийся из радикала в консерватора, был искренне уверен, что он очень постоянен. Но для постороннего наблюдателя естественность такого превращения была менее очевидна. Когда необходимость политической борьбы заставила новоиспеченного Тори напасть на О'Коннеля, у которого он сам когда-то выпросил рекомендательное письмо, ирландский трибун вскипел от страшной ярости. Несколько дней спустя на одном из митингов в Дублине он стал говорить о нападении Дезраэли о письме и закончил так под общие аплодисменты и смех. Если евреи были народом избранным Богом, тем не менее в числе их несомненно были нечестивцы. Дезраэли вероятно потомок одного из них. У него характер того озлобленного разбойника, который умер на кресте и должно быть тоже назывался Дезраэли. Думаю, что если тщательно рассмотреть генеалогическое древо Дезраэли, мы найдем, что известная нам особо прямой потомок достойной личности о высоком положении, которого на кресте я только что говорил. Все лондонские газеты перепечатали эту блестящую речь. Она весьма позабавила людей, не любивших Дезраэли. Что касается его самого, то, читая оскорбительные фразы, он вспомнил забытые на время чувства, взволновавшие его в детстве. Ах, если бы можно было уничтожить этого человека, думал он о барланце, как когда-то о том, кто оскорбил его в школе. Он побежал к Дорсей и попросил его устроить поединок, но О'Коннель, убив когда-то на дуэли противника, дал клятву никогда не драться. Дезраэли вызвал его сына, Моргана О'Коннель, который ответил, что будет мстить за оскорбления, нанесенные отцу, но не может отвечать за все его речи. Тогда Дезраэли написал О'Коннелю дерзкое письмо. «Хотя вы давно поставили себя за пределы цивилизованного мира, но мне не хочется выносить оскорблений даже от дикаря, не наказав его за это. Он строго осуждал отца и сына за отказ драться. Мы встретимся при Филиппинах, и будьте уверены, что я воспользуюсь первым случаем, чтобы проучить вас так, что вы пожалеете об оскорблении, нанесенном Бензамену Дезраэли». Написав письмо, он восстановил свое равновесие и уверенность в себе. Сильный фраг, наиболее расшитый жилет, и отправился в оперу, где все говорили ему, что он был очень храбр. Сара и старый Исаак написали ему, что им неприязен шум, поднятый вокруг их имени, и осуждали Бенджамена за дерзость. Дезраэли угостил их следующими новостями. Все партии как одна держат сомнение, что я стер его в порошок. Вам, конечно, легко меня критиковать, но я не раскаиваюсь ни в одном слове, я достаточно взвесил свои выражения. На всех не угодишь. Вэс сказал мне, что мое письмо лучшая вещь, когда-либо написанная на английском языке. Есть люди, которые не одобряют моего дикаря и считают меня грубым. Другие находят, что я написал не хуже Свифта. Надо считаться с общим мнением, а общее мнение гласит, что я выказал храбрость. Это было верно. Его друзья и общество осуждали низкие приемы борьбы и действительно считали, что Дезраэли показал себя храбрецом. Но мнение общества еще не есть общественное мнение. В Англии общественным мнением является мнение купцов за прилавками, священников в деревнях, всех широких недоверчивых масс, лишенных фантазий, называемых английской нацией. Для этих масс образ молодого политиканствующего писателя, выяснившийся из газетных статей, был одним из самых неприятных. Это был образ крикливого пестрого существа, без политических убеждений, смешного и дерзкого. Конечно, у Конноль поступил грубо, но, говорил, например, спектатор Дезраэли захотел затеять войну при помощи дерзости с великим мастером дерзости и, увидев, что ранен, стал хныкать. Он похож на собачонку, получившую удар копытом от лошади, за которой она долго бежала и лаяла. Он получил по заслугам. Этот оскорбительный портрет был еще только легкой и неотчетливой карикатурой, но такая карикатура, связанная с именем незавоевавшего известности человека, уже была опасна. Она воплощалась в некий персонаж. Существо фиктивное, но почти такое же реальное, как сам человек. Стоит только общественному мнению создать такой фиктивный образ человека, как факты, отвечающие этому образу, удерживаются у всех в памяти, противоположные же факты, пропускаются мимо ушей. Молодой Дезраили был бы очень удивлен, если бы ему пришлось где-нибудь встретить тот фиктивный персонаж, за который его принимали деловые англичане. Он отвернулся бы от него с презрением и ужасом. Он был бы далек от подозрения, что встретился со своим самым страшным врагом, с которым придется сражаться всю жизнь. Глава 12 Член парламента Снова настал сезон баллов. Опять мистер Сансон, распустив волосы, изображала прекраснейшую рабыню, а мистер Снортон восхитительную гречанку. Опять Бенджамин Дезраили был легкомысленным и блестящим Денди, и его силуэт с золотыми цепями на груди вырисовывался в окне гостиной леди Блессингтон. Но как иногда надоедала ему эта маска, как утомительно было быть Дезраили, он часто и подолгу молчал, подавленный грустными мыслями, которые внезапно прерывались сарказмами. Время шло 32 года, это уже старость для пажа. Одна только дружба лорда Линдхарста приближала его немного к могуществу, о котором он мечтал. Обаятельный и циничный старик советовался с ним как с равным, а не вместе сожалея о том неверном направлении, которое Пиль давал партии. Под таким руководством партия консерваторов была армией лишенной веры, потому что вождь сам не верил в нее. На практике Пилю надлежало отстаивать традиционные учреждения страны, монархию, палату лордов, английскую церковь, но в теории он склонялся к мысли, что их невозможно защищать. Партия консерваторов была хорошо обеспечена. Многие из ее членов являлись владельцами замков, заводов, земель, но ей не доставало ни гениального руководителя, ни доктрины. Пиль много говорил о консерватизме, но что этим консерватизмом надо было охранять, он сам не знал. Наоборот, чем больше Дезраэли думал о политической жизни Англии, тем для него становилось очевиднее, что нужно храбро готовиться к бою. Для него быть консерватором совсем не значило поддерживать с виноватой улыбкой конституцию, считавшуюся уже ветхой. Для него это была позиция, полная романтизма и достоинства. Единственное разумное и единственное, которое честно считалось подлинной Англии, с деревнями, разбросанными вокруг замков, с крепким и упрямым классом помещиков, с древней и вместе восприимчивой ко всему новому аристократии, а главное с историей. Уважение к традициям, часто высмеиваемое поверхностными людьми, имеет, я думаю, свое основание в глубоком знании человеческой природы. Ему было ясно, что против теоретической доктрины либералов и утилитаристов надовало выдвинуть учение реалистического порядка. Для него вся современная ему политическая борьба была борьбой исторической школы против философской. Он предпочитал историю. Страна не отвлеченное понятие, и законы для нее не могут быть найдены простой гимнастикой ума. Нация это произведение искусства и произведение времени. Как у отдельного человека, у нее есть свой определенный темперамент. В частности, величие Англии как страны проистекает совсем не из ее природных богатств, которые незначительны, но из ее учреждений. Права англичанина на пять веков древнее прав человека, проповедуемых либералами. Такой был обычный ход мыслей молодого философа. В 1835 году вышла его защита английской конституции в форме письма к благородному лорду. Книга по политической философии, вызвавшая одобрение лучших критиков за совершенство формы и зрелость мысли. Существование палаты лордов могло показаться абсурдным тому, кто не признавал представительство безвыборного начала. Дезраиле показал, что еще опаснее будет выборное начало без представительства. Олигархия из профессиональных политиканов может устроить так, чтобы их избрали и управлять страной, не будучи ее подлинными представителями. Палата была выразителем целого ряда сильных учреждений. В лице лордов епископов она была представительницей церкви, в лице лорда канцлера выражала закон. Графство было представлено в палате лордами-наместниками, землевладения наследственными владельцами. Что касается палаты общин, то Дизраэли желал для нее еще более расширенных выборов, чем те, которые дала ограниченная реформа Вигов в 1832 году. Он считал, что в обязанности вождя консервативной партии входит мужественная защита всего того из прошлого, что в нем жизненно и ценно, но одновременная чистка партии от предрассудков и устарелых принципов. В особенности надо было смело направить партию к широкой политике, руководимой любовью к народу с тем, чтобы завоевать его доверие. Книга имела большой успех. Герцог пробормотал, нужно найти этому молодому человеку место в парламенте. Пиль написал Дизраэли почти любезное письмо. Что касается старого Тори Исаака Дизраэли, то он был в восторге. Ты, наконец, приобрел то, чего не имел еще неделю тому назад. Политическое имя. Недостатка в таланте у тебя никогда не замечалось, но иногда его было так много, что он переливался через край. Ты отказался от того сухого трескучего стиля, в котором чувствовалась постоянная напряженность. Теперь это непрерывный поток мыслей и силы, мужественной и вместе гибкой. Стыдно было бы, писал Линдхерст, не найти вам положения, где бы вы могли развернуть полно ваше дарование, ваше рвение к труду и вашу энергию. Плод созрел. Он должен был вот-вот упасть. Настало самое время, кредиторы более чем когда-либо скрежетали зубами, ростовщики доходили почти до самых ворот Брэденхэма, четыре неудачных кандидатуры, сорящая деньгами любовница, дорогостоящий дендизм, все это утроило долги дизраилей. Он охотно занимал деньги, чтобы выручать друзей, но ему никогда не возвращали. Один-единственный раз, когда ему пришлось очень туго, и он напомнил Дорсей об одном долге, Дорсей ответил ему, клянусь богом, у меня нет ни пенни. И это была сущая правда. Король Вильгельм четвертый умер, как старый лев, в день годовщины битвы при Ватерлоу. Молоденькая восемнадцатилетняя королева взошла вместо него на престол. Виктория созвала свой первый совет в один от часов утра. Дизраили провожал в дворец лорда Линдхорста, шедшего принести присягу новой государыне. Вернувшись, Линдхорст взволнованно описал Дизраили, как перед собранием самых блестящих людей Англии, среди моря белых перьев, звезд, мундиров, внезапно распахнулись двери, настало глубокое молчание, словно в лесу, и юная девушка поднялась на трон, окруженный толпой прилатов, генералов, сановников. Дизраили был восхищен рассказом. Тут соединилось все, что он так любил. Помпа церемониала, пленительная серьезность, рыцарская почесть женщине от цвета и мощи Англии. Как бы ему тоже хотел сброситься на колени перед королевой и поцеловать ее полудетскую руку. Но он был не что, а годы шли. Восшествие на престол нового монарха влекло за собой распуск парламента и новые общие выборы. На этот раз Дизраили, имевший хорошую поддержку в лице лорда Линдхерста, получил предложение от целого яда надежных избирательных округов. Между прочим, Ландхем Льюис, муж той маленькой кокетливой и болтливой женщины, с которой Дизраили когда-то познакомился у Бульвера, спросил его, не хочет ли он выступить с ним вместе от городка Майдстон, избирательного округа, располагавшего двумя кандидатами. Здесь консерваторы должны были иметь успех. Дизраили обязан был этим предложением мистер Суайнхем Льюис. Он долго считал ее очень скучной. Однажды у Ротшильда хозяйка дома сказала ему мистер Дизраили, хотите везти к столу мистер Суайнхем Льюис, на что он ответил «Ах, кого хотите, но только нету невыносимую женщину». Хотя в конце концов Аллах велик. И заложив по своему обыкновению большой палец за вырез жилета, он пошел на казнь. Но после нескольких встреч ему пришлось изменить о ней мнение. У мистер Суайнхем Льюис не было ни ума, ни особенного образования, она насудила о делах с большим здравым смыслом. Ее отзывы о политических деятелях были далеко не глупы. Она не раз давала ему хороший совет, в конце концов он стал милостиво принимать частые приглашения на обед в большой дом Льюисов в Лондоне против Гайдпарка. Было ясно, что мистер Суайнхем заинтересована Дизраэлей. Она им восхищалась и была рада быть ему полезной. Женщина находит обычное удовольствие в подобного рода дружбе. Дизраэлей приятная этой слегка перезрелой красавице. Во время предвыборной кампании дружба с ней была для Дизраэлей чем-то вроде боевого крещения. Он писал нелюбезные письма, где говорил, что ему приятно видеть их имена, поставленные рядом в списках. Он совсем забыл о своей буловой антипатии. Никто, даже Сара, никогда не хвалили его так, как эта женщина. Запомните мое предсказание, писала она мистер Дизраэлей, его времени. Его личное дарование при поддержке таких друзей, как Линдхерст и Лорд Чандос, опираясь на влияние моего мужа, могущее поддержать его в парламенте и обеспечит успех. Все называют его моим протеже в парламент. Ее доброе мнение о новом кандидате разделялось уж во всяком случае одним человеком, а именно самим кандидатом. Когда я вернусь сюда уже как ваш депутат, сказал он избирателям Майдстона, каждый из вас посмотрит на меня с некоторой долей удовлетворения и, может быть, даже с гордостью. Выборы происходили 27 июня. Льюис и Дезраэли были избраны. Таким образом, Дезраэли почти без борьбы в несколько дней получил место в парламенте, о котором мечтал так долго. Странная вещь, жизнь, думал он. Пришлось несколько раз терпеть поражение у Вайкомбы, где, по его мнению, его знали и уважали. И вот неожиданно он добился успеха в Майдстоне, куда он попался всего неделю тому назад. Сквозь извилистый путь выбрала судьба, чтобы привести его к цели. Дезраэли был обязан местом в парламенте материнским заботам маленькой болтливой женщины. Познакомился он с мистер Свайнхем благодаря дружбе с Бульвером. Предлогом к этой дружбе оказался Вивиан Грей. Вивиан Грей никогда бы не был написан, если бы неудача с газетой и не спекуляции задуманы в конторе на Фредерикс Плесс. Послали его в эту контору, потому что преследование в школе Когана закрывало, как показалось его отцу, возможность образования в университете. Так, от звена к звену, возвращаясь мыслями к своему детству, он видел непрерывную цепь обстоятельств, где несчастные события были причиной счастливых, а эти последние, в свою очередь, толчком к несчастьям и неудачам. Как трудно было найти в этом постоянном и скрытом чередовании какую-нибудь последовательность или закон? Как все это было таинственно? Дизраэли начинал смотреть на жизнь как на непрерывное чудо. Но все же в этом темном лесу тянулась сверкающая нитериадны воля Бенджамена Дизраэли. Он мог ошибаться в методах, плохо рассчитывать последствия своих поступков, и он почти всегда ошибался. Но он никогда не терял из виду ни ясной цели, ни твердого намерения достичь ее. Может, этого было достаточно? Вероятно, этого было довольно, так как он уже занес ногу в стремя Бенджамена Дизраэли член парламента. Прекрасная аттестация залог успеха в будущем. Через несколько месяцев восхищенное собрание будет слушать его совершенные периоды, сочные фразы, поражающие сочетание изысканных прилагательных с мощными существительными. А через несколько лет глубокоуважаемый мистер Дизраэли будет управлять колониями или финансами великой страны. Позже. Саре Дизраэли Майстон 27 июля 1837 11 часов. Дорогая. Льюис 707 голосов, Дизраэли Мы все очень хотим, чтобы вы и мистер Вайнхем посетили наш дом под буками. Мы ничего не сможем предложить вам, кроме скромных развлечений, деревенского пейзажа и гостеприимного дома. Нежный привет моему коллеге и вам, Дизи. Мистер Суайнхем Льюис майор Эванс своему зячу. Я только что побывала в семье мистера Дизраэли. Они живут недалеко от Вайкомба в большом доме, где почти все комнаты длиной в 30 и в 40 футов. Много прислуги, лошадей и собак. Наконец, библиотека полная редчайших книг. Как вам писать отца? Самый милый, самый достойный старик, которого я когда-либо встречал. Мистер Дизраэли хороша и умна. У нее два брата, старший ваш любимец в политике, обычно называемый Дизи, которого вам часто придется видеть, так как вы знаете, что Вайнхем провел его в парламент вместе с собой. Дизраэли Мистерс Эдуард Бульвер Литтон Любопытно, что я кончаю избирательную борьбу, став депутатом от Майдстона. Мы дети богов и рабы обстоятельств именно тогда, когда считаем себя господами. Какова будет следующая сцена в сверкающей комедии моей жизни? Только судьба это знает. Дизраэли Дорсей Дизраэли Только, пожалуйста, без любви и без интриг. У вас есть место в парламенте, поэтому не рискуйте более, а если встретите вдову, женитесь на ней. Он провел в Броденхеме три месяца, оставшихся после выборов до созыва нового парламента. Ему надо было обдумать прошлое и приготовиться к будущему. Один, а иногда с Сарой он предпринимал длинные прогулки по восхитительным окрестностям. Стояла теплая погода, сияло солнце, воздух глухал цветами, дрожало джужжение пчел, трепетал от крыльев белых бабочек. Часто, идя по узкой извилистой тропинке, Дезраэль вдруг уходил на большой освещенный солнцем луг в группе кедров к старому дому, обвитому плющом или диким виноградником. Вот именно за эти пейзажи он так любил Англию. В каждом из подобных домов можно было встретить здорового помещика с загорелым лицом, его светлоглазого сына, красивых, невинных и каких-то загадочных дочерей. Вот это и был тот резервуар, из которого перепал свои силы. Оттуда выходили люди, поддерживающие Англию и королеву. Чтобы управлять страной, думал Дезраэль, нужно постичь это сочетание красоты и величия. И вот он бродил среди цветов и деревьев, говоря себе, что сам принадлежит к более древней, более истрадавшейся расе и может поэтому любить этих англичан, пожалуй, даже больше, чем они сами себя любят. Как трудно будет вырваться из тихого приюта. Наедине с родителями и сестрой он чувствовал себя всемогущим. Здесь можно было быть самим собой, чтобы он не сделал, его неизменно любили, чтобы он не сказал, им всегда восхищались. Ни жалкая посредственность, ни зависть соперника не расставят ему здесь, западни. Еще со школы у него осталось неприятное чувство, что осенью надо опять возвращаться на работу, а теперь вернуться, значило броситься в борьбу, играть роль, быть все время в опасности. Его слабые нервы просили пощады. Всегда, чтобы преодолеть препятствия, он должен был пришпоривать себя, но все-таки чувствовал и беспокойство, и усталость. В особенности на этот раз, думая о будущих схватках в парламенте, он тревожно спрашивал себя, чем будет для него эта новая школа и кто его товарищи, которых он боится. В какой мере придется ему броситься, выйдя из тихой? В каком море придется ему броситься, выйдя из тихой гавани? Часть вторая. Глава первая. Первая речь. В Брэденхеме было так легко поверить, что вся Англия только и говорит об избрании Бенджамена Дизраэли в парламент. На самом же деле в Лондоне много говорили о юной королеве, об ее уме и непринужденности, о расположении, которое она по-видимому чувствовала к премьер-министру Мельбурну. Многие, вернувшись из отпуска, рассказывали о своей первой поездке по железной дороге. Вначале признавались путешественники, они испытывали некоторое чувство страха, но чувство это легко удавалось преодолеть. Сейчас же Дизраэли навестил своих коллег. Вайнхем Льюис, мистерис Вайнхем, гордая своим протеже, повела его в театр, где, сидя в хорошо натопленной ложе, они смотрели кино. Дизраэли принял поздравление от Линхерста и сам поздравил его, так как этот крепкий старик только что женился на молоденькой девушке и мечтал теперь о сыне. Потом Вайнхем Льюис показал Дизраэли парламент. Старинный вестминстерский дворец сгорел от пожара. И лорды, и общины заседали пока во временных помещениях. Было немного тесно, но Дизраэли сумел найти себе место как раз позади лидера своей партии сэра Роберта Пилла. Этот последний сердечно принял нового члена и пригласил его отобедать в следующий четверг в Карлтоне. Обед для членов палаты общин, больше никого. К этому времени мы кое-что уже выясним о настроениях этой новой палаты. Было очень приятно слышать это мы. Вэндхэм Льюис по возвращении домой заметил жене Пиль самым сердечным образом говорил с Дизраэли. С первых же голосований стало ясно, что у власти останется либеральное министерство лорда Мельборна, которое поддерживали и ирландцы. В течение двух недель Дизраэли оставался немым зрителем прений. Ему очень хотелось говорить, но он ужасно рабел. Он видел кругом столько великих людей. Прямо против него на министерской скамье и перед официальным красным ящиком сидел лидер Вигов Джон Рассель. Каким он казался маленьким в своем старомодном черном сюртуке. Лицо наполовину скрытое огромными полями шляпы выражало отчаяние. Истинный представитель своей партии он с самой смелой идеей облекал в архаические фразы и аристократическим голосом выговаривал слово демократия. Около Лорда Ресселя Лорд Пальморстон министр иностранных дел с большими тщательно расчесанными и накрашенными бакенбардами. О нем говорил Гранвиль что он похож на старого отставного баденского крупье. А либералы считали его крайне вульгарным так как в нем не было того традиционного уважения к престолу которое всегда обнаруживали в Виге особенно когда они с этого престола свергали королей. Ближе к себе он видел со спины внушительную фигуру Роберта Пиля которая вырисовывалась над массивным столом отделявшим министров от оппозиции. Сбоку от него виднелся тонкий горбатый нос на смешливый рот завитые слегка растрепанные волосы блестящего лорда Стэнли такого беззаботного надменного остроумного и одетого с такой нарочитой небрежностью какой только мог позавидовать Дизи. Ближе к выходу среди радикалов он увидел приятеля Бульвара среди группы ирландцев страшного недруга О'Коннеля. Что еще смущало Дизраэли так это смешение в этом собрании величавых обычаев и небрежного поведения. Слушали ораторов невнимательно. Болтали во время речей то и дело входили и выходили но спикер был в манте и парике судебные пристава размещали и перемещали толпу и упоминая о ком-нибудь из коллег депутат называл его не иначе как достопочтенным джентльменом. Все эти мелкие подробности восхищали новичка который так долго наблюдал их со стороны. Как он уверен был что если выступит то не сделает никаких промхов. Он будет согласно здешнему обычаю обращаться к одному спикеру он каждого депутата-адвоката будет называть достопочтенный и ученейший джентльмен а всякого депутата-офицера достопочтенный и отважный джентльмен. Сэра Роберта Пива достопочтеннейший баронет и лорда Джона благородный лорд из оппозиции. Его фразы когда он мысленно составлял их падали как литые выкованные в парламентской формовке. Если он сделается министром как он сумеет после речи вызвавшей шумные одобрения небрежно опуститься на скамью казначейства проводя по губам платком из тончайшего полотна. Но с тех пор как он вблизи увидел могучую неподвижность этого громадного учреждения к его нетерпению выступить начало примешиваться и некоторое беспокойство. В палате общин обсуждался вопрос о подписке организованной неким мистером Споттисвудом с целью доставить протестантским кандидатам в Ирландии нужные средства для борьбы с католиками. Этот СБО очень не нравился не только ирландцам но и либералам которые полагали что эта подписка противоречит свободе выборов. Только что Коннель закончил свою пламенную речь как встал Дезраэли. Лорд Стэнли должен был отвечать от имени консерваторов но Дезраэли попросил уступить ему слово и удивленный но ко всему равнодушный Стэнли уступил. Ирландцы и либералы с любопытством осматривали внезапно выросшего перед ними нового оратора. Многие слышали что это какой-то шарлатан бывший радикал ставший консерватором сочинитель романов напыщенный оратор. Знали к тому же что у него была крупная ссора с Оконнелем и несколько друзей последнего немедленно сгруппировались около него как только Дезраэли встал. На скамьях консерваторов деревенские джентльмены с беспокойством осматривали это такое чуждое английскому типу лицо. бутылочного цвета фрак белый жилет увешанный золотыми цепями. Зачем же столько цепей Диззи говорил ему Бульвер. Уж не собираетесь ли вы стать лорд-мэром? Большой черный галстук подчеркивающий бледность лица. Он сам был очень смущен. Минута была очень важной и он многое ставил на карту. Он хотел показать либералам какого человека они потеряли в нем консерваторам чтобы его лице не обрели будущего лидера О'Коннелю что пробил час расплаты. У него были кое-какие основания быть уверенным в себе. Его речь тщательно подготовленная содержала несколько фраз которые безусловно произведут эффект. К тому же парламентская традиция требовала благожелательного отношения к выступлениям новичков. Самый удачный дебют после дебюта Питта говорили обычно оратору. Например молодой Гладстон которого Дизраэли пять лет тому назад произнес свою первую речь среди всеобщего сочувствия. Говорил в первый раз в течение почти пятидесяти минут отмечает он в своем дневнике. Палата слушала меня очень внимательно и мои друзья были довольны. Затем пили вместе чай в Карлтоне. Но Гладстон воспитывался в Итоне и Оксфорде. У него было прекрасное чисто английское лицо с твердыми и банальными чертами. Он одевался в темное и манеры его были степенны. Несколько напряженный голос Дезраэли удивил всех и сразу не понравился. Он пытался доказать, что ирландцы и в частности Оконнель сами пользовались совершенно такими же сборами. Это величавое попрошайничество, сказал он. Палата не привыкла к высокопарным словам и послушался легкий смех. Я не хочу, продолжал он притворяться, будто не сознаю трудности своего положения. Новый смех. Я уверен в снисходительности почтенных джентльменов. Смех и ближе к делу. Но если они не пожелают меня выслушать, я безропотно сяду на свое место. Аплодисменты и смех. После минутной очень сомнительной тишины неожиданная ассоциация слов снова вызвала бурю. Из группы ирландцев раздались свистки, топот ног, подражание криком животных. Дезраэли хранил невозмутимость. Говоря откровенно, я бы хотел, чтобы палата дала мне лишние пять минут. Общий смех. Я здесь сегодня неформально, но, так сказать, по существу, являюсь представителем большого числа членов парламента. Безудержный смех. Зачем улыбаться? Смех. Зачем завидовать мне? Общий громкий смех. С этой минуты шум так усилился, что можно было разобрать лишь отдельные фразы. Сэр, в момент, когда колокол нашего собрания известил нас о кончине монарха, ох-охо, и громкий смех. Мы считаем тогда, сэр, рычание и крики охо. Если достопочтенные члены палаты полагают справедливым помешать мне говорить, я подчиняюсь. Безудержный смех. Я только могу еще сказать, что я лично не позволил бы себе таких выходок против кого бы то ни было. Смех. Дезраэли продолжал свою речь, прерываемую смехом парламента. Я просто хочу спросить смех. Нет, ничего легче смеха. Безудержный смех. Когда мы вспомним о любовных эклогах, безудержный смех. О древней и новой любви, занявшей место между благородным лордом министерских скамей, безудержный смех. Если мы вместе с тем вспомним, что между освобожденной Ирландией и закабаленной Англией благородный лорд, спокойно умастившись у подножия власти, может держать одной рукой ключи святого Петра, а другой потрясать. Тут достопочтенный депутат был прерван таким веселым и непрекращающим со смехом, что невозможно было понять, чем бы закончил он свою фразу. Когда смех затих, он продолжал «Мы имеем здесь на лицо, мистер спикер, философские предубеждения, смех и аплодисменты. Я ценю аплодисменты, даже когда они исходят от противников, смех. Я полагаю, сэр, многочисленные восклицания к делу. Я не слишком удивлен, сэр, оказанным мне приемом смех. Я многое начинал по нескольку раз и кончал тем, что мне удавалось, к делу, хотя мне многие предсказывали, что я потерплю неудачу так же, как терпели они до меня. К делу? Тогда, с негодованием, смотря на тех, кто мешал ему говорить, подняв руки и открыв широко рот, он крикнул громким, почти угрожающим голосом, и голос этот сразу покрыл весь шум и гам. Я сяду теперь, но придет время, и вы будете слушать меня. Он умолк. Его противники все еще смеялись, друзья смотрели с удивлением и грустью. Нашелся, однако, человек, который в течение всей этой пытки упорно старался поддержать его. Это был достопочтеннейший баронет, сэр Роберт Пилль. Не в обычае сэра Роберта было выражать одобрение членам возглавляемой им партии. Он молча и почти недружелюбно следил за их речами, но в данном случае он несколько раз поворачивался к молодому оратору и своим сильным голосом говорил «Браво, браво», отворачиваясь от него, он, однако, не мог удержаться от легкой улыбки. Встал надменный лорд Стэнли и, ни словом, не коснувшись невероятного приема только что оказанного одному из его коллег, подошел к серьезному обсуждению вопроса. Его слушали почтительно. Дезраэли, мрачный и молчаливый, опустил голову на руки. Опять то же самое, опять поражение, опять позор. Никогда, с тех пор, как он следил за заседаниями палаты общин, никогда не видел он такой позорной сцены. Неужели в парламенте возобновиться для него жизнь, как в школе Когана? Неужели ему опять придется бороться и ненавидеть тогда, когда ему хочется любить и быть любимым? Почему ему все дается труднее, чем другим? Но зачем он в своей первой речи бросил вызов Оконнелю с его шайкой? Как трудно будет теперь восстановить себя, да и возможно ли это? Он утратил всякое доверие в глазах этого собрания. Он с горечью вспоминал, каким рисовался этот дебют в его мечтах. Он видел палату, покоренную его фразами, очарованную образами, восхищенную сарказмами. Непрекращающиеся аплодисменты, быстро завоеванный и непоколебимый успех. Но этот оскорбительный смех — поражение. Ах, бежать под сень Брэденхэма. Голосование заставило его встать. Принни он не слышал. Добрейший лорд Уайнхэм подошел к нему и поздравил. Он возразил, что не видит повода для поздравлений и пробормотал это неудача. — Да совсем нет, — сказал Уайнхэм, — вы очень ошибаетесь. Я только что говорил с Пилем и спрашивал его, теперь скажите мне откровенно, что вы думаете о Дизраэли. Он мне ответил, некоторые из моих друзей разочарованы и говорят о неудаче. Я убежден в противном, он сделал все, что мог в подобных условиях. Я лично думаю, что здесь все, что хотите, но только не неудача. ему необходимо было провожить себе дорогу. В коридоре лидер либералов остановил Дизраэли и приветливо спросил, — Теперь, господин Дизраэли, вы можете мне сказать, как кончалась эта фраза вашей речи? Нас всех это очень интересует. В одной руке ключи святого Петра, а в другой — в другой фригийский колпак, сэр Джон. Тот улыбнулся и сказал прекрасный образ. — Да, с горечью возразил Дизраэли, но ваши друзья не дают мне закончить мои образы. — Уверяю вас, сказал лидер Вигов, что у нас было самое сильное желание дослушать вашу речь. Это была небольшая группа около барьера, укрывшаяся от нашего контроля, но вам нечего бояться. Что же это такое? Неужели у других не было того же впечатления непоправимого поражения? Как многие нервные люди, Дизраэли так же легко обретал мужество, как и терял его. Уже проходило отчаяние. На следующий день в письме к Саре он определяет размеры поражения. Я хочу дать тебе точное понятие о том, что произошло, и сразу сообщаю, что мой дебют прошел неудачно в том отношении, что мне не удалось сказать всего, что я хотел. Но неудача была вызвана не моим провалом или неспособностью, а исключительно чисто физическим превосходством моих противников. Я не умею сказать тебе до какой степени они были озлоблены, несправедливы и не сдержанны. Я сражался все время с неукротимым мужеством и непоколебимой бодростью, ловко направляя удары то в ту, то в другую сторону, каждый раз как подворялось молчание, и закончил, когда убедился, что больше не о чем говорить. Он подписался, твой прекрасно настроенный Д. В тот же вечер Бульвер, зайдя в Этенеум, встретил там старого Шейля, знаменитого ирландского депутата и лейтенанта О'Коннеля. Их окружала группа молодых радикалов, злорадствующих по поводу инцидента с Дезраэли. Бульвер подошел молча. Резко отбросив газету, Шейль внезапно сказал своим пронзительным голосом, джентльмены, я слышал все, что вы могли сказать. Больше того, я слышал и самую речь мистера Дезраэли, и я говорю вам, если в ком-либо есть признак красноречия, то это именно в нем. Ничто не помешает ему стать одним из лучших ораторов палаты общины. Определенно. Думаю, что я немного знаю эту палату, и вот что я вам еще скажу. Не будь всех этих помех, мистер Дезраэли мог бы еще провалиться. Но вчерашний инцидент не был провалом, это был погром. Мой дебют когда-то прошел неудачно именно потому, что меня слушали. Ко мне отнеслись пренебрежительно. Его освистали со злобой. Речь новичка должна быть бесцветной. Палата не допускает, чтобы человек показал себя оратором и умницей, прежде чем она доставит себе удовольствие самой догадаться об этом. Эта маленькая речь, сказанная политическим противникам, всех поразила. Молодые люди, слегка сконфузившись, разошлись в разные стороны. Бульвер, подойдя к Шейлю, сказал, Дезраиль обедает со мной сегодня. Не хотите ли вы его повидать? Несмотря на подагру, отвечал Шейль, я умираю от желания его видеть. Мне не терпится сказать ему то, что я о нем думаю. За обедом Шейль был очарователен. Он отвел Дезраиль в сторону и объяснил ему, что шумный прием оказанной его речи был для него только выгоден. Потому что, сказал он, если бы вас выслушали, каков бы был результат, вы могли произнести лучшую в вашей жизни речь. Его приняли бы холодно и вы отчаялись бы в себе самом. Наоборот, теперь вы показали палате, что у вас прекрасный голос и большое богатство выражений, что в вас есть мужество, твердость и жилость. Теперь в течение этой сессии забудьте о ваших талантах. Выступайте часто, так как не надо казаться испуганным, но говорите кратко. Будьте очень спокойны, старайтесь быть скучным, сбивчиво выражайтесь, так как точность ваших выражений они примут за попытку быть остроумным. Поражайте их знанием деталей дела, приводите цифры, даты. Пройдет некоторое время, и палата вспомнит об остроумии и красноречии, которые в глубине души все признают за вами. Они сами будут побуждать вас воспользоваться этими качествами. Тогда внимание палаты общин вам обеспечено, и вы станете одним из ее любимцев. Эти разумные слова, свидетельствующие о глубоком знании англичана, светили Дезраэли будущее. Никто не мог лучше его понять данный совет и воспользоваться им. Он любил работать над самим собою, как над произведением искусства. Он всегда был готов прибавить новый штрих к картине. Опять он допустил ошибку, за которую так часто порицал его отец. Он захотел сразу прославиться. Но он сумеет идти вперед. Неделю спустя Дезраэли встал во время прения об авторском праве. Почти все готовы были встретить его благосклонно. Консерваторы и либералы одинаково полагали, что к этому человеку отнеслись несправедливо. Вспоминать об этом было неприятно. Они почти все были охотниками. Они любили, чтобы оратор, как и дичь, знал минуты удачи. От той грубой сцены осталось чувство стыда. Все теперь были готовы поддержать этого странного молодого человека, если он только рискнет еще раз выступить. Они снесут даже его чересчур блестящие фразы и его необычные сравнения. Но к общему удивлению Дезраэли говорил только банальные и бесспорные истины о предмете, который, видимо, хорошо знал. Он сел среди всеобщего одобрения. Автор проекта заявил, что примет во внимание ценные замечания достопочтенного депутата из Майстона, который сам является одним из замечательнейших украшений современной литературы. Сэр Роберт Пиль веско одобрял браво, браво, и многие депутаты поздравляли Дезраэли. Старый полковник Тори подошел к нему и с ворчливой любезностью сказал, ну вот, вот вы и опять на коне можете теперь скакать. Дезраэли писал Саре, в следующий раз я кончу говорить под шумные аплодисменты. Печальный дебют не только не повредил Дезраэли, он окружил его орелом жертвы. В три недели он в этой избалованной аудитории почти достиг популярности. Он был отважен, хорошо говорил, казалось, до тонкости знал предмет, о котором брался говорить. Почему же нет, думали английские джентльмены. Глава вторая Женитьба С января успех Дезраэли в палате стал очевидным. Он пережил пору ожидания скучной деловитости, предписанной ему Шейлем. Предсказание старого депутата оправдалось. Теперь всем хотелось, чтобы Дезраэли показал себя во всем блеске. Его брат Джим, бывший на одном из заседаний, рассказывал Бреденхэме, что стоило только Бену встать, как депутаты толпами начали возвращаться в зал, и мгновенно воцарилось полнейшее молчание. Старый Исаак с умилением выслушал этот рассказ. Сара прошептала «Бог да благословит тебя, мой дорогой». Она-то всегда была уверена в том, что ее брат великий человек. Политика заставила Дезраэли отказаться от светской жизни. Впрочем, жизнь многих его друзей изменилась. Блестящая и хрупкая семейная жизнь Бульверов разбилась. Бульвер в надежде на примирение увез жену в Италию. Взялся за сюжет последние дни Помпеи и, как в Лондоне, совершенно забросил Розину. Бедная Пудль, чувствуя себя одинокой в этом чужном городе, где она была лишена даже общества своих любимых собак, допустила ухаживание какого-то итальянского принца. Бульвер проснулся от своих грез, реальность привела его в негодование. После двух-трех тяжелых сцен они расстались. Розина Бульвер, озлобленная и впавшая в бедность при встречах с друзьями мужа, не уставала жаловаться на него. Бульвер чувствовал угрызение совести и тоже не был счастлив. Все это только укрепляло в Дезраэли его недоверие к бракам по любви. Прекрасная Каролина Нортон тоже страдала. Ее отвратительный муж, использовав расположение к ней лорда Мельбурна, внезапно предъявил обоим обвинения в нарушении супружеской верности. Ей удалось доказать, что он сотни раз сам провожал ее до дверей министра. Суд оправдал ее, но Нортон тем не менее оставил жену и взял к себе детей, которых по английским законам мистерс Нортон не могла требовать обратно. Она умоляла своих друзей Бульвера и Дезраэли добиться изменения закона. В маленькой квартирке на сторой тет с цветущим балконом и кисейными занавесками слышались только жалобы и просьбы. Ее посещали уже не так охотно. Когда в палате не было заседаний, Дезраэли иногда проводил вечером у леди Блессингтон. Но там тоже было невесело. Дорсей жил так широко и вел такую крупную игру, что не стало хватать средств. В доме появились кредиторы. Единственное место, где было спокойно и приветливо, был дом Уайтхем Льюис. У мистерису Уайтхем не было ни очарования сестер Шеридан, ни их ума, но, может быть, молодой, честолюбивый и обидчивый член парламента больше нуждался в дружбе, чем в очаровании. Дружба мистерису Уайтхем была драгоценна для Дезраэли. Как-то утром, месяцев шесть спустя после вступления своего в парламент, Дезраэли узнала о внезапной смерти своего коллеги и немедленно отправился к его вдове, которую нашел в совершенно убитой. Дезраэли мистерис Уайтхем Льюис Мне кажется вполне естественным, что после постигшего вас тяжелого испытания вы предаетесь одиночеству и тоске. Это естественно и неизбежно, но вы не должны погружаться в это состояние и должны заставить себя не думать о прошлом. Будущее может сулить вам еще много надежды и счастья. О себе лично скажу, что постигшее вас несчастье и сознаюсь вам неожиданные и для меня редкие душевные качества, с которыми вы его переносите, ваша стойкость, мягкость вашего характера сделали из меня вашего верного друга. И поскольку мои советы, моя поддержка или мое общество могут хоть сколько-нибудь облегчить вашу скорбь, всегда рассчитывайте на меня. Он продолжал на самом деле быть ее самым верным посетителем. Розина Бульвер, подруга мистерис Уайтхем, с презрительным беспокойством, наблюдала за посещениями этого приятеля ее бывшего мужа. Мэриан призналась ей, что Дезраэли питает к ней более чем дружеское расположение. Розина научилась не доверять литераторам и советовала быть очень осторожной. В память коронации королевы каждый депутат получил золотую медаль. Дезраэли преподнес свою не Сари, а мистерис Уайтхем. Заключительные фразы писем делались все более пылкими. От ваш всегда преданный друг он перешел к прощайте, я счастлив, если счастливы вы. Знаменательно, что он между нею и Сарой начал делить полные нескрываемые гордости рассказы о своих успехах. И перед ней также снималась маска и опускался щит. Все лондонские газеты, либеральные и консервативные, с самыми большими похвалами отзываются о моей последней речи. Лорд Чандес устраивает для герцога Веллингтона большой банкет. Все приглашенные по меньшей мере министры. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что и я среди приглашенных, но Чандес добрый приятель и радуется моим успехом в парламенте. Лондон-Дерри дают обед на 150 человек. Сливки Лондона. Фанни, верный друг, пригласила меня, и я попал в безвычайно мило с ее стороны пригласить меня. По правде сказать, я этого не ожидал. Описание комнат, украшенных апельсинными деревьями, столов, заставленных изумительным хрусталем, копченой семгой, икрой, и гусиной печенкой, одновременно посылались Сари и мистерис Вайнхем Льюис. Она как бы становилась членом семьи. Думал ли Дезраиль о браке? Он не забыл совета графа Дорсей, если вы встретите вдову. Но он прекрасно видел все, что можно было возразить в данном случае. Ему было 33 года, ей 45. Она далеко не занимала в свете такого блестящего положения, как он. Светские дамы, оспарившие друг у друга Дезраильи, были далеки от восхищения Мариан. Состояние? Вайнхем Льюис оставил своей жене в пожизненное владение дом на Гронс-Веннергет и приблизительно четыре тысячи ренты. Этого было достаточно, чтобы жить и прилично принимать, но это не было слишком крупным состоянием. В ее личном владении не было капитала, который позволил бы уплатить долги Дезраильи. К тому же все ее состояние не подлежало передаче, а так как Мариан была значительно старше, Дезраильи сильно рисковала казаться вынужденным в расцвете жизни, выселиться из дома и отказаться от привычного уклада жизни. С другой стороны, Мариан была малообразована. В обществе ее находили смешной. Рассказывали, что она никогда не могла усвоить того, кто появился раньше, греки или римляне. Как-то после разговора о Свифте она спрашивала у всех его адрес, так как собиралась пригласить его к обеду. Женщины находили ее глупой и вздорной. Она говорила многое с ужасающей стремительностью. Ее откровенность граничилась с бестактностью. Ее мебель и туалеты отличались причудливым и отвратительным безвкусием. Молодой писатель и будущий министр мог бы найти более блестящую жену. Но Дезраэли судил иначе. Вопреки мнению Света, он не находил ее глупой. Правда, она была невежественна, но ему это казалось неважным. Он видел ее за работой во время нескольких избирательных кампаний. Она понимала людей, у нее были здравые суждения, то, за что она бралась, она выполняла точно и хорошо. Она будет полезной подругой. Ее легкомысленная болтовня забавляла Дезраэли, успокаивала его. У него было слишком много блестящих приятельниц. Ему совсем не улыбалась мысль у себя дома быть вынужденным вечно с кем-то состязаться в остроумии. А главное, Мэри Анн восторгалась им. Он чувствовал, что она жить будет только для него. В минуту упадка, часто посещавшие его, он нуждался в поддержке. По его холодным манерам трудно было догадаться о том, как сильно он страдал от своих первых неудач. Его давнишней мечтой было найти другую Сару. Сару, которая одновременно была бы сестрой и женой. Некоторые мужчины дорожат своей свободой, она нужна им для романтических похождений. Дезраэли испытал любовь страсти, нашел, что она мешает честолюбию. Ему заманчивее казалось укрыться в объятиях спокойной привязанности. Он был порывист во всем. Как только он убедился, что Мэри Анн будет подходящей для него женой, он сказал ей об этом. Его признание было неплохо принято. Она очень высоко ценила его таланты и глубоко верила в его блестящее будущее. Но спокойная, уравновешенная, она хотела дать себе время подумать и попросила год на то, чтобы присмотреться к его характеру. В парламенте наступили каникулы. В Брэденхэме все цвело и дышало покоем. Дизраэли был влюблен. Он начал писать трагедию. День за днем он сообщал Мэри Анн о ходе работы и своей любви. Я делаю быстрые и блестящие успехи. Вы знаете, я нечасто бываю доволен собой и не в моих привычках с похвалой отзываться о собственных писаниях. Вы можете поверить, если я скажу вам, что моя теперешняя работа превзойдет все ваши ожидания. Здесь почти не осталось цветов, но я все же посылаю вам немного душистого горошка. Четыре дня спустя пишу вам в добром здравии и в хорошем настроении. Работа идет хорошо, я доволен тем, что сделал. Я смотрю на свое произведение и вижу, что оно удалось. Здоровье, ясность мыслей и ваша бесценная любовь убеждают меня в том, что я могу завоевать мир. Шесть дней спустя «Я не умею примирить мысли о любви с разлукой. Я представляю себе любовь как постоянную радость общения с милой женщиной, которой я предан, как радость делить с ней все мои мысли и фантазии, все мои радости и заботы. Я хочу быть с вами, жить с вами, никогда не расставаясь, все равно где, на небе или на земле, или, может быть, в подводной глубине». Скоро, однако, ответы на письма дезраэли делаются более редкими и более холодными. Неожиданное и длительное молчание заставляет его усомниться в чувствах Мэри Анны. В чем дело? Она просила дать ей год, чтобы изучить его характер. Может быть, ее заключительные суждения неблагоприятны для него. Он просит свидания, добивается его и происходит довольно неприятный разговор. Мистерис Вайнхем Льюис окружена друзьями, которые не одобряют этого брака. Все знают, что молодой дезраэли запутался в долгах. Как поверить, что он влюбился в женщину на 12 лет старше его самого. Конечно, он ухаживал за ней только для того, чтобы успокоить ростовщиков слухами о своей женитьбе. Розина Бульвер часто говорила о великой любви Диззи к 4000-й ренте Мэри Анн. Это был последний штрих в портрете этого не слишком разборчивого в средствах красавца-авантюриста. Он ухаживал за всеми партиями, чтобы попасть в парламент. Он кончает теперь тем, что женится на старой женщине с целью приобрести дом и ренту. Сплетни о Дизраиле дошли до Мэри Анн и обеспокоили ее. Эта женщина любила порядок и умела вести счет своим деньгам. Она была влюблена, но не хотела быть обманутой и довольно грубо высказала ему все это. Уйдя от нее, Дизраиле писал ей, клянусь вам, что в отношении мирских благ женитьба на вас мне ничего не дала бы. Все, что может дать мне свет, я всем этим владею. Ведь не кажущееся обладание доходами создает человеку положение. Я могу, не лишаясь чести, жить так, как жил до сих пор и спокойно ждать, пока неизбежный ход событий не принесет мне независимости единственного, к чему я стремлюсь. Я касаюсь всех этих неприятных подробностей только потому, что вы заподозрили меня в корысти. Нет, я не унижусь для того, чтобы стать фаворитом принцессы, и все золото оффера не повлечет меня к алтарю. Совсем не того жду я от нежного создания, которое станет моей подругой. Моя природа требует, чтобы жизнь моя была постоянной любовью. Прощайте, я не буду притворяться, желаю вам счастья, не в вашем характере его искать. Еще несколько лет вы будете вращаться в кругу поверхностных отношений, но придет время, и вы вздохнете о любящем сердце. Но, вы не найдете такого, которое было бы вам верно. Это будет часом возмездия, тогда вы с раскаянием, восхищением и отчаянием вспомните обо мне. Тогда вы вспомните страстно любящее сердце, которое вы отвергли, и гения, которому вы изменили. Мистер Слайнхем, Льюис, Дизраэли. Ради Бога, приходите. Я больна, и почти схожу с ума. Я отвечу на все ваши вопросы. Я никогда не хотела, чтобы вы оставили мой дом, никогда не хотела разговора о деньгах. Еще года нет, как я вдова, и мне часто приходится страдать от кажущейся двусмысленности моего положения. Я вам бесконечно предан. 28 августа 1839 года они были обвенчаны в церкви Святого Георгия. В своей приходорасходной книге Мэри Анн отмечает «Перчатки 2 июля. В кассе 300 фунтов стерлингов. Вышла замуж 28 августа 1839 года. Милый Диззи стал моим мужем». «Я знаю», писал он ей несколькими днями раньше, «что никогда еще двум человеческим существам не попадало на долю такого полного и беспрестанного счастья. О дне нашего брака я думаю как об эпохе в моей жизни, которая закрепит мою карьеру. Ничто, что бы отныне не случилось, не потрясет моей души, ибо в минуты огорчения и разочарования я найду прибежище в вашем сердце, а ваш верный и быстрый разум сумеет руководить мною в благополучии и торжестве. Как раз этого он действительно искал в браке. В том же году женился и другой член парламента, более молодой, но не менее блестящий, Вильям Гладстон, с которым Дезраэли обедал у Линдхорста в тот день, когда подавали лебедя с трюфелями. Женитьба Гладстона произошла совсем иначе, и не лишено интереса привести коротко ее обстоятельства. Гладстон встретил свою невесту во время путешествия по Италии. Она была дочерью леди Глин, и путешествовала с матерью, сестрами и целой свитой в большой дорожной Берлине. Во Флоренции им поклонился молодой человек с властными и правильными чертами лица. Катерина Глин спросила, кто это? Вы не знаете его, это молодой Гладстон, человек, который, по мнению всех, должен стать премьер-министром. Молодой государственный деятель в отпуску быстро сблизился с прекрасной и набожной девушкой. Он долго разговаривал с ней в Санта-Марии Маджиоре. Они беседовали о контрасте между скупостью англичан в убранстве церквей и роскошью их частной жизни. Она спросила его, вы думаете, мы имеем право так жить? Он отметил в своем дневнике, я полюбил ее за этот вопрос. Сладостно думать, что ее сердце и воля всецело в руках Божьих, да не оставит он ее во всех ее делах. Он просил ее руки в светлую лунную римскую ночь, когда оба они были в Колизее. Она колебалась, но в Англии они снова встретились, гуляя в саду около реки. Он рассказал ей историю своей жизни. Он хотел быть священником, но отец воспротивился, и он решил посвятить себя политике, поняв, что государственный деятель может использовать свою власть во славу церкви. Тронутая, она согласилась стать его женой. Мы возьмем, как правило, нашей жизни, сказал он ей тогда, стих из Данте, «В его воле наш покой». Село, где они венчались, было разукрашено цветами, об этом позаботились благоговевшие и перед гладстаном жители. Дорогу, по которой ехал свадебный кортеж, они устлали своими убогими коврами. В тот же день они часов в пять пополудня вместе читали Библию. Эта ежедневная привычка будет, надеюсь, длиться столько же, сколько и наша совместная жизнь. Мистерс Гладстон внесла в строгую аскетическую жизнь мужа немного фантазии. Он был воплощенный методичностью и точностью, у ней был природный здравый смысл. Он всему отводил свое определенное место, она все теряла. Она, поддразнивая его, говорила, что для него полезно было обзавестись беспорядочной женой. Это делает его человечнее. Он, со своей стороны, приучил ее анализировать свои чувства, заботиться о душе и вести дневник. В этом дневнике можно было прочесть. Наняла кухарку после долгой беседы на религиозные темы, особенно между ней и Вильямом. Она была прелестна. Это Катерина Гладстон. Глава третья. Мэри Анн. Эпиграф. Он был для нее тем, чем мужчина всегда должен быть для женщины. Очень нежным, но все же руководителем. Дезраили. Женатый человек. Прекрасный дом в Парклейн. Обеды на 40 персон для его коллег, несколько меньше цепей, меньше кружев. Дезраили очень изменился за несколько месяцев. Мэри Анн могла иметь в глазах других тысячи недостатков. Она была той именно женой, какая нужна была этому гордому и чувствительному человеку. Она окружила его несколько комичным восхищением, но верность ее чувства умиротворяла мучительное и деятельное беспокойство его души. Спустя некоторое время после свадьбы Мэри Анна бросала их двойной портрет. Он очень тих, она очень бурна. Он манеры важны, почти печальны, она весела и счастлива, когда говорит. Он почти никогда не раздражается, мрачно настроен, пылок в любви, холоден в дружбе. Она очень раздражительна, всегда весела, холодна в любви, пылка в дружбе. он он очень терпелив, у нее ни капли терпения, очень трудолюбив, очень лениво, очень щедр, щедра для тех, кого любит. Часто говорит то, чего не думает, она никогда не говорит того, о чем не думает. Невозможно догадаться, кого он любит и кого нет, не показывает своих чувств. Она совершенно несходна и показывает свои чувства тем, кого любит. Он доволен собой, она недовольна. У него нет эгоизма, она очень эгоистична. Мало что его забавляет, ее забавляет все. Он гениален, она простушка, на него можно положиться до известного предела, на нее нельзя положиться. Его душа вся отдана политике и честолюбию, у нее никакого честолюбия и ненавидит политику. Я так же дурна и так же глупа, как озлобленная и завидующая Розина Бульвер. Потеряв мужа, она не допускала мысли, чтобы другая могла найти себе нового. Но двойной портрет доказывает, что мистерис Диззи была несравненно умнее, чем говорила о ней Розина. Она одна до сих пор угадала глубокую грусть, скрытую под иронией Дизраэли, уловила отсутствие настоящей веселости и контраст между легкими насмешливыми манерами прежнего Дэнди и мрачными и сильными чувствами, кипящими за этим узким лбом. Она всюду сопровождала его. В Брэденхеме все ее обожали, она вносила в дом, где царила старость, свое неизменно веселое настроение. Мистер Исаак почти ослеп. Это было бесконечно тяжело для человека, весь смысл жизни которого был в книгах. Сара, целыми днями делая для него выписки, давала слились в общем восхищении перед Дизи. Часто супруги Дизраэли проводили по нескольку дней в аристократических загородных домах, где наивные выходки мистерс Дизи пользовались большим успехом. Дамам, которые спорили однажды о красоте каких-то греческих статуй, она заявила «О, вы должны были бы видеть моего Дизи в ванной». В другой раз ваш дом наполнен неприличными картинами. В вашей комнате висит прямо ужасно. Дизи говорит, что это Венера и Адонис. Я полночи не спала, так как хотела помешать ему смотреть на нее. Как-то утром, после того, как читать Дизраэли ночевала в комнате соседней из комнаты лорда Гардинга, она за завтраком заявила этому последнему «О, лорд Гардинг, я считаю себя счастливейшей из женщин». Проснувшись утром, я сказала себе «Как мне везет! Я спала между величайшим оратором и величайшим воином нашего времени». Многие смеялись, но смеяться приходилось осторожно и только за спиной мужа. Несмотря на то, что Дизраэли, как никто, боялся показаться смешным, он с угрюмой твердостью защищал свою жену. Он никогда не делал ей упреков. Как-то раз, гостя у Бульвара, жившего тогда на берегу Темзы, читать Дизраэли, поехала кататься на лодке с принцем Луи Наполеоном, претендентом на престол и очень модным в Лондоне изгнанником. Принц чуть не опрокинул их среди реки. Положение было очень серьезным. Рассверепевшая Мэри Анн набросилась на Наполеона, как будто перед ней был неловкий гребец, а не будущий император. «Вы не должны браться за то, чего не умеете делать, вы какой-то сорвиголова». Принц смеялся от души, а Дизраэли молча, с мрачным видом наслаждался этой сценой. Член парламента, которому удалось выдвинуться, не может не думать о министерстве. Дизи имел все основания надеяться, что в ближайшем будущем станет министром. Либеральная партия терпела поражение, народ уверили, что реформа избавит его от всех бедствий. Народ добился от лордов реформы, однако положение его только ухудшалось. Везде машина вытесняла ремесленника. Ткачи, работавшие на ручных станках, умирали с голода, нищета росла. Массы, страдавшие от безработицы, обвиняли во всем политический режим. Теперь их уверяли, что реформа была урезана, что ее свели к замене лордов землевладельцев, лордами от хлопка и прилавка, и что только всеобщее избирательное право обеспечит счастье бедняков. Образовалась целая партия, требовавшая проведения хартии народа. Чартисты вели себя угрожающе, они не только требовали всеобщего избирательного права, но и тайной подачи голосов, жалование для депутатов и уравнение избирательных округов. Многие буржуа впадали в панику, другие думали ничего не случится, так как в этой стране никогда ничего не случается. Одни умоляли министров принять меры против чартистов, другие хотели ограничить промышленников. Либеральное министерство попало в самое затруднительное положение. Получившая власть благодаря объединенной поддержке доктринеров, крупных мануфактористов и традиционных вигов, министерство ничего не могло сделать для рабочих, не вызвав недовольства своих собственных союзников. Единственное, что оно придумало для облегчения нищеты населения, был закон о бедных, учреждавший рабочие дома, где неимущих кормили, но запирали и подчиняли самому суровому режиму. Эти своего рода тюрьмы, где жену разлучали с мужем, и где отец почти никогда не мог обнять своих детей, сразу вызвали к себе глубокое отвращение. Диккенс в Оливере Твисте рисует ужасную и правдивую картину рабочего дома. Народ до того возненавидел эти учреждения, что многие бедняки предпочитали жить в лачугах без мебели и очага, только бы не обращаться за помощью в эти бастилии для неимущих. Консервативная партия, наоборот, легко могла воспользоваться непопулярностью своих противников. Сыну мануфакториста Пилю, голосовавшему при том за закон о бедных, было довольно трудно использовать в парламенте создавшееся положение. Но для такого, как дезраили, нельзя было придумать лучшей комбинацией. Сожаление о прошлом, которых не могли не испытывать бедняки, невольная грусть, с которой они приняли замену дружеской помощи, замков и церковных приходов, жесткой правительственной подачкой, все это, правда, в наивных формах, было проявлением того народного консерватизма, о котором дезраили всегда говорил. Не о прошлом, которых не могли не испытывать бедняки, невольная грусть, с которой они приняли замену дружеской помощи, замков и церковных приходов, жесткой правительственной подачкой, все это, правда, в наивных формах, было проявлением того народного консерватизма, о котором дезраили всегда говорил. В чем было главное зло? В том, что у власти стали выскочки, которые, вопреки всем английским традициям, сваливали на государство обязанности своего класса. Когда чертисты представили в парламент свою подписанную миллионом двумястами тысяч имен петицию, и обе главенствующие партии отказались обратить на нее внимание, когда лорд Джон Рессель, отец реформы, перед судом обвинял чертистов, тогда Дезраэли, дитя реформы, почти единственный, сказал слово в защиту чертистов. Он был далек от того, чтобы подобно им уверовать в целительные свойства всеобщего избирательного права. Он думал, что социальное зло можно лечить только социальными же мерами, но он выразил свое сочувствие и свое удивление по поводу того, что лорд Джон Рессель, сам натолкнувший чертистов на их требования, теперь нападает на них. — Придет время, — сказал он с горечью, — и чертисты поймут, что в такой аристократической стране, как Англия, даже предательство, чтобы добиться своего, должно быть аристократично. Они поймут эту великую истину, и когда они в качестве вождя призовут какого-нибудь экзальтированного большого барина, тогда они, может быть, добьются своей цели. Там, где вот Тайлер потерпел неудачу, там лорду Боллингброку удалось свергнуть династию, и хотя Джек Стрей был повешен, легко может статься, что лорд Джон Стрей станет статс-секретарем. — Прекрасная речь, — говорили депутаты, — но чего он добивается? — Я думаю, он переходит к радикалам. Но речь была против радикалов. Тогда он делается Вигом. Он та. Да он да нельзя более против Вигов. Тогда кто же он? Он сумасшедший. Что он хотел сказать? Добиться без хартии того, чего она добивается. Я думаю, он хотел сказать, что если мы хотим сохранить власть, то можем добиться этого, только осчастливив народ. Ну что же? А что я говорил? Это радикализм чистой воды? Воображать, что простой народ может быть более счастлив, чем в настоящее время? Это и есть радикализм, и ничего больше. Либералы, обороняясь, придумали контратаку. Тори, козлом отпущения, сделали индустрию опугалом закон о бедных. Лиги задумывали репрессии против крупных землевладельцев и против законов о хлебе. Четыре неурожайных года сильно подняли цены. Почему не допустить, что все зло в дороговизне жизненных припасов? Введением свободной торговли можно сразу угодить и рабочим, и крупным промышленникам. Правда, будут недовольны фермеры, но так как в подавляющем большинстве они были консерваторами, их недовольство не отразится на положении вигов при выборах. Израиль твердо отстаивал протекционистскую доктрину. Кто выиграет от отмены хлебных законов? Бедняки? Нет, только мануфактуристы, так как с падением цен на хлеб снизится и заработная плата. И к чему жертвовать земледельческой Англии ради Англии промышленной? К чему пытаться обескураживать и разорять фермеров? Сторонники свободной торговли говорят, мы будем ввозить продукты питания, но зато наша страна станет мировым заводом. Но кто, в конце концов, может предвидеть будущее? А если мир изменится и сам станет одним сплошным заводом, кто будет кормить Англию? Положение вигов делалось очень шатким. Правда, при всей своей слабости они были еще очень сильны, но поражение их было бесспорным. Герцог слагал с себя власть, он стал очень молчалив, бывал еще в салонах, где его встречали как властелина, но сидел, не говоря ни слова, а если с ним заговаривали, отвечал только коротким «ага». Значит, пиль будет организовывать министерство, и, конечно, там найдется место для самого блестящего оратора консервативной партии. Когда об этом говорили мистерис Дизи, она краснела, как молоденькая девушка. Глава четвертая. Достопочтенный баронет. 30 августа 1841 года сэр Роберт Пиль отправился в Виндзор поцеловать руку королевы. В первые легкомысленные дни своего царствования она не выносила этого важного и тихого человека, так непохожего на пленительного лорда Мельбурна, который окружал ее роскошью королевы XVIII века. Но теперь она была замужем за прекрасным принцем Альбертом Саксон-Кубурским, а Альберт, как человек строгих правил, любил и уважал сэра Роберта. Все, что любил Альберт, было восхитительно, и на этот раз королева доверчиво приняла лидера Тори. В обществе циркулировали официозные списки министров. В них во всех упоминалось имя Дизраэли, но Пиль его еще не приглашал. Вскоре Дизраэли узнал, что его друг Линдхорст назначается лорд-канцлером, лорд Стэнли получил управление колониями, герцог Бекингем стал хранителем печати, молодой Гладстон — министром торговли. Постепенно все должности были замещены. В Карлтоне группы политических деятелей поздравляли друг друга. Один Дизраэли не получал от премьера никаких известий. «Сэр Роберт изменил одному из своих лучших лейтенантов? Это казалось невероятным. Но если, к несчастью, это случится, какое разочарование и какое поражение. Консерваторы долго останутся у власти. Быть обойденным сейчас — это значит остаться не у дел до следующих выборов, а может быть и дольше». Рухнула упорная работа четырех лет парламентской деятельности. Ему уже казалось, что в клубе его встречаются веселые иронии во взгляде, и что порой разговоры смолкают при его приближении. В конце недели он впал в отчаяние и решился написать пилю. «Дорогой сэр Роберт, я долго воздерживался от того, чтобы в такой момент надоедать вам своей персоной, и я, конечно, не сделал бы этого, если бы нашел человека, который выразил бы вам мои чувства. Я не буду тревожить вас с жалобами, от которых вы, вероятно, уже устали. Я не буду повторять вам, что с 1834 года я четыре раза боролся за вашу партию, что я тратил для того большие суммы, и что для пропаганды ваших политических воззрений я, насколько мог, использовал свои умственные способности. В моем случае есть еще одна деталь, о которой я не могу умолчать. С тех пор, как под влиянием одного из членов вашего кабинета я стал сторонником вашей партии, мне пришлось вынести такой ураган ненависти и политического озлобления, какие едва ли выпадали на долю кого-либо другого. Во всех этих испытаниях меня поддерживало только сознание того, что придет день, когда достойнейший человек моей родины публично засвидетельствует, что сколько-нибудь ценит мои способности и мой характер. «Признаюсь вам, дорогой сэр Роберт», продолжал свое письмо Дизраэли, «что пренебрежение ко мне в данный момент меня приводит в отчаяние, и я обращаюсь к вашему сердцу, к тому чувству справедливости и великодушия, которые я знаю присущи вам, умоляя спасти меня от невыносимого унижения. Примите, дорогой сэр Роберт, уверение в полнейшей преданности вашего покорнейшего слуги». Б. Дизраэли Предыдущей ночью мистерис Дизраэли, которая не могла больше выносить печального настроения своего Диззи, тайком от мужа написала премьер-министру, «Дорогой сэр Роберт, прошу вас не сердиться на мое вмешательство, но меня мучает беспокойство. Политическая карьера моего мужа погибла окончательно, если вы теперь не обратитесь к нему. Не разбивайте всех его надежд, не заставляйте его думать, что вся жизнь его была ошибкой. Смею ли напомнить вам о моей собственной, бесспорно малозаметной, но полной энтузиазма деятельности в пользу партии, или, вернее, ее прелестного лидера? Вам могут подтвердить в Майдсене, что я одна потратила там свыше 40 тысяч фунтов. Не отвечайте мне, так как я хочу, чтобы ни одна человеческая душа не знала, что я обратилась к вам со своей смиренной просьбой. Остаюсь, дорогой сэр Роберт, вашей неизменно покорной слугой, Мэри Анн Дизраэли. Ответ Пиля на письма Дизраэли был очень сух. Он особенно настаивал на малозначащей фразе последнего «С тех пор, как под влиянием одного из членов вашего кабинета я стал сторонником вашей партии». Он замечал с некоторой язвительностью, что никакой член его кабинета не получал от него подобных поручений. Дизраэли ни словом не обмолвился о поручении. Он хотел только сказать, что вступил в партию консерваторов под влиянием Линдхарста, члена Министерства Пиля. Пиль прибавлял, что ему едва хватает мест для тех, кто уже служил с ним, и он надеялся, что затруднительность его положения будет понята людьми, сотрудничеством с которыми он мог бы гордиться, и чьих достоинств он не смеет отрицать. В действительности, Пиль не прочь был бы дать Дизраэли какое-нибудь назначение, но кругом его были сотрудники, которые не хотели иметь в своей среде авантюриста. Крокер, например, тот крокер, более омерзительный, чем холодная телятина, который был свидетелем и причиной неудачи Дизраэли во времена основания журнала, или лорд Стэнли, высокомерный, не стесняясь заявивший, что если этот мерзавец войдет сюда, я уйду. Но Пиль не мог слишком горячо отстаивать Дизраэли. Эти два человека были слишком не схожи. У парламентской колыбели Пиля стояли богатство, нравственность, уважение. При запоздалом парламентском крещении Диззи бродили бледные долги, цинизм, фантазия. Супруги Пиль славились своим изысканным вкусом, их лондонский дом был прелестен с цветущими балконами, выходившими на реку, и превосходным собранием голландских мастеров. «У вас замечательно вкусные обеды», говорили им посетители-французы. Леди Пиль была очень красива и нежна, ее портрет работы Лауренса, подражание соломенной шляпе Рубенса, многими знатыками считался лучшим созданием художника. Все, что окружало Пиля, было овеяно чисто фламандской добротностью и добродетельной красотой. Все, что имело отношение к Диззи, было крикливо. Бриллианты на Леди Пиль играли темным огнем, на Мистерис Диззи лучшие камни казались поддельными. Дом Мэриан на Гроссвеннергет был украшен скрикливым безвкусием. Ее мебель была отвратительной, а костюмы смешны. Мелочь, конечно, но они невольно усиливали недоверие министра. Впрочем, Пилю взгляды Дизраиле не нравились так же, как и он сам. По своему происхождению, Пиль был ближе к заводам, чем к замкам или хижинам. Он скорее был пуританин, чем рыцарь. В самом деле он происходил и с крупной буржуазией. Его сердце и ум были на стороне Коблена, Брайта, на стороне противника. Он был очарован рассуждениями экономистов, их порядочной внешностью и грубыми башмаками Брайта. Все это нравилось ему гораздо больше, чем ирония чересчур блестящего оратора. Очень по сердцу ему был Гладстон, такой же, как он сам. Оксфорд по внешности, Ливерпуль по существу. Подобно ему самому, Гладстон был членом парламента в 21 год и стал секретарем в 25. Гладстон перед каждой речью утворил молитву и самый простой вопрос умел запутать длинными неясными фразами. Дезраиле унижался допрос по должности в министерстве. Гладстон, когда ему предлагали министерство, приважно спрашивал себя, позволит ли ему религиозная политика кабинета стать членом его. Для робкой и честной души Пиля было большим облегчением видеть, что честолюбие затушевывается такими приличными мыслями. Когда Гладстон наконец согласился, Пиль крепко пожал руку молодого министра «Да благословит вас Бог!» Разве мог бы он так говорить с циничным Дезраилей? Стэнли прав. Этот человек невозможен. Министерство было организовано. Парламент собрался. Дезраилей шел туда с большим волнением. Его положение было очень двусмысленным. Оппозиционная партия с радостью использовала бы его для борьбы со своими противниками. Отныне несчастный остававшийся неудел-консерватор станет как бы одичалым животным. Законопроекты будут защищаться министрами. Он нужен будет только как лишний голос. Тягостная роль для человека с самобытным сильным умом. Его неудача забавляла врагов. С злорадным любопытством следили за выражением его лица, ждали, что он выступит против оскорбившего его лидера. Многие коварные советники подбивали его к тому, радикалы ухаживали за ним. Он учел опасность положения. Он испытывал против Пиля сильное раздражение. Было вполне законным не пригласить его в кабинет, но тон отказа был оскорбителен. Когда Дезраэли смотрел на министерские скамьи и видел довольные лица бездарностей, которые посмели пренебречь им, он чувствовал своей душе бешеное желание мстить. Но он обуздал свою кипучую душу. Теперь больше, чем когда-либо раньше, нужно было быть терпеливым. Таково же было мнение благоразумной Мэри Анн, восхитительно нежной во все эти тяжелые дни. С изумлением убедилась палата, что Дезраэли, аккуратно посещавший все заседания, с полнейшей готовностью голосует за министерство. Пиль, желавший угодить сторонникам свободной торговли, исключил из таможенного тарифа до 700 пунктов и, чтобы не нарушать бюджетов, замен этих сборов вел любопытную новость — налоги на доход. Протекционист Дезраэли не моргнул глазом. Он ограничивался тем, что произнес большую речь по чисто техническому и безобидному вопросу об агентах при консульствах. Речь была точна и забиловала цифрами и анекдотами, но настолько интересно, что в течение трех часов во враждебно настроенной палате царила полная тишина и безмолвие. Многие, видя, что Пиль пренебрег им, начали сомневаться в талантах Дезраэли. Его выступление было блестящим и тем более замечательным, что тема была очень неблагодарной. Среди тех, кто особенно горячо поздравлял Дезраэли, была группа молодых людей только что выпущенных из Кембриджа и попавших в парламент по последним выборам. Это современное нетрафаретное красноречие привело их в восторг. Молодой Смит заявил ему, вы говорите совершенно так, точно разговариваете в Карлтоне или у себя за столом. Голос совершенно не напрягается, выражения ясны, несколько небрежны, всегда окрашены сарказмом. Он был прелестен, этот юный Смит, так же, как его друг, лорд Джон Маннерс и весь их небольшой дружеский кружок. Они были все из очень старых и очень знатных родов, владели сказочными замками, расположенными на покрытых туманом холмах или прячущимися среди деревьев громадных парков. Они воспитывались в Итоне и Кембридже, там у них завязались прекрасные дружеские связи, и вместе они создали политическую доктрину, основанную на восстановлении старинных институтов и на примирении народа с чутко сознающей свои обязанности аристократии. Все это было так близко к Дезраиле. Рост промышленности, увлекавших зрелых людей, не мог стать религией для юношества. В нем жила вечная потребность веры, которую культ Миткаля оскорблял. Правило «покупайте по самым низким ценам, а продавайте по самым высоким» не могло стать для них Евангелием. Антиромантизм 1820 года сменила романтическая реакция. Эти молодые англичане всерьез собирались воскресить рыцарство, его понятие о чести и благоговейное уважение к женщине. Феодальные порядки могли отжить свое, но желанными оставались нравы феодализма, которые людей как бы связывали круговой порукой взаимных обязательств. Они сожалели, что прошли времена, когда жизненным правилом было «но блесо ближ», происхождение обязывает. Может быть, еще возможно было раздуть погасающее пламя. В 1839 году лорд Эглинтон устроил в своих владениях турнир. Все английское дворянство присутствовало здесь, одетая в доспехи предков. Одна из приятельниц Дизи, леди Сеймур, была царицей красоты. К несчастью, чисто манчестерская дождь залила энтузиазм. Над средневековыми костюмами распустились тысячи зонтов. Рыцарь льва, белой богини, зеркало все превратились в рыцарей печального образа. Стихии оказались победителями. Но молодость борется со стихиями. Движение, не затихая, принимало иные формы. В Оксфорде оно вылилось в форму религиозного возрождения. Восхитительно нежный голос Ньюмана начал восхищать души. Молодые церковники пытались ввести в англиканскую церковь католические обряды. В течение сорока лет англиканская церковь больше боялась религиозного экстаза, чем полного безразличия. Молодые люди устали от этих замкнутых соборов и холодноофициальных богослужений. Некоторые отправлялись в Рим, другие в своей собственной церкви пытались ввести более трогательные обряды. В Кембридже новые друзья дизраэли, лорд Джон Маннерс, Джордж Смит, Кочре, решили узнать народные страдания и найти пути к их исцелению. Как все истинные друзья, они мало были похожи друг на друга. Лорд Джон Маннерс, серьезный и верующий, чистой душой Ланселот, заблудившийся в мире машин, всем сердцем сожалел о прошлых временах, когда монарх преклонялся перед святым и народ видел в короле помазанника Божьего, а в дворянине господина и покровителя. На эти темы он писал довольно плохие и до смешного наивные стихи. Да сгинут деньги, торговля и законы, но оставьте нам наше старое дворянство. Джордж Смит был юноша с замечательно сложным характером. Сентиментальный распутник, одновременно циничный и романтичный, он был способен отказаться от всех своих идей ради каких-нибудь светских соображений, но также легко мог с причудливостью духовиться, отвергнуть всемирские блага. Странный человек был этот Джордж Смит. В 20 лет он, подобно старому мудрецу, был чужд всяких иллюзий. В 25 мог беситься, как ребенок. Поэт без аскетизма поэта, лишенный всякого вкуса к деньгам, охотник за большим приданым, он писал в своем дневнике «Если вы хотите вкусить от жизни, пейте ее маленькими глотками». А сам пил ее не отрываясь. Дезраэли очень восхищался Джорджем Смитом. Это был единственный человек, с которым ему никогда не было скучно. Он любовался дружеской привязанностью Смита к Маннерсу, верой Маннерса в таланты Смита, скромностью Смита, когда он обычно такой гордый сравнивал себя с Маннерсом. Когда он смотрел на этих двух вступающих в жизнь юношей, они казались ему двумя странствующими рыцарями, доспехи которых поблескивают на солнце. Пиль разочаровал этих пылких юношей. В нем не чувствовалось гениальности, его банальные фразы казались им смертельно скучными. Красноречие Дезраэли их опьяняло. Смит решил, что ум Дизи совершенно гармонирует с его собственным. Лорд Джон был в несколько сдержании. После первой встречи он заметил Дезраэли, хорошо говорил, может быть, даже слишком хорошо. Его смущала излишняя откровенность Дизи, которая, выходя из заседания, где он защищал церковь, бормотал «Забавно, Вальполь, что мы с вами только что голосовали за отжившую мифологию». Этот Дизи удивлял и шокировал его. Его несколько удивило также, когда Дизи объявил этим молодым английским аристократам, что вообще не существует никакой английской аристократии. «Английские пэры, говорил он, трояково происхождение. Ограбление церкви, продажа титулов первыми стюартами и продажа округов в нынешнее время. Все ваши пэры очень недавнего происхождения. Когда Генрих VII созвал свой первый парламент, там было только 29 пэров мирян, а из этих родов до наших дней дожили только 5. Потом он объяснил им, что аттестат на самое древнее культурное происхождение может быть дан только племени Израилеву, и что сам он гораздо более древнего происхождения, чем они. Смит смеялся, Джон Маннерс слушал с ангельской серьезностью. Приятно быть окруженным учениками, но все же время текло непоправимо быстро. Пиль казалось прочнее, чем когда-либо стал у власти, все пути к активной деятельности были отрезаны. Я думаю, сказал Дизраиль и жене, что пришло время последовать примеру стариката Ильярана, который каждый раз, когда положение было ему неясно, объявлял себя больным, и он решил провести зиму в Париже. Перед отъездом он навестил своих избирателей и объяснил им мотивы своего поведения. Он будет продолжать голосовать за Пиля, так как этого требует партийная дисциплина, кроме тех случаев, когда премьер предложит что-либо в ущерб земледельцам. В Париже они с Мариан остановились в отеле Европа на улице Револи. Дорсей рекомендовал супругов Дизраили своей сестре Грамон, и она очень приветливо встретила их. Госпожа Грамон принимала три раза в неделю в небольшом домике в квартале Сен-Он-Ре, тесно заставленном старинной мебелью и картинами. Там Дизраили встречался с Аженом Сю, единственным писателем, которого принимают в высшем обществе. Хорошенький барышний Грамон начало вечера проводили с гостями, но в десять часов прощались с матерью и шли спать. Тотчас же Дизраили были приглашены к госпоже Бодран, жене генерала Бодрана, адъютанта короля. Это была восхитительная англичанка, настолько молодая, что казалась дочерью своего мужа. Там они встретились с англо-французскими семьями, с Ламартинами, Одильон-Барротами, Токвиллями. Генерал Бодран взялся предупредить короля, что член парламента господин Дизраили желал бы изложить его величеству кое-какие соображения о состоянии политических партий Англии. Эти соображения, если они только будут правильно оценены, смогут оказать значительное влияние на политику обоих государств. Король принял Дизраили занятным это грустное и умное лицо, обрамленное длинными черными кудрями. Дизраили заинтересовал короля, понравился ему и получил приглашение бывать. Он стал постоянным посетителем дворца. Королева, принцесса Аделаида и герцогиня Немурская садились кругом стола и рукодельничали. Приносили мороженое, король уводил Дизраили в соседнюю комнату и разговаривал с ним то о политике, то о необычных приключениях своей юности, о тяжелой жизни, которую ему пришлось вести. Ах, мистер Дизраили, моя жизнь была полна превратностей. Он очень любил говорить по-английски, но говорил слишком американским акцентом. Король говорил Дизраили, что он один умеет управлять французами. Единственный способ держать этот народ в повиновении — это предоставить ему свободу, но твердо знать, когда его надо остановить. Близость с таким чрезвычайно умным королем восхищала Дизраили. Осуществлялась одна из его детских грез. Но, к сожалению, он не мог не согласиться с генералом Бодраном, находившим, что король несколько вульгарен. На парадных обедах в галерее Дианы Людовик Филипп приказывал подать себе окорок и сам разрезал его на тонкие, как бумага, ломтики. Такие ломтики он посылал избранным гостям и очень гордился своим талантом. Он объяснил Дизраили, что искусство резать ветчину перенял от официанта английского ресторана, в котором в годы изгнания обедал за девять пенсов. Короли в романах Дизраили отличались более развитым чувством этикета. Глава пятая Молодая Англия Эпиграф А что же вы сделаете с Граалем, если найдете его? Маннерс и Смит, изучив тщательно политическое положение, пришли к выводу, что единственный способ сохранить верность своим идеям лежит в организации собственной, хотя бы и очень немногочисленной партии. Нам нужен был опытный лидер. Почему бы не пригласить Дизраили, оставшегося неудел, Смит и его друг Кочрен, которого друзья запросто называли Кок, направились к Дизе в Париж. Они нашли его торжествующим, поребячески радующим со своим успехом и своей полной министроприемной. Ему было под сорок, но он сохранил приятную способность ослепляться собственным блеском. Запершись с Людовиком Филиппом в Сен-Клу, писал Смит Маннерс, он уже видит себя основателем новой династии, а свои локоны а-ля Манфред выгравированными на монетах королевства. Дизе с энтузиазмом принял своих молодых друзей. Тайное соглашение между группой депутатов, которые примут взаимные обязательства всегда голосовать вместе и подчиняться решениям большинства группы, такое соглашение не могло не увлечь любителя политических заговоров. Тотчас же в его воображении группа разросла, спревратилась в партию с 50-60 членами. Пиль будет обеспокоен, побежден, унижен. Друзья пообедали за городом в равнине Монсо на Рушеде-Конкаль. Вернувшись в Париж, долго спорили, прогуливаясь по Вандомской площади. Соглашение было достигнуто. Кок не был в таком восторге от Дизи, как Смит. Он нашел его слишком расчетливым и честолюбивым. Он упрекал его в излишке ума и в недостатке юмора, то есть ума, направленного против себя самого. Маннерс, когда его известили о ходе дел, тоже несколько обеспокоился. Одинаковые ли цели они все себе ставили. Дизраэли больше всего думал о борьбе с министерством. Его ученики хотели только связать узами симпатии кружок друзей. Грандиозные комбинации Дизи казались им безумием. А прокинуть Пиля? Во-первых, это было невозможно. Премьер-министр опирался на подавляющее большинство. А во-вторых, желательно ли это? Как только небольшая группа станет партией, вынужденной ради политических интриг жертвовать идеалами, зависть стеной станет между ними и тогда конец прекрасной забави. Если б я мог быть уверенным, писал Джон Маннерс, что Дизраэли верит всему, о чем он говорит, я был бы счастлив. Его политические взгляды совпадают с моими, но верит ли он в них? В отношении религии Маннерс был особенно требователен, так как сам был глубоко верующим человеком. После долгих бесед с Дизраэли он поверил, что последний очень предан умеренному оксфордизму, то есть англиканской церкви, ставшей более романтичной, но не присоединившейся при этом к католичеству. Циник Смит очень забавлялся религиозными собеседованиями своих друзей. Их точки зрения были так различны, что ни тот, ни другой даже не замечали этих различий. Для Дизи англиканская церковь была большой исторической силой, которую надо было уважать и поддерживать, но у него и мысли не мелькало, чтобы можно было придавать какое-либо значение букве догматов. Для Джона Маннерса вера была настолько очевидной необходимостью, что он не постигал, каким образом человек может жить, не будучи уверенным в незыблемости всех догматов. Проницательный Смит писал «Преданность Дизраэли и умеренному оксфордизму напоминает мне преданность Бонапарту умеренному магометанству». Как только Дизи вернулся в Лондон, группа начала действовать. Четыре инициатора уселись вместе позади пиля, обменивались своими впечатлениями от заседаний и не колеблясь голосовали против министерства, когда его предложения противоречили принципам молодой Англии. Так они вместе с радикалами голосовали за закон об охране детей. В те времена дети работали часто по 12 часов в сутки и возражали против репрессий в Ирландии. В таких случаях они торжественно отмежевывались от консерваторов и кто-нибудь из них излагал принципы народного консерватизма. Ничто не могло больше раздражать пиля, чем этот систематический и теоретически обоснованный бунт. Человек очень властный и привыкший к слепому повиновению, он обычно обращался с членами своей партии с холодной нетерпимостью. Если кто-нибудь из них робко замечал, мне кажется, я должен был говорить, он сухо отвечал, вам так кажется. Даже на заседаниях кабинета министров, если кто-либо из коллег осмеливался возражать ему, он брал газету и дулся. Да он меня пинками выгонит, если я посмею спорить с ним, говорил один из его министров. Его бесила упорная оппозиция трех юнцов и романиста. Естественно, что он все приписал интригам Дезраэли и начал относиться к нему буквально как к собаке. Во время заседания он на самые безобидные вопросы отвечал ему с уничтожающей резкостью. Дезраэли подчеркивал ее достопочтеннейший баронет с той утонченной вежливостью, которая является привилегией его друзей. Тори, так часто раньше терпевшие грубости от своего лидера, закрывались руками и, опустив глаза, улыбались. Один из министров, сэр Джемс Грэхем, писал Крокеру, что касается до молодой Англии, то Дезраэли, как самый ловкий из них, приводит в движение всех этих марионеток. На мой взгляд, этот беспринципный и обманувшийся в своих ожиданиях человек напропалую старается нас теперь запугать. Я согласен с вами, что остальные вернутся в свои стойла после того, как в волю порезвятся и попрыгают козлами. Один-два ловких удар о кнутом могут ускорить и обеспечить их возвращение. Но Дезраэли вреден, и у меня нет никакой охоты идти на соглашение с ним. Для нашей партии будет гораздо лучше, если он перейдет в лагерь наших явных врагов. Королева, теперь глубоко привязавшаяся к милейшему сэру Роберту, писала своему дяде, королю бельгийскому, что она, благодаря выходкам кучки молодых дурачков, чуть не потеряла своего премьер-министра. Пиль согласился с мнением Греха Мэйк-Рокера и решил прогнать Дезраэли из партии. Лишенный поддержки консерваторов, он потеряет свое место на следующих выборах и таким образом удастся от него избавиться. Дезраэли не был приглашен на пленарное собрание партии. Он запросил премьера, что тут, забывчивость или исключение. Ему ответили, что забывчивость была преднамеренной и что объяснение этому он может найти в своем поведении за последние месяцы. Существование группы «Молодая Англия» постепенно сделалось известным стране. Кучка одетых в белые жилеты юных джентльменов, пишущих плохие стихи, бредящих рыцарями, замками и сеньорами и претендующих этими феодальными побрякушками привлечь внимание рабочих, очень забавляли Джона Буля. Пунч напечатал стихи к судье, осажденного члена молодой Англии. В этих стихах осужденный джентльмен просил, чтобы его привязали к затку телеги и как следует отхлестали кнутом, дабы тем самым воскресить доброе старое английское наказание. Но далеко не все смеялись. Четверо друзей ездили в Манчестер, где их очень хорошо приняла чисто рабочая аудитория. Маннерс и Смит также подолгу беседовали с мануфактуристами и убедились, что если существуют жестокие и алчные промышленники, то немало среди них и очень человечных. Вот тут-то крылись по их мнению зачатки нового феодализма. Надо было только, чтобы промышленники отчетливо поняли свои обязанности. Было бы банальным и бестактным говорить красивые фразы о вреде роста промышленности. Надо было увлечь промышленную молодежь идеями народного консерватизма. На каникулах члены молодой Англии съезжались в обширном поместье, принадлежавшем кому-либо из них. Дезраиль любил эти собрания. Его согласие с молодыми людьми было полным, их тесно связывала общая всем любовь к романтическому и сознание того, что жизнь является не только довольно-таки низменной борьбой интересов и потребностей, но что в ней могут существовать и пламенная дружба, безрассудная и благородная верность и искание красоты. Джон Маннерс, встретив в Дезраиле эти чувства и уверившись в их искренности, привязался к нему еще сильнее, чем оба его приятеля. Все трое писали ему «дорогой вождь и капитан». Он же в них переживал вновь свою юность, но с той независимостью, которую дает знатное происхождение, которое он никогда не знал. Таял внешний цинизм, привитой ему тяготами жизни. Он был благодарен своим друзьям за то, что они в себе самих воплощали его мечты. И на этот раз искренние переживания пробудили в Дезраиле желание писать. Он мечтал о романе, героями которого будут Смит, Маннерс и их друзья. Этот роман в то же время должен был иметь и большое политическое значение. В нем будет показано убожество всех существующих партий и возможная роль консервативных принципов. В тени старинных парков делился Дезраиле этими планами со своими единомышленниками. Он задумал трилогию о современной Англии «Аристократия, народ, церковь». Вымысел покорял его реальная политика отходила на задний план. Он заперся в Брэденхэме и взялся за работу. Но зная теперь о неустойчивости своего характера, говорил «Я хочу, если только справлюсь освободиться к январю, так как нельзя сочетать воедино мечту и практическую деятельность». Один из друзей Дезраиле опубликовал в 1844 и 1845 годах два первых тома трилогии «Молодая Англия» «Кониксби» и «Сибилла». Конингсби или «Новое поколение» было одновременно повестью об его друзьях, сатирой на современных политических деятелей и средством для самого Дезраиле при помощи вымысла уточнить свои взгляды. Смит послужил моделью для героя Конингсби. Маннерс и Кочрен изображены рядом с ним. Автор показывает их сначала в Итоне и Кембридже, они уже разочарованы банальностью современных политических идей и равно презирают как либералов, так и консерваторов. Консерваторов, ничего не стремящихся сохранить и либералов, ненавидящих свободу. Консервативное министерство? Ну да, поступки вигов и принципы Тори. В поисках новой политической доктрины Конингсби встречается с таинственной личностью Сидонией, который, наконец, объясняет ему мир. Сидония по происхождению испанский еврей царски богат. Это смешение в одном лице Дезраэли и Ротшильда. Или вернее, это то, чем хотел бы быть Дезраэли, или то, чем он хотел бы видеть Ротшильда. Фразы Сидонии отрывисты, но прекрасно построены. Кажется, он продумал все на свете, несколькими словами он разрешает самые сложные проблемы, и притом проделывает все это с почти нечеловеческим спокойствием. Единственное, в чем его можно упрекнуть, это в недостатке серьезности. Над самыми серьезными его речами веет легкое дуновение иронии. От глубокой серьезности он легко переходит к острым сарказмам. На этот внешний недостаток серьезности вполне искупается необыкновенной свободой мысли, которая, возможно, является его следствием. Сидония проповедует Конингсби веру в значительность индивидуальности. Но перед могуществом общественного мнения, что значит отдельный человек, спрашивает Конингсби, «Он божественен», отвечает Сидония. Какую цель должна преследовать юность? Она должна пытаться вновь создать такую форму правления, которую народ любил бы, а не только терпел. Юность должна обладать героическим честолюбием. Без честолюбия никакое государство не прочно, а политическая жизнь все равно, что жаркое без соли. Без него корона пустое украшение, церковь административный орган, «А конституция пустая мечта». Книга заканчивается вступлением Конингсбе в парламент. Роман очаровал молодую Англию, он был ее эпопеей. Сибилла или «Две нации» не менее замечательно. Две нации это бедные и богатые. Роман показывает англичанам, какова в действительности жизнь бедняков. Дезраиль изобразил нищету сел, промышленных городов и рудников. Интрига мелодраматична, точны и трогательны, без преувеличений. Чувствуется, что автор описывает народ с симпатией, но и с большой правдивостью. Ни в одной из своих книг Дезраиль не был так серьезен. Говоря о народе, он перестал насмехаться. Роман заканчивается пламенными, полными верословами, ими автор как бы поручает молодой избраннице заботы об облегчении народной нищеты. Народ будет беспомощен до тех пор, пока не будет бороться под руководством своих природных вождей. Я молюсь о том, чтобы дожить до того времени, когда в Англии вновь водворится свободная монархия, и народ достигнет благосостояния. Я убежден, что эти два великих явления могут быть вызваны к жизни только энергией нашей молодежи. Мы живем в такое время, когда слова молодости и равнодушия не могут быть синонимами. Мы должны быть готовы к наступающему часу. В начале книги можно было прочесть. Я хотел бы посвятить этот труд женщине, чья прекрасная душа и благородное сердце всегда сочувствовали страдающим, чей нежный голос будил мужество, а вкус и тонкое суждение руководили автором этих страниц, самому строгому из критиков, самый совершенный из супруг. Глава шестая. Дуб и тростник. Дезраэли любил повторять, что после выхода в свет каждой его книги, ум его как бы совершает скачок. Писание романа было для него особым методом анализа, пробой поведения и как бы репетицией политических выступлений. Поэзия является предохранительным клапаном моей душевной жизни, но я хочу осуществить то, что навеяла мне фантазия. Воплотивший в Конингсбе и Сибири свои политические идеалы, Дезраэли с наслаждением вернулся к политической деятельности. К сожалению, молодая Англия была скорее эмоцией, чем программой, и некогда плотные с багровыми лицами джентльмены, восседающие вокруг него, не примут всерьез идей народного консерватизма. Надо было найти точку отправления и пуститься в море реальности. Каково же было политическое состояние Англии? Палата общин была более чем когда-либо покорна сэру Роберту Пилю, а сэр Роберт Пиль желал сбросить с себя власть партии. Он в гордом упоении своей силы считал себя способным вызвать к себе восхищение как сторонников, так и противников. Уверенный в своей непогрешимости, он всякое возражение о себе считал грехом. Он был заражен чистолюбием, облеченным в моральные формы, самым тяжелым из заболеваний политических деятелей, одним из тех заболеваний, из-за которых человек не способен ничего прощать. В эти годы Дезраилей любил повторять изречение кардинала Ретца «Нет ничего в мире, в чем не было бы решающего момента, и верх мудрости поведения выяснить и выбрать этот момент». После тщательного анализа парламентской атмосферы Дезраилей решил, что наступил этот решающий момент. После долгих и терпеливых наблюдений характер Пиля стал для него вполне ясен. Как все умные, но неспособные к творчеству люди, сэр Роберт обладал опасной склонностью к заимствованию творений других. Неспособный сам создать систему, он с пожирающей энергией набрасывался на те, которые попадались ему под руку, и проводил их с упорством, какого, конечно, не нашлось бы у самих создателей этих систем. Таким образом, по странной иронии судьбы, кажущаяся устойчивость его мышления, делала его самым неустойчивым из лидеров. С ним бывало, что он упрямо отстаивал какую-нибудь систему, несмотря на то, что благоразумие требовало давно отказаться от нее. Потом, внезапно усвоив доводы противников, он делался страстным защитником совершенно противоположной политики. Так было, когда он сурово, почти жестоко боролся с Каннингом, который требовал эмансипации для католиков. А после смерти Каннинга сам сделался эмансипатором католиков. Так было и теперь. Избранный земледельцами для отстаивания протекционистской политики, он, очертя голову, бросился проводить принцип свободной торговли. Часто случалось, что когда он сам был глубоко убежден в своей искренности и последовательности своих взглядов, в глазах других он казался перебежчиком. Дезраили правильно учел направление, в котором надо было вести атаку, и решил вести ее до конца. Первая вылазка была вызвана резким ответом Пиля. Как-то Дезраили сделал несколько замечаний, причем просил министра не принимать его слов за проявление враждебного чувства, а наоборот видеть в них исключительно дружескую откровенность. Пиль встал и, обернувшись к Дезраили, с презрительной злобой произнес стихи своего знаменитого предшественника Каннинга. «Пусть наступает на меня мой явный враг-борец, я буду биться с ним без страха и боязни, но изо всех ужасных карт твоих не посылает творец одной расположение друга полного приязни». Цитата была неосторожно выбрана человеком, который сыграл при Каннинге роль именно этого опасного, как многие говорили, вероломного друга. Депутаты переглядывались, наблюдали за Дезраили. Он молчал, но несколькими днями позже он вновь встал, протестуя против системы обращения к лояльности Тори, с тем, чтобы заставить их голосовать за политику вигов. Достопочтенный джентльмен, начал Дезраили, застал вигов в бане и унес их одежду. Он оставил их наслаждаться либеральной позицией, а сам выступает как строгий консерватор, правда, в одежде вигов. Вся палата смеялась и аплодировала. С невозмутимой серьезностью Дезраили продолжал, «Если достопочтенный джентльмен находит иногда нужным выговаривать кому-либо из членов своей партии, возможно, что мы заслуживаем этого. Лично я вполне готов преклониться перед его указкой, но если бы достопочтенный джентльмен, не прибегая к порицанию, всегда пользовался цитатами, он мог бы быть уверен, что это сильнейшее оружие. Этим оружием он владеет мастерски, и когда в стихах или прозе ссылается на чей-нибудь авторитет, он может быть уверен в успехе. Отчасти потому, что он никогда не приводит случаев, которые не были бы в прошлом одобрены парламентом, особенно же потому, что его цитаты всегда так удачны. Достопочтенный джентльмен прекрасно знает, какое значение имеет в споре ссылка на великое имя. Он знает, что это производит эффект, действующий почти как электрический ток. Он никогда не ссылается на автора, который не был бы любим всеми и велик, как, например, Каннинг. Вот имя, которое, как я уверен, никогда не будет произнесено в палате общин без волнения. Мы все восхищаемся гениальностью Каннинга. Мы все или почти все оплакиваем его преждевременную кончину, все с сочувствием вспоминаем о его борьбе с господствующими предрассудками и окружающей посредственностью, с явными врагами и искренними друзьями. Достопочтенный джентльмен может быть уверен, что цитата из такого автора всегда будет производить впечатление. Возьмем хотя бы стихи, написанные мистером Каннингом и цитированные недавно достопочтенным джентльменом. Тема, поэт, оратор, какая счастливая комбинация. Долгие и шумные крики одобрения. Действие ее в споре может быть подавляющим, и я уверяю, что если бы она относилась ко мне, мне осталось бы только публично поздравить достопочтенного джентльмена с его превосходной памятью и крепкой совестью. Эти легкие ядовитые фразы бросались с редким мастерством. Вначале мнимая приниженность, тихий однообразный голос, медленное приготовление. Ставили слушателям удовольствие от предвкушения нападения, тем более неотразимого, что оно маскировалось отточенностью формы и вкратчивой мягкостью голоса. Эффект был необычайный, восторг достиг таких размеров, что один из министров, вставший, чтобы ответить, должен был долго стоять молча. Пиль, опустив голову, побледнев, дышал с трудом. Один дизраилей был невозмутим, точно человеческие страсти не имели над ним власти. Эта сцена заставила бы вас плакать от радости, писал Смит Мэриан. В Брэдденхэме старый слепой отец, сидя рядом с Сарой, повторял тема, поэт, оратор, какая счастливая комбинация. Пиль чувствовал, что надвигается гроза. Он был самолюбив и избалован уважением. Он еле сдерживался, как палата могла допустить, чтобы величайший парламентский деятель был так оскорблен наглецом. И какая несправедливость, Каннинг. Ну да, он любил Каннинга, но обстоятельства были так запутаны. Вина обоюдный, как всегда в таких случаях. Он сделал попытку объясниться, но слушатели были враждебны. Тогда, под влиянием неподдающихся контролю настроений, он проникся с сильной враждой к интересам тех землевладельцев, которые поставили его к власти. Бюджет дал излишки, и многие консерваторы просили, чтобы эти излишки были ассигнованы на помощь фермерам. Пиль, не потрудившись лично ответить, отказал через одного из своих министров. Теперь палата с радостным и тревожным нетерпением ждала выступления Дезраэли. Было тяжелым зрелищем видеть, как бледнеет и содрогается благородное лицо сэра Роберта, но, тем не менее, это зрелище нравилось. Так, когда на арену выходит прекрасный бык с блестящей шерстью, пышущий здоровьем и силой, публика наслаждается и содрогается при мысли о бандерильях, которые приведут его в ярость. На этот раз Дезраэли обращался к своим друзьям-протекционистам и иронически бронил их. К чему неразумные жалобы на поведение премьера? Конечно, есть разница между поведением достопочтенного джентльмена в бытность его лидером оппозиции и поведением королевского министра. Но ведь это вечная история. Нельзя же удивляться контрасту между короткими мгновениями завоевания и долгими годами обладания. Совершенно верно, что достопочтенный джентльмен изменился. Я помню его речь о протекционизме. Это была лучшая речь из всех мною слышанных. Не безделицей были слова достопочтенного джентльмена «Я предпочту быть лидером английских джентльменов, чем пользоваться доверием королей». Да, это не было безделицей. Теперь нам не часто говорят об английских джентльменах. Но в чем дело? Кто мешает им наслаждаться прелестью былого, предаваться радостным воспоминаниям? Они были его первой любовью, если теперь он не преклоняет перед ними колени, как в мгновение страсти. Они могут вспоминать о прошлом. Нет ничего более бесполезного и жалкого, чем сцены взаимных попреков и упреков. Мы все знаем, что если предмет любви перестал нравиться, тщетно обращаться к чувству. Вы знаете, что я говорю правду. Каждый мужчина или почти каждый прошел через это. Мои почтенные друзья жалуются на достопочтенного джентльмена. Достопочтенный джентльмен делает все, что может, чтобы принудить их к спокойствию. То он замыкается в надменном молчании, то он обращается с ними с упорной холодностью. Если бы они хоть немного знали человеческую душу, они бы поняли и молчали. Но они не хотят молчать. Что же случилось? Что случается всегда в подобных случаях? Достопочтенный джентльмен, вынужденный к большому своему сожалению действовать, посылает своего слугу и тот весьма грациозно заявляет, мы не можем выносить этих стонов у наших дверей. Таков в точности, сэр, случай с земледелием, этой красавицей, за которой ухаживал весь свет и который ныне изменил возлюбленный. Трудно представить себе, каков был эффект. Много значил еще тон всей речи, все было сказано тихим и монотонным голосом, умолкавшим, когда аплодисменты и смех слишком усиливались. Потом без всякого напряжения вновь текли ровные слова беспрестанным потоком юмора и порицания, падая на внушительную фигуру министра. Палата была в восторге, но всем было немного стыдно. Все еще покорный и могущество человека, которого они оскорбляли, депутаты аплодировали, опустив глаза. Пиль надвинул шляпу на самые глаза и не мог скрыть нервных жестов. Лорд Джон Рессельб мотал про себя Коля и казался очень довольным. Парламентские каникулы дали сэру Роберту некоторую передышку. Он с радостью отправился в деревню к своей семье. Этот суровый министр был нежнейшим мужем и отцом. Наверное, дезраэли, которому так знакомы были чувства семьянина, пожалел бы его, если бы мог прочесть письма, получаемые леди Пиль. Моя любовь, я не могу больше переносить разлуки с вами, мною овладевают тоска и усталость, возвращаться в два или три часа ночи в опустошенный дом, входить в нашу комнату, где ваш туалетный стол и ваши флаконы, видеть покинутую детскую, пустые и молчаливые залы, иногда это выше моих сил. Маленькой Джулии скажите, что ее часики при мне, я их завожу каждый вечер и слежу за ними.